Я вижу кнопку Go Live. Мы живы, если верить. Если верить. Всех с приветом, дорогие подщипчики. Издайте какой-нибудь плюс. Звук есть, картинка есть. Ну ладно. Ну так вот, короче, я одну ногу сюда, другую сюда. Понимаете, бородатый анекдот? Или это только папа мой такие рассказывает? А, не, он похабный. Я же на этом канале, я приличный человек. Только левый канал. Я звучу в левом канале, да? Это проблематично. Так. Так. Да, я думаю, что вы нормально. Я вот как раз таки звучу в левом канале только. И вот я что-то, честно говоря, плохо представляю, что я могу в своем роутинге с этим сделать. Попробовать. Люди в наушниках, наверное, мозг у них разрывается от такого. Почему-то нету кнопочки у меня. А, у меня, может быть, есть кнопочка моно какая-нибудь. Моно-моно. Ладно, дяденьки, вы тогда пока расскажите, кто вы такие на суэфа. Вот, а я сейчас кнопочки поищу. Гостей, говорят, не слышно вообще. Как это? А-а-а. Сейчас, погоди, мы это тогда исправим. Тогда мне придется нажать вот эту кнопку. А, и вы начнете слышать себя. Что же за жопа такая? Сейчас, сейчас, дяденьки. Раз, два, три, четыре, пять. Я придумал, как это решить. Мне придется вам отправить какой-нибудь звук похуже. Давай. А микрофон, чтобы шел только в стрим. Саша, ты встал в стерео, пишешь, все нормально. Окей. А остальные? Чего, кого? А у вас, дяденьки, звук не испортился теперь в связи с тем, что я нажал? Нет, все нормально. Нет, все нормально. Там спрашивают, кролик у меня или морская свинка? У меня, да, кролик в количестве пяти штук. Пяти штук? Да. Так вот, что... Сразу же хочу ответить на вопрос, который обычно следует после этого. Вы что, их разводите? Нет, так просто получилось, потому что это кролики. Так, значит, за кроликом, который тут-то там, это для тебя была особенно близкая, видимо, строчка, да? Очень, очень близко было, да. Дело в том, что кролики перегрызли наушники, которые шли вместе вот с этой вот замечательной гитарой. Ага. Я думал, блин, вот неплохо было бы выиграть наушники и нормально было бы все в итоге. Слушай, ну ты карму повторил Васе Пешкова. Он тоже сначала победил, потом занял второе место. Если в третий раз не участвуй, потому что третий раз должен быть провал. Хуже я и не буду. Хорошо. Сейчас я. Это слишком было нервно. Ну, смотрите, в общем, дорогие други, подщипчики и смотрители, нас тут четыре человека, я просто потому что хозяин кухни, а эти трое у нас показали себя как большие молодцы, но про конкурс мы договорились много не разговаривать, потому что уже... No! Хватит. Давайте, вы можете спрашивать у кого угодно что угодно. Вы, дяденьки, если видите в чате какой-то вопрос, который к вам относится, а я его не замечаю, то можете реагировать на него вне очереди. Но пока давайте разогреемся с того, что как же мы до такой жизни-то докатились. С чего начался музыкальный путь ваш? Вот, например, Сергей Ф. Пусть нам ответит на этот вопрос. Сергей Ф. Ф такой. Ну, у меня есть Сергей... Короче, у нас есть Сергей Ф. Синий и Сергей Ф. Красный. Давай, Сергей Ф. Красный, расскажи нам, как ты впервые в жизни увидел эту шестиструну? Или это был баян в музыкальной школе? Или это концерт был у кого-то? Да, для начала всем привет. Я, мне кажется, еще не поздоровался. Да, я Сергей Красный, Сергей Ф. Красный. Слушайте, я четко помню момент, когда я захотел играть на гитаре. Это было давно, лет, не знаю, сколько назад, 20, в общем, давно. У меня был друг, ну, в смысле, он есть, просто мы давно не общались, но тогда мы жили рядом, были с соседями по этажу. И он в какой-то момент вернулся из деревни, это было летом, там, типа, в августе. Вернулся из деревни и такой, Серега, приходи, я тебе кое-что покажу. Я к нему прихожу, он достает гитару и начинает просто очень грязно, что-то на одном аккорде такое, на-на, коня, что-то про коня, я помню, он пел. И я так завелся просто, блин, я думал, я хочу точно так же, эту песню про коня именно хочу выучить. Ну и все, из того момента, причем гитару, у нас всегда была в квартире гитара папина такая старенькая, я почему-то к ней никакого интереса особо не испытывал, но вот, значит, сосед Саня, Серегин, Саня Серегин, привет, Саня, может быть, ты это посмотришь. Меня очень раззадорил своим конем. Вот, ну и все, и пошло-поехало, там, конечно, много всего интересного дальше происходило, но вот начало, оно вот было там, я его очень хорошо помню. С купанием коня, да? Да, да. Возможно, это была какая-то песня «Звуки му», потому что Саня очень любил «Звуки му». Я помню, он пел «Сидя в душной пельменной». Так, у них песня есть классная. Ништяк, так, Сергеев Синий. Так, всем привет. Что в свое оправдание скажешь? Да нечего сказать. У меня музыка с детства как-то окружала дома все время. Отец играл на гитаре. Ну и как всех детей пытался все развить во всех направлениях, ну и в том числе по музыке. То есть не было планов делать музыкант из меня. Ну, как бы знать, где какие аккорды, какая нотка, что значит. Надо самого возраста. Ну вот, и поэтому я не придавал этому значения. Как бы лет до 10-12 раз в недельку проходил мимо синтезатора «Пеликол» пару-тройку нот. Лет 14 по школам ходил один мужик из Центра детского творчества. Он вел там кружок, что-то там про юного журналиста. И они вместе с преподом по гитаре решили сделать такой кружок «Юный бард». И он ходил по школам, говорит, ребята, кто пишет стихи или играет на гитаре, приходите. Вот у нас такое объединение. Стало любопытно, пошел. Препод по гитаре стал вместо этих песенок давать мне классику, увидел, что уже чуть-чуть был самовучкой. И я сам не понял, как на следующий год он заманил музыкалку. Пару лет там поиграл во всех оркестрах народных. Ну и дальше уже все. Уже только музыка. Ну и, собственно, дальше работал в Центре детского творчества, в Доме культуры с режиссером. Ну, всякие зорьки вызвучивал. Потом перебрался уже в Москву. Это я сегодня смотрел эти страницы ВК, да. Ну, сегодня я уже глядел на места работы и места учебы. Ну, то есть ты, значит, кроме как музыкой ничем всерьез не занимался? Да и музыкой... Каждый год я слушаю работы, которые делал два года назад, и думаю, нет, два года назад я музыкой серьезно не занимался. Только вот сейчас. Я понимаю, что через два года будет то же самое касательно меня нынешнего. Ну, все, да. Паш, а ты как загремел? Я руку сломал, короче, в школе. И взялся за гитару, да? Это правда, это правда, чистая правда. Я просто... В общем, мне было 13 лет, 12. До 12 лет я увлекался пением в школе, на школьных мероприятиях. И, значит, как-то дивным зимним утром на уроке физкультуры я плохо перепрыгнул через козла. Ну, в смысле, через этот... Как называется-то? Ну, штука это, короче. Как-то иначе, кроме как козел называется? С четырьмя ногами. Это штука, снаряд. Вот. И я упал, в общем, на руку очень-очень хреново. И сломал руку со смещением левую. Было очень жестко. Вот. И мне ее, значит, починили. Я лежал в больнице. Ну, серьезно, короче. Вот. И у меня там что-то типа через месяц где-то должен был быть день рождения. И родители подсуетились и подарили мне гитару для того, чтобы вот тебе типа руку разрабатывай. Нормальная тема. Ну, что... Хорошая типа... Хорошая тренировка будет. Как упражнение такое для левой руки. У меня еще неподалеку жил преподаватель по гитаре. Вот. Я к нему начал ходить раз в недельку. Вот. И, собственно, с того момента пошло-поехало. Там уже у мамы на работе. Она работала в санатории. Вот. У нас в Елутровске. Я сам не из Тюмени. Вот. Маленький город под Тюмени называется Елутровск. Вот. И там есть санаторий, в котором были списаны инструменты. Это была электрогитара, эпифон. Вот. Я еще тогда думал, что это дурацкая гитара. Потому что она формой была такая. Мне не очень нравилась. Вот. Я думал, что от формы, короче, зависит звук. Вот. И акустика была классная. Электроакустика. Вот сейчас там у папы лежит. Ну, короче, вот с тех пор я начал конкретно вообще заниматься амузоном. Вот. И это меня на всю жизнь, короче, меня занесло. Вот все вот это. То есть ты начал с козла, а Серега начал с коня. Да. Совпадение? Не думаю. Я отчаянно сейчас пытаюсь животное какое-то найти в своей истории. Но нет, нет. Вроде, если кого-то только овцой назвать, то я не знаю. Дяденьки, а давайте сразу по хардкору. А то у нас нет времени сильно разгоняться. Вот. Там один человек, которого зовут Разумный. Вот. Имя-человек, фамилия Разумный. Он задал такой вопрос, который после нескольких уточнений, в общем, выглядит так, что... Как вы справляетесь с тем, что музыкант должен быть немножечко сумасшедшим? Как вас терпит окружающий мир? Как вы сочетаете низкий психологический урон своему окружению, сохраняя высокий коэффициент выдачи материала? Ну, тут видно, есть такая презумпция, что, типа, настоящий музыкант, он должен быть немножко ебобо, да? То есть, обязательно это какой-то неадекватный гений. Вот давайте с этого начнем. Кто-нибудь из вас с этим в каком-то виде согласен? Ну, даже не знаю. Мне кажется, мы вообще максимально здравомыслящие люди. Например, если сравнить с какими-нибудь косплеерами, то музыканты вообще все максимально интеллигенты. Есть музыканты-косплееры. Вот. Это мужики, которые, ну, знаете, японцы, которые, короче, в чулках, юбках играют на басухе. И, типа, эта девушка, на самом деле, это мужик. Ну, типа... Я не то, чтобы такое смотрю все время, то есть, ну, я просто знаю о существовании такой штуки. Ну, ладно, ладно, не отмазывайся. Да, есть еще группа, которая в костюмах братьев Марио играет, я видел, видал. Всякие игровые каверы. Ну, в общем, там какой-то подарок от Zoom пришел. Ага, здесь ограниченная по времени беседа, да? Да. Нет, сейчас она неограничена. Сейчас она стала неограничена, кажется. Ага, ну, ладно, мне какие-то 40 минут чего-то подарили, да? Ну, в общем, ты, Серега Ф. Красный, не считаешь, что музыкант должен быть немножечко чумачачим? Ну, это зависит, на самом деле, от человека. Бывают музыканты чумачачи, бывает не особо. И те, и те прекрасны. То есть, например, есть, например, Пророк Санбой. Абсолютно сумасшедший персонаж, мне кажется. Но он музыкант, и он, ну, в общем, он по-своему классный. А есть какие-нибудь там музыканты, которые, наоборот, всем своим видом показывают, что они очень интеллигентные, выходят на сцену тихонечко, волосами не трясут. Вот все красиво делают. Гитара на джазовой высоте, да? Да, да, да. Мне кажется, музыкальный мир, он очень широкий, большой, в нем есть место для каждого, для всех. Ну, вот смотрите, скажем так, как вы думаете, есть ли какая-то связь между тем, насколько человек позволяет себе быть чумачачим и несдержанным по жизни, да, там, импульсивным, какие-то поступки себе позволяют, там, в отношениях, да, немножко каким-то дерзким, допустим. Влияет ли это на то, насколько он открыт к идеям, там, в творчестве, да? То есть я, например, в юности в это каким-то образом верил, не знаю, с чего это пошло, и очень сильно переживал, что я вроде хочу быть и нормальным парнем, а вот, ну, все великие-то, а не вон, это, кто квасил, кто жену лупил, как говорится. Вот, и это для меня было дилеммой. Вы об этом никогда не думали или вы изначально все у вас было решено на этот счет? Думали. Ну, так, ну, так, это же, это же великость, она не планируется, то есть тут, 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 тут может причина-следственная связь в обратную сторону работать. То есть чувак, чувак не потому великий, что он решил, буду бить жену. Ну, хотя, хотя... Великая мысль. Даже если так сразу, что странная параллель, как бы, вот, просто если, 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 если есть, если у чувака внутри что-то, что может быть, быть, быть источником влезновения, оно же может быть, быть, быть источником каких-то поступков вне музыки. Это как, знаете, как вот мем был, когда ты умер, тебе уже, для тебя это уже не является проблемой. Ты об этом не знаешь, просто остальные страдают. То же самое, когда ты тупой. Вот, здесь, здесь больше ситуация, как бы, страдают ли окружающие от сумасшедшинки музыкантов. Так, музыканты-то не могут об этом знать, потому что для них это обычная естественная жизнь. Это, это тут, 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 тут нужно уже опрашивать, наоборот, близких музыкантов. Да, у меня есть один такой знакомый музыкант, ну, я как бы не лично с ним знаком, просто я через, там, вторых лиц знаю. Я не буду говорить, кто это, но это такой достаточно, короче, известный фолк-музыкант, вот, который пишет просто невероятно дивную музыку, вот, прям прекраснейшую такую, все, все классно, вот. Но в жизни просто максимально отвратительный и ужасный по характеру человек, то есть он там может нахамить вообще людям, которые его вписывают, там, ну, то есть он прям максимально, вот. Но зато, когда он на сцене, то это вдохновенность такая, она придет просто из всех челей и нереально просто, ну, то есть предположить, что вот, вот так оно все соотносится в одном человеке. Я не знаю, может быть, как-то таким образом он компенсирует свою вот эту хреновую свою натуру, вот, может быть, он просто на самом деле вот не такой, но он пытается это через музыку передать. Ну, то есть всякое бывает, вот, но меня это очень сильно удивило. И обычно в музыке артиста есть некая такая нотка его души, ну, даже много нот его души, вот, а тут прям совершенно параллельно вот так вот идет музыка и то, какое он на самом деле есть, ну, судя по рассказам, да, опять-таки, то есть, ну, как-то вот все по-разному происходит, конечно. Ну, понятно, вы, короче, интеллигентные парни, вы не поделитесь тем, как вы утром били жену, а вечером пели прекрасную песню о том, как вы ее любите, да? Первое правило бойцовского клуба. Просто тут тишина, да, ладно, понятно. Вот там еще вопрос, ну, в общем, да, тоже, на мой взгляд, интересный. Периоды, как бывали, когда вот прям вообще хотелось бросить музыку или, ну, это может, я не знаю, вы можете поделиться какими-то обстоятельствами или, грубо говоря, как это все переродилось, какие мысли, может быть, привели к тому, что было совсем тухло, и за счет каких мыслей вы из этого вышли, или, может быть, событий, или каких-то людей. И, ну, давай, парни, к доске. У меня, у меня, у меня есть, да, история классная, но они классные, на самом деле, сейчас просто ужасно что вспоминать. Классно вспоминать, что на прошлом, да? Да, классно, что на прошлом. Короче, меня однажды отмудохало 10 человек или там что-то около того, то есть в хреновом районе у нас там есть, где я учился, вот. Вот, и самое обидное было, что мне сломали палец на левой руке, сломали мизинец, вот. И я после этого думал, что, блин, все, ну, я просто, он, ну, реально вообще болел, сейчас, слава богу, все с ним нормально. Вот, а тогда, ну, было просто нереально зажимать что-то мизинцем вообще абсолютно. Вот, и я тогда всерьез думал, что, блин, ну, походу, все уже, то есть без мизинца вообще не вариант жить и музыкой заниматься. Вот, ну, я тогда был маленький, и я потом уже узнал про, там, людей, которые без кисти вообще играют, в принципе, то есть если есть желание, то это все неважно. Ну, в общем, так, а так все было вообще гладко, то есть, ну, никакие жизненные обстоятельства никогда меня от музыки не уводили, вот. Ну, только рады, что вот эти 10 замечательных молодых людей. Сразу одно хорошее такое обстоятельство, да. 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 Сережки, а у вас чего? Ну что, кто? Давайте я. Слушайте, ну, у меня, наверное, таких моментов не было, потому что я, у меня такое отношение к музыке очень, к моему занятию музыка довольно романтическое такое. И я, наоборот, когда мне трудно и тяжело музыку, музыкой спасаюсь. То есть, например, посидеть и попеть в пустой комнате просто в стенку, громко и вот, не знаю, со слезами на глазах, это иногда спасает от очень серьезных проблем в жизни. И, не знаю, вот не было никогда у меня такой мысли, что, блин, пора завязывать с музыкой. Ну, мне кажется, это мысли рода, там, не знаю, не получается зарабатывать. Например, вот, ну, музыка имеется в виду. Ну, возможно, вот такие вещи могут натолкнуть на мысли, что, может быть, надо где-то еще поработать, там, не знаю. Но если относиться к музыке как к чему-то, ну, как, не знаю, как к чему-то прекрасному, как к творчеству, созданию нового, созиданию, то никогда не возникнет, у меня не возникало таких мыслей, там, закончить. Как я закончу? Что я больше ничего не умею? Ну, а не было такого каких-то мыслей, может быть, что вот не происходит какого-то развития? Ну, то есть, ничего нового, там, у тебя не получается, что ты вот делаешь, там, одно и то же, и это как-то бьет по романтизму, скажем так, происходящего. Блин, ну, да, кстати, бывает такое достаточно частенько, то есть, как будто бы ты, ну, в общем, пробить потолок всегда сложно, вот, не знаю, когда только вот сильно-сильно напряжешься, вот как, кстати, в конкурсе было, да, последнего, вот. Вот, и только тогда, то есть, когда ты реально в каких-то ультра-таких некомфортных условиях находишься, и надо сделать что-то прям хорошее, вот тогда происходит рост, вот. А так, в основном, да, все, типа, течет, плывет, и такой думаешь, блин, блин. И смотришь на остальных, самое главное, да, такие все крутые, вот в этом гребаном ютубе. О, да. Вообще, я бы запретил этот сайт. Серега Фарафонов, а у тебя бывали на твоем пути от ДК до Москвы какие-то моменты, когда думал, блин, может быть, все-таки не музон, а? Бывали, ну, лет до 20, потом заметил, что это синусоиды работают, что видели, я гений, я унылое говно, я гений, я унылое говно, ну, и с разной периодичностью. Если я понимал, что что-то как-то не оно, думаю, ну, что я могу из этого извлечь полезного? Окей, хорошо, с таким подходом посмотрю, что я делал раньше, что делал не так. Ну, такой сухой прагматичный анализ, скорее. Если не музыка, то что? Окей, допустим, вот, что другое? Что мне нужно будет вложить, чтобы, ну, времени, сил, чтобы достичь того, что умею в музыке? Ага, тут случается лень. Не, нафиг, тут лучше поднажму, подтяну скиллы, там, не знаю, окунусь в какой-нибудь незнакомый ранее жанр. Ну, и как-то оно само проходило. Потом уже как-то нет времени, нет времени точить топор, потому что нужно рубить лес. Ну, и вот рубишь. Острый топор. Рубить хардкор. Тупой все равно. Ну, да, ну, в целом музыку. Ну, да, конечно, это чаще вопрос, который беспокоит тех, для кого музыка – это хобби. Когда там больше вероятность какой-то стагнации. Тут, ну, люди в нашем положении, как я вот тоже сейчас, даже если мне остро захочется музыку бросить, я, собственно, чем буду, ну, это проповеди читать только. Вот, то есть, когда уже это как-то дело устаканилось. Ну, то есть, грубо говоря, когда тебя посещает мысль, что ты унылое говно, ты думаешь, ну, это синусоида сейчас вот на этом этапе, и не обращаешь внимания, да? Я правильно тебя понимаю? Да, да. Нет, ну, может оказаться так, что, думая, что это сейчас стадия ремиссии синусоида, окажется, что… Нет, это была не черная полоса, это была еще белая полоса, еще хуже. Ну, тут, ну, как повезет. Да. Там все призывают нас исполнять что-нибудь. Такой вопрос. А, кстати, как-то резюмировать, а кто из здесь присутствующих что-то свое пишет? Хоть чуть-чуть. Ага. Вот, значит, все хоть чуть-чуть допишут. Тогда такой вопрос у меня, который мне, в принципе, любому музыканту интересно задать, тем более вам. Насколько вы оглядываетесь на потенциальную аудиторию, на вот такие вещи. То есть, вот, я понимаю, что это сложно вербализовать этот процесс, но то, когда ты пишешь что-то, и вдруг возникает мысль, типа, о, клево. И потом возникает мысль, блин, ну, там не поймут, или не зайдет, или вы вообще об этом не думаете, или, короче, вот что-то поделитесь этим процессом. Насколько в момент написания вы пишете это для себя, или сразу же думаете, ну, вот это вот, там, удачный ход, это людям нравится, это людям не нравится. Вот это интересно. Ну, я, когда пишу, учитываю, чтобы соблюдались два условия. Во-первых, должно нравиться мне, то есть я должен иметь возможность после этого подработать и подписаться. Что вот, да, да, я автор, вот, и оно должно, ну, любой продукт должен работать, выполнять свою функцию. Ну, то есть, если говорить не о работе для клиента, для заказчика... Ну, да, да, я именно не заказчик, а заказчик, да. Вот, то здесь же в любой момент вся ржокка и композиция, она состоит из череды выборов, из принятия решений. И вот я ищу лучшие решения, которые при прочих равных стоят, то есть, лучше найти два решения, которые будут меня одинаково устраивать, и из них выбрать то, что больше зайдет. Но раньше я был таким борцом за свободу, таким принципиальным, не надо прогибаться под слушателя, делать, что должно, и она будет звучать. Но потом понял, что это все комплексы, как бы, потому что все эти механизмы, которые влияют на то, понравится слушатель или нет, они, ну, сложно, но просчитываются математически. И то есть, когда понимаешь, как некоторые вещи работают, ну, условно, контраст в музыке, наоборот, подготовка одного элемента к другим, выделение, вот, то уже относишься к этому как к инструменту, который может помочь тебе сделать что-то, от чего ты сам кайфанешь. И уже не откладываешь какие-то ходы, что, а вот, типа, вот, два, пять, один, да, ну, или это уж, или жаз, или такой квартоквинтовый круг, что-то такое, не буду использовать принципов, что-то. И я много-много-много решений отвергал, то есть я, по сути, портил музыку, считая, что я вот такой вот борец за добро. Вот, нет, сейчас, сейчас несколько цинично, но на результат делаю то, что, скорее всего, зашло бы условно массы, допустим. Потом выключаю продюсера, включаю Глубова Сережу, пытаюсь выгнать все из головы и слушаю, как потребитель, который не знает, что стоит за этим звуком, сколько там накручено автоматизацией партий, вот. И часто, часто то, что, то, что именно работает на всех, работает и на меня. Ну, короче, я обыдлился. Обыдлился. Слушай, скажи, а ты обыдлился постепенно или был какой-то момент, какая-то мысль, от которой ты прозрел? Или какой-то человек тебе что-то сказал, и ты вдруг понял? Постепенно. Наверное, человек. Я, когда приехал в Москву, постоянно, устроился в студию, там было очень много работы, большой конвейер, постоянно писал рэперов. Поначалу, вот, там могло быть 5-6 записей в день. Вот, потом, потом, потом чуть-чуть делал. Ну, ну, как записи. Чувак скачал, скачал биток, биток из ВК, арендовал час, пришел, 5 минут настроить микрофон, 30 минут записать, 20 минут подвигать поровнять, 10, ну, накинуть нужный пресс, это все сохранило, экспорт следующий. Вот. И очень-очень разношерстная публика, и рэперы, и классические музыканты, и сразу-таки, ну, чаще-чаще-чаще, чаще новички, конечно, будет. Вот. И, по большому счету, аранжировки стал делать уже только здесь, писать что-то. И мой, 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 мой работодатель, он был сторонник, наоборот, того, что все должно быть просто, в лоб, должен прокачивать. Не потому, что он такой продюсер, пораженный опытом, потому что вот у него такой вкус был, вот, и это была полная противоположность моему подходу. Я-то пытался выверять каждую нотку, все, потому что я думал, что это красиво, что это те элементы, которые влияют на то, нравится слушатель или нет. Вот. И в итоге он постоянно в праве делать проще. Вот тут зачем это? Вот тут, ну, как бы, в любом случае, он отвечал за продукт, разжирки, которые мы делали, сдал он. Ну, и как бы тут я не мог включить, я художник, я так вижу. Вот. И со временем стал понимать, что да, просто, может быть, хорошо. Я это раньше исключал почему-то. Ну, то есть, долгое общение со своим антиподом тебя как-то скорректировало, да? Пацаны, а вы чё? А вы чё? Вот всё правильно Серёга рассказал, но вот я, не знаю, не моё, не согласен со многим. Ну, так расскажи за себя. Ну, это будет как-то немножко в сторону от вопроса, мне кажется. Просто мне кажется, вот эта математичность музыки, она, ну, не очень верное какое-то направление. Мне кажется, всё, вот когда всю музыку опишут, да, математическими приёмами, тогда просто нейросети всех нас с вами уделают. Мне кажется, да, да, да. Отличная тема для дискуссии, кстати. Я мог быть недостаточно точно понят. Музыка подчиняется этим законам вне зависимости от того, как мы к ней относимся, применяем их. Все идеи первичны, ну, как я думаю, творчески на какой-то идее. Но в любом случае наш мозг – это набор каких-то паттернов, коротких фраз, решений из той музыки, которую мы слушали в детстве или которую мы просто когда-либо слушали в жизни. И если писать изначально, садиться, что, угу, так, тут нужно сделать хит, надо взять то-то, 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 и получится то, что можно продать. Это крайность, да, которая занимает столько места в работе, что на творчество не остается, и это плохо. Но когда у тебя пошла идея, и ты не знаешь, куда ее свернуть, ты уже начинаешь взвешивать, ты уже вспоминаешь свои набитые шишки, что тогда я думал, что вот, я на импульсе сделаю тут отклонение, модуляцию, вот, и это будет обновление информации условно, допустим. Вот, и спустя полгода, когда ты старую свою работу слушал, ты понимаешь, что математика в этом случае работает не так, что вот, то есть в том случае я налажал, можно было сделать более выигрышно, более выигрышно, опять, не в плане математики, а чтобы меня, того, там, двухлетнего музыканта, это решение больше тортнул. Вот, а вот тут я этого не учел, не заблел, и поэтому оно все хуже. Вот, про это я говорил, имею в виду то, что можно посчитать по математике. Ну давай, Серег, ты свою мысль дотолкай. Извини, я пресс, да. Не-не-не, все нормально. Ну просто, я все равно, все равно. Ну все правильно, он синий, ты красный, давай, жги. Да-да-да. Я очень ценю в музыке вот эту, как это называется-то, господи, правое полушарие, бессознательное, очень ценю бессознательное, когда что-то происходит бессознательно, без вот этих всех мыслей о том, я сейчас не берусь повторить всю мысль Сереге, потому что она довольно длинная. Очень часто так случается вот с моими знакомыми, которые вообще не представляют, что такое музыкальная теория, у них получается сочинить прикольную гармонию с какими-нибудь удивительными модуляциями, до которых бы я сам бы не дошел бы, допустим, со своим уровнем знаний. И меня в такие моменты очень всегда вставляют, думаю, ну ничего себе, вот, может быть, где гений. В чем-то вот в этом бессознательном. Меня это будоражит, и мне кажется, что вот пока эта часть сохраняется в музыке, оно все будет как-то продолжать жить. Но ты для себя как эту, свою позицию, грубо говоря, в итоге она тебя к чему ведет? Ты ищешь контакта какого-то со своим бессознательным или... Да, да. Ну расскажи, пару секретиков немножечко вот этого, которые приводят к танцу возле шкафа. Максимально простой секрет. Я считаю, что все самое лучшее происходит быстро. Что музыку нужно делать быстро. И я специально иногда терплю вот до самого крайнего срока, знаете, когда вот дедлайн уже сегодня вечером, а ты утром встаешь, и вот остается несколько часов, и ты за эти несколько часов, ну, не всегда, но часто, происходит волшебство. Надо взять на вооружение. Так буду говорить, говорить заказчикам. Олег, да-да-да, оправдание для Олега. Есть такой паблик очень смешной. Но это не всегда работает. И это именно попытка, да, вот попытка напрячь бессознательное. И не всегда это правильно. Но вот такой приемчик. А ты думаешь, ты таким образом до своего бессознательного достукиваешься, или просто это определенный стресс, который в итоге приводит к каким-то, ну, к работе на повышенных оборотах, там, что-то в тебе работает, потому что, я не знаю, мозг, душа или кто во что гораст. Без понятия. Но иногда получается. Иногда кораблики получаются. Не всегда, к сожалению. Я вот думаю, что, может быть, если так почаще делать, то, может быть, почаще будут получаться кораблики. Да, ну, просто, знаешь, я для себя заметил, что, хотя это, в общем, противоречит тому, как я много лет думал, что, да, что все равно даже для меня так бывает, вот когда вдруг за, ну, короче, за короткий срок, одно за другим, идея идея, и, в принципе, уже все понятно, что с песней будет. Но есть вещи, которые сами по себе просто пипец какие времяемкие. Ну, например, выровнять то, как я играю на гитаре. То есть, это невозможно сделать в контакте со своим бессознательным очень быстро. То есть, сейчас я стараюсь, когда вот вдруг бессознательное, пусть его будем сегодня так называть, вдруг прет, я грязно-грязно делаю много, вот на реакции просто, да, о, сейчас хочется так, делаю так. Но потом я разгребаю этот шлак очень долго и мучительно, пытаясь его довести до чего-то, если бы я был не только в бессознательном состоянии, да, но еще и там все ловко умел. Так, Паша, а ты у нас какого придерживаешься угла? Синего или красного? Да, по-всякому, на самом деле. Но зачастую обычно вот мысли, которые первые в голову приходят, мне тоже кажутся самые верные и лучшие, и потом вот ее вот мысолить, если слишком долго, и что-то там не менять, то что-то не то уже, как будто пропадает. Вот та изначальная идея, та изначальная краска, она размывает, становится бляйкой какой-то. Вот, поэтому, ну, я обычно делаю вот прям вот как, ну, сразу, ну, быстро, короче, это, конечно, здорово все, но мы же все с вами музыканты, и мы понимаем, что вот быстро это вообще не про 99% музыкантов сделать песню. Ну, наверное, короче, я, может, могу наговаривать, конечно, на всех. Может, тут просто остались те, кто из этого одного процента. Но вот у меня всегда все долго, хотя накиданно обычно все опять-таки сразу. Вот, ну... То есть ты долго потом вычищаешь, исправляешь, и что-то какие-то такие, редакция, да? Да, 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 так оно и есть. То есть я потом думаю, блин, вот, а вот если я здесь делаю вот так, оно ведь будет лучше, вот. А может быть, и это, а может быть, и да, и потом, ну, то есть, ну, вот так это все происходит. Но кардинально меняется музон в процессе вот этих вещей? Или действительно ты просто, грубо говоря, сначала Паша автор быстро написал, а потом Паша редактор, Паша звукорежиссер, Паша аранжировщик, Паша я не знаю кто, то он просто это все дело разгребает. Или в процессе того доведения до ума ты можешь сильно отойти от изначальной идеи? Опять же, когда как, но в основном это все остается в том виде, в котором было изначально. Вот, я очень люблю потом что-то менять, вот, все, что было изначально, потому что я так привыкаю ко всему тому, что изначально получилось. Вот, и потом мне это просто как... Я не могу, я не могу от этого отказаться. Вот, мне говорят, пацаны, сейчас мы пишем песню с Айтерной. Ну, в смысле, аранжируем уже. Вот, мне говорят, пацаны, надо вырезать пол припева. Вы чего, Дима? Это же припев. Вот, как его вырезать? Там... Я пока не знаю, что там в припеве будет. Ну, то есть, ни слов, ничего там нет. Но, то есть, по настроению я не хочу, чтобы там была половина припева только. Я хочу, чтобы был весь припев. Вот, и меня это очень сильно коробит. Я не люблю ничего менять. То есть, я могу там какие-то моменты, то есть, подредушировать. Но в целом, в целом, пускай все остается как есть. Вот. То есть, в этом плане я достаточно суров и не хочу ничего убирать. То есть, я бы не смог быть под продюсером, который мне говорит, нет, вот это все фигня, это все убираем. Тут надо, короче, три раза скопировать, а тут надо вообще это убрать, тут сонное переписать, все вообще переделать. Я бы с ума сошел и сказал бы, иди ты нафиг вообще. Я буду лучше. А ты в такую ситуацию попадал, когда реально ты в каком-то... в творческом подчинении находишься кому-то. Не так, что вы с пацанами вот как-то вместе, и у вас какие-то терки, а вот что какой-то дядя тебе сказал, что вот так вот будет, вот ты сейчас сделаешь вот так, и надо делать так. Обычно тогда мне на эту музыку, обычно с высокой колокольни, значит. Потому что... Не, ну не то, чтобы прям совсем, но ладно, сказано, то тогда да. Но обычно я сам хозяин как бы музыки, музыки той, которую я исполняю. И... Ну не то, чтобы там она вся мне принадлежит, я просто в трех группах играю. Вот. И в двух из них я отвечаю за создание музыки. Вот. В третий я, наоборот, практически не принимаю участие в написании музыки, только в написании соляк, то есть это Sunless Rise. Там вот, где мы играем мелодик метал, мелодик дез метал, и там музыку пишу практически всю не я. Ну то есть у нас как-то все происходит. Я накидываю какие-то набросочки на гитаре, и потом из этих набросков там Саша Бекер. Это, кстати, хороший видеограф из Питера. Обращайтесь к нему. Вот. Он все там делает классно, и я там потом уже только соляги поверх пишу, и все. Но вот в остальных двух командах я стараюсь, чтобы было максимально по-моему, но не всегда это выходит, конечно. Вот. Ну да, в этом, короче, вопросе непонятно. Наверное, я учитываю то, что фон у меня такой синенько-сиреневенький, я, наверное, здесь с Серегой Синим останусь все-таки за... Ну все-таки за... Против бессознательного, Серег, прости. Да не, на самом деле шучу. Бессознательная прекрасная вещь, просто у нас у невротиков, которые любят все контролировать, нам нужна какая-то почва под ногами, хотя бы ее иллюзия. Вот, понимаешь? А скажите мне, дяденьки, вылетела мысль из головы. Когда вписываетесь в какую-то движуху... Ну, в любом случае, я думаю, что каждый из вас в ситуации бывает или есть, когда вариантов, чем музыке сегодня заняться, ну, намного больше, чем возможностей. То есть в любом случае и там ждут, и там хотят, и здесь, говорят, сыграют, здесь... Каждый день. Каждый день. Здесь с Иранжерни. Вот у вас есть какие-то общие... Не знаю. Ну, я так предполагаю, что Серега Красный у нас следует за велением души, да? Как-то взвешиваешь там, не знаю, деньги считаете или друзья-недрузья, или сначала помогаю там родственникам, или вот только если вторая, пятая, первая есть в этой музыке, тогда буду ее играть. Какие-то такие принципы у вас выработались, мне интересно просто самому. До сих пор не выработалось. То есть можно это опять... До сих пор ничего не выработалось у меня, и я действую по принципу, блин, ну вот... А, нет, я недавно составил себе табличку, мне жена подсказала сделать табличку. Это важных дел, там, маленько неважных и вообще совсем почти неважных дел. Вот. И вот я, значит, стараюсь теперь по этой табличке жить. Ну, то есть выполнять в первую очередь табличку, которая красненьким отмечена, срочно там, где написано. Вот. И во вторую очередь уже выполнять то, что не очень срочно, и в третью очередь то, что написано на лайтах у меня, вот так называется, третья колоночка. То есть какая-то из твоих групп в какой-то момент важна, какая-то не очень важна, да? Если честно, ни одна из моих групп сейчас не важна. Все ясно. С твоими приоритетами. Ну, работа, работа. Ясно. Вот эта табличка, это уже очень круто. Но да, принципов никаких не выработалось рабочих. Ну, а ты, может быть, заметил за собой, как ты в итоге хотя бы поступаешь? Не что-то, чем ты руководствуешься, а просто за собой наблюдаешь, что в итоге почему-то я вписываюсь вот в такое, да? Или как-то веду себя таким вот образом? Нет, ну, конечно, хочется в первую очередь близким друзьям какие-то вещи делать. Не знаю. Сложный вопрос, сложный, потому что нет ответа, не задумывается. Близким друзьям? А вот к теме, что с друзьями не работать, вот такая штука, нет у тебя такого? Ну, нет. Ну, как можно не работать с музыкантами? Все равно же мы все там иногда... Ну, знаешь, у многих есть принцип, что вот дружба дружбой, работа работой. Если с друзьями работаешь, то друзья начинают борзеть. Или там, ну, какие-то начинаются конфликты, которые из-за того, что... Классная поговорочка есть, правда, она матерная немножко, но я... Типа с друзьями работать плохо, потому что и много не возьмешь, и нафиг не пошлешь, как бы, что называется. Ну, вот, допустим, да. Вот у тебя, Серег, есть какая-то такая на этот счет мысли? Нету. Хорошо, хорошо. Сергей Синий? Как ты... Тоже КЗ. Ты человек структурированный все-таки, ну, пока что себя таким показал. Есть у тебя какие-то алгоритмы? Типа вот это там подходит каким-то критериям, вот это не подходит? Нет. Ну, ты только строишься из себя структурированного. Да, да. Да нет, ну как, обычно просто тут, если нужно принять решение участвовать в чем-то, то вопрос, что подвинуть ради того, о чем речь. Просто прикидываешь потенциальный успех, не в плане выгоды, а даже в плане того, что если музыка по жанру обштыривает, нравится, не нравится. Ну, по людям, да. То есть, может быть, хороший музыкант и творчески совпадаете с ним, но понимаешь, что по организации с ним кашу не сваришь. Ну, или это будет все вот так вот перекидываться на прежние года. Или иные проекты, которые, ну, вроде ХЗ требуют своего погружения, изучения, но вроде может оказаться прикольнее. Это в итоге перевешивает то, что, казалось бы, должно быть основой. То есть, сами музыкальные предпочтения имею в виду. Ну, этот вопрос и меня застал врасплох, так что в ХЗ даже, скорее, нет какой-то четкой системы. У меня здесь недавно такой случай произошел. В общем, мне позвонил один человек, ему уже 79 лет, и он попросил меня перевести в ноты его песни. И, то есть, у него есть страничка на Ютубе, его внуки там снимают, как он играет на гитаре. Ну, он плохонько играет, но в целом все понятно, что там происходит. Надо сделать 20 песен, то есть в текстовом виде, грубо говоря. И вот здесь стоит вопрос. Это, конечно, чернуха, простите, но успею ли я это сделать? То есть, ну, как бы... Вы поняли. Вот, поэтому такие вот моменты тоже надо учитывать. Допустим, ну... Погоди, я не понял ни чернуху, ни шутку, не понял. Я, может быть... Короче, человеку 79 лет. А, успеешь ли ты пока... Да, вот. Вот такой момент, допустим. И я вот тоже эту работу поставил бы уже ближе к важным, потому что, ну, надо действительно успеть... Ну, то есть, в долгих лет жизни, конечно, человеку все здорово, ради бога, вот. Но это тоже влияет, я думаю, на принятие решения, что нужно делать в первую очередь. А ты с грамотой нотно и дружишь, Паш? Нельзя просто так взять и... Я делаю как? Я просто гитар-про забиваю, значит, все это дело. Да, там сверху нотки есть. Ну, то есть, ему как надо, чтобы вот это все... Его песни были в текстовом виде. Ну, то есть, в виде табулатуры я, короче, делаю. Вот, и две дорожки. То есть, дорожка гитары, и дорожка вокала. То есть, мелодия вокала. То есть, как в песеннике, типа, да? Раньше было, да? Да, да, да. Аккорды и мелодия. Вот именно так. Да, и с словами, вот, над каждой ноткой. Вот я вот сейчас таким вот занимаюсь, да. Ну, я еще отдельно ему вов-файл вот в гитар-про присылаю, чтобы он послушал, как вот может его песня звучать. Я мог, конечно, и наиграть все это сам и спеть, но это, я уже думаю, слишком заморочено уже. Его внуки поймут, я думаю, уже и так все. Вот, ну, что он для своих потомков делает. А это было бы чернухой, если бы ты принимал решение о приоритете, в зависимости от того, это по предоплате или по постоплате? Ну да, вот это было бы больше, да. Более раз-то чернухой. Ну да. Чудовищно! Это чернуха! Хватит об этом. Ильиничий. Так, сейчас, ну-ка давайте заглянем. Вы не видели там в чате что-нибудь у нас умное спросили? Хиты, нейросети. А много прикольных вопросов, кстати. Да? Я просто любуюсь, когда вами тремя, то я не успеваю, честно говоря. Так что вы, если кто-то видели что-то интересное, то нейросеть, все хиты. Я просто уже, когда вижу слово хит, меня просто передергивает. Честно говоря, этот конкурс совсем меня переполнил этой темой уже. Я вот не знаю, Деники. Вот, может быть, вы меня скорректируете, если что, да, ну, здесь не обязательно со мной соглашаться. Но, по-моему, мы все совсем умом трахнулись с этими хитами. Я просто не знаю, я столько вижу... Если, грубо говоря, взять все разговоры про хиты, про то, что надо хит, что вот это хитовое, что вот это куда-то возьмут, куда-то не возьмут. То есть, предположим, я за год видел их, там, 500 этих разговоров. К чему-либо, но отдаленно напоминающему хит, это привело из этих 500 раз 5, и 4 из них — это моя начальница, да, как бы Ирдубцова, чьи песенки по радио звучат. И у меня возникает вопрос, если из 495 разговоров, 494 вообще даже ни хитом не пахли, о чем, собственно, мы разговаривали, о чем так переживают эти люди, о каком таком слушателе, которому это должно, типа, зайти, куда-то это взять. Я что-то... А вот не знаю, раньше так было, до интернета, там, вот 30 лет назад, просто я этого не застал. Люди тоже вот только думали о том, типа, вот эта песня, она там завоюет мир, не завоюет мир. Я даже уже не понимаю, какие-то критерии когда-то иные были. Я понимаю, что я не очень ёмко, наверное, формулирую свой вопрос, но... Давай я вброшу свою мысль. Да, вбрось, пожалуйста. У меня она недавно сформировалась, очень долго я к этому шёл, к формированию этой мысли. У нас просто в 2011, по-моему, году, когда на Ютюбе ещё не было никого, он был очень такой смешной и классный. У нас там стрельнул некий проектик, совершенно неожиданно. И, в общем, вот сквозь вот это всё время, вот, помня о том успехе, пытаясь его повторить... Стрельнул проектик, то есть, очень популярен был, да? Ну да, некая популярность, да, была захвачена среди определённой аудитории. Просто я пришёл к мысли сейчас, вот, спустя 9 лет, что материал, вот, музыка сама по себе и популярность этой музыки — это два абсолютно параллельных процесса, они никак не связаны вообще. Ну, может быть, опосредованы немножко. Прям вот вообще, это прям вот вообще-вообще, да? Ну, то есть, грубо говоря, любой материал можно продвинуть в интернете, любую песню можно продвинуть в интернете. Это два разных рабочих процесса, то есть, сделать хитовую песню и сделать хитовую песню — это два разных совершенно процесса, которые требуют разных трудозатрат. Мне кажется, хит-хиту рознь. Есть же хиты однодневки, допустим, да? Есть хиты на века, ну, допустим, классика рока какая-нибудь, допустим, уже рокеры с вами, да? Ну, этой классике лет максимум 50 на данный момент, так что пока что это хит на полвека. Ну, типа да, но если сравнивать, грубо говоря, какие-нибудь такие вещи, вот, но во всём этом я солидарен с Олегом Шоумаровым, кстати, вот, я смотрел видео, где он рассказывал как раз-таки о хитах, вот, и мне очень понравилась мысль о том, что, чтобы хит сделать, нужно, чтобы вообще всё сошлось, все вселенные, там, все звёзды, все, и время, чтобы сошлось, и чтобы... А, ты вот эту тему, что свадебная песня в свадебный сезон, и чтобы совпала экономика там, и вообще количество родившихся в этом году Олегов, про которого песня, ну, ты про это, да? Возможно, да, но, то есть, это вот про Олегов, это, возможно, про однодневные хиты, да, а вот такие, чтобы прям... Ну, знаешь ли, Маргарита, оп, ничего однодневного я тебе скажу. Ну, да, 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 это надолго, это надолго. Ну, то есть, многие такие... А для себя ты это применительно к своей жизни, вот, чего-то ты понял, что-то решил, и это как-то влияет вообще на... на тебя. На меня, ну, конечно, влияет. Почему-то, почему-то хочется сделать так, чтобы музыка была не проходничковая, да, ну, то есть, жалко просто времени и сил для того, чтобы писать музыку, которая, ну, будет, ну, такая, ну, пойдёт, типа, знаешь, вот, фоном, чтобы играло, но ло-фай радио вот это вот всё. А хотелось бы всегда почему-то сделать так, чтобы люди рот открывали от мызла. Вот, это, мне кажется, основная задача, по крайней мере, моя какая-то внутренняя, вот, удивлять людей. Вот, и в первую очередь себя, потому что, когда пишешь музыку, ну, я, ладно, про себя скажу, я, когда пишу музыку, то я пишу её так, чтобы мне потом её захотелось тоже потом послушать, потому что мало почему-то музыки сейчас, которую я хочу прям переслушивать. Может быть, это нарциссизм какой-то, типа, о, моя музыка, я буду слушать, но, типа, всё равно как-то вот, ну, я много знаю таких людей, которые вот начали писать музыку, потому что я хочу сделать такую музыку, которую я бы любил слушать сам, вот, я, наверное, из таких же. Это прекрасный критерий, да, я согласен. Собственно, вот этот мой танец на видео, это же, эта идея, это не совершенно тоже, это всё бессознательно, как бы пришло, это такая проверка на прочность, а смогу ли я куражиться под собственную музыку? Я так довольно часто проверяю, вот, когда я что-то сделал, какой-нибудь там маленький кусочек, вот прям встаю, так, получается у меня под это подрыгаться? Получается, значит, хорошо. Ты, Серёг, свою мысль закончил по поводу того, что, ну, любую музыку можно, соответственно, продвинуть, и вот ты пришёл к этому выводу, и что он для тебя значит-то в итоге? На самом деле очень просто. Очень часто такая случается история, когда человек грустит, да, я делаю музыку, я вкладываю в неё столько всего, а почему-то меня никто не слушает. Вот прямо часто происходит подобное, и со мной такое происходило в какой-то момент, и с людьми вокруг, и просто вот эта мысль о том, что, блин, на самом деле связь очень слабенькая, вот правда, между какой-то хитовостью музыкальной и той хитовостью, которая с помощью там различных интернет-технологий развивается. Её практически нету, и мне кажется, чем вот, ну, интернет, он же растёт, развивается, чем дальше, тем эта связь всё меньше и меньше. То есть для тебя это какая-то освобождающая мысль, что к ней придя, ты меньше грустишь от того, что, ну вот, что же я делаю, а раз никто не слушает, ни раз нету там дохренища тысячи лайков и просмотров, значит, и музыка, видимо, не очень, да, то есть ты с этим не имеешь дела благодаря таким выводам. Лично для меня, да, это стало прямо лекарством, и я эту мысль вот стараюсь всем тем, кого я вижу вот в этой ситуации, я её транслирую и надеюсь, что, ну, это тоже как-то облегчает грусть. Проповедуешь, короче. Да. Философию освобождённости, да? Серёга Фарафонов, а ты что думаешь на этот счёт? Куча мыслей, мыслей прибежало за последние пять минут, не знаю, не знаю, за что хватиться, а в чём был вопрос изначально? А теперь вопроса уже изначального нет, я изначально-то что-то, я, грубо говоря, топик задал, а там уже Серёга выскался, в принципе, каждый тут немножко о своём, вот что... Чё по хитам? Да-да-да, за хиты чё поясни. А, всё, да-да-да, точно. Я думаю, ни один, ни один, ни продюсер, ни слушатель не может сказать, что вот это хит, это не хит. Хит, это какой-то такой уже общий показатель постфакту. Всё, выстрелило, значит, эта песня оказалась хитом. И когда люди заранее вешают ярлыки, о том, что 495 случаев в год, это же можно относиться к этому как, ну да, конечно, сейчас вот ты такой единственный, только всё, что не сделаешь, будет хитом впустись на землю. А с другой стороны, это же может быть какой-то подсознательный двигатель для человека, чтобы такой стимул, то есть намного тяжелее делать что-то, когда ты понимаешь, что это с большей вероятностью будет в стол. Даже если ты сам себя убеждаешь в том, что это будет хит, от этого эта песня более китовой не станет. Но от этого у тебя может больше появиться желание. Я сам не помню, чтобы как-то пророчил своей работе провал или успех, наоборот. Тут же речь больше об отношении музыканта к своей работе до того, как она вышла, её оценили люди, да? Это речь. Ну да, видишь, понимаешь, ты немножко говоришь про отношения самого автора, и здесь, на мой взгляд, это как раз, эта вещь меня не беспокоит, когда человек хочет, чтобы песня была услышана. То есть я пусть даже исповедую вот это вот, что давайте писать, как мы верим, как мы любим, но после этого я нисколько не против, чтобы какая-нибудь песня хитанула. То есть вот он я такой, какой я есть, а если я вам ещё и нравлюсь, то любите меня, конечно. Меня смущает то, с чем я сталкиваюсь, когда люди, которые к этой песне не имеют отношения, к этому человеку не имеют отношения. Но, то есть, грубо говоря, полчища диванных экспертов, которые, может быть, даже и не музыканты, и вот они, что им не дашь послушать, они всё пытаются оценить, хит это или не хит, то есть как критерия вообще того, то есть хит это хорошая музыка, а не хит это плохая музыка. Писать надо хит, не хит надо не писать. Написал не хит, сотри или сотрись, удались там из жизни, да? То есть я понимаю, что это немножко карикатурная штука, потому что то, что ты говорил по поводу того, что когда пишешь, тебе, конечно, как можно писать музыку, если ты заранее считаешь, что это полный провал и это никому не надо? Ну, наверное, это сложновато. Вот. Меня просто смущает, что оценка хит, не хит, она как будто бы стала тождественна вообще. Хорошая музыка, не хорошая. И этому даже альтернативу какую-то сложно представить. То есть я даже в своем сознании, вот я вижу человека, который такой так, хит, не хит, хит, не хит. Я ему хочу сказать, чувак, важно не это, важно, важно что-то другое, что-то бессознательное, не знаю. Вот. Слушай, вот прям пока не забыл, это просто плоды на самом деле, мне так кажется. Вот эта вот система, лайк-дизлайк, это все гребаный интернет. Серьезно, это может быть просто вот от того, что у людей сейчас какой выбор, нравится, не нравится, и он совершенно понятен. Вот поставьте, кстати, лайкосики под стримом, да. Да, да, если уж нравится, да. Ну, вот все, что я хотел сказать. Сейчас поставлю, кстати. Ну, погоди, а то есть думаешь, вот в твоем представлении до того, как пришел злобный интернет, дедушка ТикТока, да, и ввел вот это биполярное сознание, лике-дизлике, как вот этот здоровый человек 1960 года поступал, иначе мыслил, как он, как вообще происходило. О чем разговаривали музыканты, друг другу показывая песню? Черт возьми, это так интересно, вот ты сейчас спросил, и я начал. Это такая фантазия, в которой вот не один час можно об этом фантазировать. О чем разговаривали в 60-х годах музыканты? Спросить бы у них непосредственно. Да, ты думаешь, они помнят? Ну, как можно, не знаю, забыть, ну. Позвоните Рочер. Или можно думать, хотя... Просто, ну, мы понятно, что сейчас знаем имена музыкантов из 60-х, 70-х, которые, собственно, хитмейкеры, да, ну, вопрос в том, что делали остальные десятки тысяч музыкантов, они вообще за счет чего ощущали свою, смысл-то своего существования. Если в те времена, то сейчас ты хотя бы вот эта мысль есть, да, что ты можешь сделать, ну, что-то сносное, и при грамотном стечении обстоятельств и интернет-технологиях это может хоть кто-то услышать. А вот ты живешь в мире, что ты не в Ливерпуле, а в соседней деревне, из которой куда молния не ударила, да? И вот как ты себя мотивируешь-то? Ты зачем вообще живешь и играешь на самом инструменте, что-то пишешь куда-то? Ну, я понимаю, что вы мне на этот вопрос не ответите от лица тех, кто тогда жил. Но вот просто я реально уже понимаю, что я как будто бы противник сложившейся системы оценки музыки, но у меня другой нет. То есть я просто говорю, анархия, анархия, нет, не так, не знаю, как, не так. Популярная позиция. Очень круто, что ты вот эту систему оценки конкурса придумал. Такой развернутый был пост про вот эту табличку. Это правда классно. Я вспомнил, как-то я состоял в одном чатике. Наконец-то меня хвалит. Господи, я ждал целый день. Саня, да ты вообще мощашь. Блин. Я, если честно, да, я просто поражен. Да, кстати, тоже хочу сказать той работой, которая была проделана в плане... Пацаны, я пошутил, пошутил. Вы только сейчас не начинаете, я же растеряюсь. Серег, вот ты куда-то вел, куда-то вел. Через табличку, через все дела. Да, я просто вспомнил один коротенький такой момент. Я состоял в чатике ВКонтакте с музыкантами, с такими... С юными дарованиями. И, в общем, там был как в какой-то момент интересный очень интересный обсуждать на тему как раз оценки творчества. И, в общем, юные дарования пришли к такой мысли, что единственная объективная оценка, там, допустим, музыки, творчества, это, собственно, вот этот вот информационный захват, грубо говоря, количество просмотров. И, ну, вот, все. Но это единственное, что можно измерить, грубо говоря, поэтому, да? Не потому что это идеальная система оценки, а потому что это как будто бы единственная. Это вообще не идеальная, это вообще не система оценки. Чем дальше развивается интернет, тем все, ну, лично мне становится понятнее, что она ничего не оценивает вообще. Но при этом, вот, представьте себе, что есть люди, которые родились после 2000-го, и у них реально просто ничего не было, кроме Ютуба и интернета. И они правда так считают, что количество просмотров — это единственный объективный критерий. Ну, это, Бакоди, критерий общей твоей успешности, допустим, но вряд ли они же думают, что это реально показатель качества музыки. Потому что, ну, они же сами знают, как продвигается, что и, ну... Ну, я так надеюсь, что да, что не считают. Но вот в тот момент мне показалось именно так. И я просто об этом вспомнил, вот, одновременно вспомнив твою систему оценки, насколько она все-таки была классная по сравнению вот с этой мыслью, что на самом-то деле эта система не нужна, а нужно просто по просмотрам смотреть. Ну, а нет ощущения, что их система оценки, она хотя бы как-то связана с реальным миром, а моя, в общем-то, ну, по-честному, она актуальна для одного события, длившегося два месяца. Потому что я мысленно пытался приложить ее... То есть она основана на том, что это действительно много аранжировок одной и той же песни. То есть на этом держится все это. Когда ты слышишь одну аранжировку одной песни, единственную, ты не можешь ее сопоставить. То есть ты ее как бы сопоставляешь просто со своим каким-то музыкальным багажом, и это все превращается в лике-дизлике, в конце концов, какое-то твое. Я вот не знаю. По такой ли системе вообще я что-то оцениваю в музыке? В конце концов, я за собой как не стыдно, хоть у меня фон и синий, замечаю, что вот просто как бы либо либо кайфово мне, либо не кайфово. Потом я могу там включить мозг и сказать, что ну уважаю, молодцы. Типа ништяк. Как такую атаку на бочке нарулили? Вообще огонь. Ну, в конце концов, да, все упирается в лике-дизлике. Короче, я бы не сказал, что я хочу жить в другую пору, без интернета. Кому бы я был нужен без интернета? Но очень странная хрень с вообще этим информационным пространством. Недавно мне дочь моя, семилетняя, показала канал, который она смотрит. Называется Влад А4. Там что-то 26, что ли, миллионов подписчиков, поэтому мои 400 тысяч вообще не впечатляют ни разу. Ну, там такие видосы, мне кажется, что там как раз это на 7-12 лет, наверное. В общем, нет смысла описывать. И у него есть у этого Влада А4 альбом в Spotify. И он там, по-моему, в каких-то топах. При том, что там абсолютно одноклеточные песни, которые никто, кто их делал, не считает это каким-то музыкальным произведением, но тем не менее они в топе, потому что вот эти 26 миллионов человек, они хотят там слышать контент любимого своего блогера, в том числе и в плеере, там, в проигрывателе. Ну, короче, хз. Что после этого думать, в принципе, о себе и что говорить юному дарованию, который хочет стать музыкантом. Вот, кстати, да, вы бы посоветовали своему, ну, крёстному сыну, грубо говоря, там, ребёнку какому-то вот. Не случай, когда перед вами какой-то действительно вот от парня, от девчонки тянет тем, что очень одарённый. Исходные данные потрясающие. Занимайся музыкой, скорее всего, прям вообще вопрёт. А вот, ну, перед вами не безухие, но вот человек, как человек, думает, блин, приходит, говорит, дядь Серёж, там, дядь Паш, я что-то посмотрел на тебя и хочу музыкой заниматься. Вот не хочу вот этот вот IT, хочу музыку. У вас какие возникнут мысли в связи с этим? Вот так вот ты решишь? А ты, Паш, как решишь? Да ради бога, конечно. Конечно, учитывая, что я ещё и таких людей учу играть на гитаре, многих таких. Много ко мне приходят людей, которые меня по моим коллективам и знают. Вот. И, ну, с радостью, конечно, ну, не потому, что там, типа, всех давайте. А, ну, это прекрасно, когда человек хочет научиться играть на гитаре и ещё более прекрасно, когда ты потом видишь, что у него действительно получается и он что-то там действительно прикольное делает, вот. От этого просто это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты кого-то научил, а он ещё и пошёл дальше. Вот. Прям вообще класс. Ну, так что, поэтому, конечно, да, то есть мало ли что, мало ли что, то есть нельзя такой шанс упускать. Другое дело, что у многих поначалу большие такие супер-мега-амбиции, а потом, ну, зачастую они не оправдываются, да, там, реалиями нашими, вот. И не очень хочется, то есть сразу же так обрубать на корню всех мечты и говорить, ты, конечно, можешь играть, но ты, ты понимаешь, что звездой ты не станешь на игре, ну, грубо говоря, да. Ну, это такое слово. Да, это очень сложно, но, тем не менее, то есть я всегда стараюсь подбадривать как-то, вот. Особенно тех, у кого что-то получается. У меня был такой случай весёлый. Я играл на гитаре что-то года два, наверное, но, в общем, начало казаться, что из этого может что-то получиться. И мой батя как раз вот через Костю Рощина отправил меня, привёз на Ордынку в Эстрадный джазовый колледж к педагогу по джазовой, соответственно, там, гитаре Суджан Михаил Арташезович. Всегда так сложно было отчество выговаривать, я прям собирался с мыслями заранее. Типа, чтобы он посмотрел на меня и, в общем, ну, восхитился, конечно же. Вот, сидит Михаил Арташезович там в полоборота, там, что-то в компьютере ковыряется, задаёт мне какие-то вопросы, я что-то ему сыграл. И в момент, когда он должен мне вынести какой-то вердикт, что-то напутствие какое-то по жизни дать или сказать, там, ты молодец, не молодец, он начинает мне рассказывать, что вот он разбирается в компьютерах и, если что, может быть айтишником, там, вот, как бы, что нужно иметь какой-то запасной вариант. Вот, я это было... Я только потом понял, что, в принципе, это можно было даже расстроиться, типа, что, чувак, ты настолько вообще бездарен, что займись-ка лучше компьютерами, да? То есть я даже не понял, в принципе, этого намёка, но, в общем, да, вообще меня дяденька не воодушевил и создалось впечатление, что не из какой-то злости или зависти, но он бы не хотел, чтобы я занимался музыкой, и я славливал такую штуку пару раз, например, помню, как-то мы ехали в машине с отцом с моим и с братом, ему на тот момент было лет, не помню, 15, наверное, и он, в общем, в нём проснулась страсть к музыке, и батя мой читает ему проповедь, что вот, давай-давай, фигач, там, гитара, звук режиссура, ты будешь не как вот эти вот все, видишь, в пробке стоят, ну, в которой мы стоим, которые работают на дядю, ты будешь сам себе хозяин, ты будешь такой себе художник, а я сижу такой, думаю, блин, батя, что ты делаешь? Ты так рекламируешь, на самом деле, не самую простую судьбу нашему родственнику, вот, у вас никогда не возникало каких-то таких, ну, это не с серием узлом не заработать, что, ну, не так-то просто этот путь, что ли, чтобы всех на него вот так вот, типа, давайте-давайте. Да, безусловно, безусловно, да. Блин, это, пацаны, говорите, простите, что перебил, кто хотел сказать. Серег, ты давно молчишь, расскажи нам. Да, кстати, да, давай-давай-давай. Тут же причин, по которым стоит сказать ребенку, нет, это не твое, не драть время, только в том, чтобы сэкономить его время. Посмотрите, что может случиться плохого в том, если скажешь, да, давай, чувак, дерзай? Ну, потратит время, жизнь. Молодость сгубил, да? Просто если исходить из того, что, допустим, вот, берем 100 детей средних. Мы по опыту знаем, что, ну, большинство людей со средними данными в таком возрасте, когда они все хватают увлечения, не исходя из того, что, хм, мне это нравится, мне это будет интересно, из-за того, что, о, чувак круто жарит на гитаре, я хочу как он. То есть этого стимула мало, мне кажется, чтобы он сохранился через, там, 5-10 лет, когда, ну, когда уже можно будет употреблять плоды. Так вот, представьте, что вот 95 детей из 100 в случае совета того, что, да, давай, занимайся, они в итоге, ну, потратят время. Кто-то, кто-то спустя 2 недели, скажет, что и болят пальцы, все, струны надавливают, забросил. Кто-то там спустя 5-5 лет будет, кто-то спустя 20 лет будет, 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 будет проклинать этого, этого, этого мудака, который посоветовал мне потратить в жизни. Вот. Но эти все потраченные часы окупаются с лихвой теми пятью детьми, которые были бы, были бы, ну, бесперспективными, гадкими утятами, из которых потом благодаря мотивации подталкивается, выросло что-то, о чем они и не знали, и что в них никогда не раскрылось бы. И так вот, я за то, что пусть 95 детей потратит некоторое время свое зря, ну, понятное дело, в меру, и учитывая, что как бы это, это, это их, их, их инициатива, они хотят заниматься музыкой. Да, пожалуйста, окей. Но если это, если это будет все равно и того, что появится новый, 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 новый музыкант профессиональный, то, пожалуйста, ну, это немного, немного цинично звучит, но такая жертва ради великих идеалов, что ли. Вот знаете, как это устроено в Корее? Знаешь, Саша, как это устроено в Корее? Нет, не знаю. Вот. Дело в том, что кей-поп сейчас как готовят? Ну, то есть у них там... На открытом огне, по-моему, его готовят. В общем, у них есть огромные корпорации, которые, значит, берут очень-очень-очень много дарований, вот, и они реально, многие тратят годы своей жизни, вот, приходит жесткий отсев, там, каждый, грубо говоря, месяц они там показывают все, что они умеют, там, и через несколько лет там доходит до финала некоторое там количество девчонок или мальчишек, вот, и из них собирают группу, вот, и только из них собирают уже оставшийся вот продукт, а остальные все, пожалуйста, на выход, то есть это так жестко, то есть это такая система, которая доведена до, ну, до своего максимума какого-то вот по жесткости именно отбора, но мы в итоге имеем замечательный продукт, вот, то есть сейчас... То есть на этих ребят можно смотреть как на героев, да, которые прошли просто голодные игры, да? Да, 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 совершенно верно. Вот, посмотрите, допустим, Blackpink, есть такая группа, да, девчачья, это же капец. Ну, то есть они настолько максимальные профессионалы, хотя им там еще что-то 25, там, что-то типа им лет, ну, вот, но, в общем, это очень-очень круто, но это и очень жестко, то есть ты одновременно смотришь, восхищаешься, одновременно ужасаешься тому, что происходит, как бы. Вот это видео, которое ходило одно время в интернете, когда шесть мальчиков с гитарами сидят такие вот лет по шесть, по пять. Под мишугу, которая, да? Ну, да, наверняка были какие-то вариации, но они играли что-то классическое, красивое, с такими улыбками. А, корейцы, ты имеешь в виду, да, такие? Или кто-нибудь там? Да, 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 такие дрессированные крокодильчики. Ну, не знаю. Там меня пугали улыбки, которые у них на лице. Да, 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 это же тоже все, это все тоже репетируется, и хлыстами эти улыбки отрабатываются. Возможно, там сидели какая-нибудь знаменитая кей-поп-группа, которая сейчас вот... Будущее, да? Подросла, да. Кто знает, я просто не слежу. Не знаю, я считаю, что музыка — это прекрасное занятие. Вообще никаких... У меня нету... Я совершенно не жалею, что я занялся музыкой. Это прекрасно. Никакой стабильности вообще. Но зато вырабатывается какое-то классное такое умение вот приспосабливаться. Сейчас у нас весь мир такой нестабильный. Ковид, карантин. Вообще пофиг, все нормально. И у меня так всю жизнь происходит последние 10 лет. Поэтому... Вот. Я считаю, что музыка — это прекрасно. Один мой очень хороший друг Вовка Кожекин, который считает вообще, что творчество и различного рода музыкальные фестивали, и... Ну, не только музыкальные, а просто фестивали. Это вообще единственное, что нам останется в ближайшем будущем, когда нейросети вот эти все... Когда на всех профессиях... Короче, когда людей максимально заменят роботы и вот это всё, всякие технологические системы, людям ничего не останется, кроме как выходить на улицу, рисовать, заниматься музыкой. Ну, это, конечно, пока нейросети не заметят и это, да? Дядьки, а вы вот, кстати, во время карантина, вы не находили какие-то методы технологические, чтобы можно было онлайн играть вместе? Ну, вот, где решён вопрос задержки, грубо говоря? Я гуглил эти вопросы, и, по-моему, ничего ещё не придумали, и на нашем веку, скорее всего, не придумают, чтобы можно было играть без задержки. Ну, как-то можно, знаешь, допустим, там, поджемить, да, то есть записать что-то, короче, и типа в реальном времени отправить, чтобы там что-то он ещё наиграл. Вот как-то так можно, а прям репать это... Ну, можно, знаешь, там как-то, знаешь, ребята делали, типа, по-честному записывают один дубль, вот, и отправляют, короче, и каждый тоже по-честному записывает один дубль, получается такая репетиция растянута на неделю. То есть потом они всё сводят это, короче, как будто бы и такая... И сужат репу, такие, ага, понятно, но вот здесь потом это по-другому будет сыграть, ну, то есть тут кто-то ошибся. Вот такая такая вот, допустим, ситуация, а так... У нас была пара чудовищных моментов, когда мы сидели очень много часов, сначала настраивали каким-то образом задержки, чтобы можно было на стриме вдвоём играть. Ну, как бы, чтобы один слушал, вернее, один играл просто для себя, да, и не слышал второго музыканта, а второй музыкант под него... В общем, там сложная система, мы вроде как всё красиво посчитали, но в тот момент, когда ты запускаешь стрим, что-то ломается, и эти задержки становятся совершенно другие, и, в общем, всё разваливается, ничего не получилось, да. Так-то можно замерить время задержки, выбрать темп такой, чтобы задержка была кратно долей какой-нибудь, ну, и типа такой с девочками играть. А, ну да, вот если бы она была стабильной. Я натыкался на какую-то штуку, встраиваемую в Reaper, но я что-то... Руки не дошли её потестить, потому что, в общем, нет... Лата Када. Которая вроде как позиционировалась, что там задержка какая-то, типа, что-то, ну, там 30 миллисекунд. Нинджем, наверное. Вот что-то на основе этого нинджема, вот, и вроде как там, ну, цифра в миллисекундах была такая, что я посчитал и понял, что, ну, такой какой-то не супер ритмичный музон, а вообще, да, кстати, нужно Ambient играть без сильных долей, без нифига. Вот это можно сделать прям онлайн. А Goge. А Goge. А Asil Link? Там вроде внизу целая панель для сетевых подключений каких-то. Я туда не погружался? То, что ты посоветовал в комментариях под видео, когда тебя просили снять видео про то, как ты снимаешь видео и монтируешь. Проблемы были с OBS. Ты скинул кому-то ссылку на видос, и там чувак рассказывал про Asil Link. А, ну, я-то сам это видео не смотрел. Я просто знаю этого чувака, что он вроде как толковый, видел, что у него есть такое видео, а я даже не знаю, что там за Asil Link. Это для винды тема. По-другому немножко там есть лупбэк. Но он опять-таки с задержкой работает. То есть все не так просто. Там вопрос, я вижу в чате, по поводу тьюторства. Это, я так понимаю, что преподавание частное. Здесь присутствующих... Паш, ты занимаешься, да? Серега, я так понимаю, что ты, наверное, вряд ли преподаешь. Серег, а ты? У ученики есть у тебя какие-нибудь? Нет. Красный, Серег, нет? Ну, периодически появляются, но как-то очень ненадолго. Не, нету. На постоянной основе нету. Потому что тебе как-то это не идет? Или есть ли какие-то на этот счет мысли? Ой, это такие тоже очень... Можно сейчас пространные начать обсуждения. Вообще преподавательство, мне кажется, сейчас претерпевает какие-то изменения. То есть если раньше преподаватель был источником знаний, то сейчас, ну, бесполезно соревноваться по количеству знаний, там, не знаю, с гуглом, с ютюбом, все, что ты рассказываешь ученику на живом, ну, на уроке, он может с легкостью найти и в пять раз больше, и в пять раз более сжато и как-то правильно изложено в интернете. Вот, поэтому я просто не понимаю, что нужно делать. То есть мне так кажется, что преподавание, роль преподавателя постепенно вот уходит в сторону просто такого харизматичного чувака, который говорит, ну, который тебя просто вдохновляет. Он может даже ничего не знать по теме, но должен вдохновить. А соревноваться по количеству знаний с ютюбом очень странно. То есть я иногда прихожу ну, вот на те немногочисленные занятия с учениками, которые у меня были или там ко мне кто-то приходит и говорит, вот я смотрел на ютюбе такое-то видео. И я понимаю, что, ну да, ну вот в этом видео есть все, что я могу еще показать. Совершенно верно. И я до сих пор удивляюсь, откуда у меня ученики берутся. Откуда-то они берутся. Ну, то есть я, помимо того, что беру учеников, ну, своих личных, я еще в школе работаю. Вот. Ну, там, понятно, сделана реклама, то есть таргет, короче, настроен на людей. Вот. И они приходят. Ну, многим нравится атмосфера, допустим, да. То есть все такое музыкальное, классное. Это действительно влияет. То есть когда ты не просто, допустим, сидишь где-то в коробке бетонной, да, а когда ты там в классном помещении, везде вокруг такой поролончик, да, красивый, этот висит. И чувак, который красиво играет там перед тобой, говорит, что ты там хочешь так же, типа, ты такой, что да, типа, и все-таки берут абонемент на год, ну, в идеале. Вот. Но с другой стороны, я иногда тоже стараюсь побороть в себе вот эту мысль, типа, что, блин, а зачем я вообще нужен, то есть если есть интернет? Но так можно подумать про любую профессию. То есть по факту можно на ютубе найти уроки абсолютно почему угодно. То есть по факту получается, что никто, что ли, не нужен теперь? Вот. Ну, нет, все-таки нужен. Потому что многие вопросы, которые требуют ответов, они не всегда лежат на проверенности. Многим надо десять раз сказать одно и то же, вот, и только тогда он поймет. И не факт, что вот он посмотрит видос, этот чувак, да, который ко мне пришел, и сразу все поймет. Бывает такое, что ко мне приходит человек, и он говорит, я вот видос посмотрел, и я вообще ничего не понял. А я ему, допустим, то же самое говорю, но своими словами. И он такой, ааа. Ну, то есть вот так примерно работает это. Да-да, если что, я как бы так категорично, наверное, выразился, и в чатике пишу, что не согласны. В общем-то, это просто вот лично из моего опыта. Наверное, поэтому у меня учеников особо и нету. Но при этом я понимаю, что общение с человеком, оно, конечно, ну, как с преподавателем, оно необходимо. И да, есть еще такая тема, как преподаватель это призвание. То есть я не могу про себя сказать, что я прям педагог, да, то есть с большой буквы. Конечно, нет, но просто я как бы показываю людям, как играть надо, и что-то объясняю. И ни в коем случае не ставлю себя там на место какого-то суперпрофессионала именно в плане преподавания. То есть так уж получилось на самом деле. Но есть люди, которые объясняют так, что ты реально все понимаешь. Как-то раз я записывал гитару для одного коллектива, он называется Северга, наш тюменский коллектив, они играют в фолк. Даже не знаю, как правильно это сказать. Эмби, это, наверное, такой фолк. И нужно было записать партию, которая максимально странная была по размерам. То есть там сначала были что-то семь восьмых, потом снова читать. Ну, короче, какая-то странная была партия, и не было возможности мне ее посмотреть, ну, то есть с листа. Вот, и у меня еще опыта такого не было, чтобы прям можно было с листа читать, да и сейчас нету. Вот, и мне он как-то так раз-раз-раз и объяснил, что я прям тут же понял. Ну, то есть это какая-то магия, вот, чтобы все было максимально понятно. Вот, и этому этому надо учиться тоже годами. Магии эти? Да, да. Думаешь, можно этой магии научиться? Или это талант? Магии, ну, ну, есть же Хогвартс. А, ну, да, да. Там учат магии. Ну, и просто при попытке войти на ту платформу можно расшибиться как бы об кирпичную стену. Да можно, конечно. Вот. Не всегда получается, да, научиться тому, что ты хочешь действительно. Вот, даже если ты занимаешься этим, блин, каждый день. Вообще, по поводу, знаешь, вседоступности вот информации, мне тоже так кажется. И даже когда, знаешь, я сажусь там сценарий какого-нибудь видео писать, я думаю, блин, но по большому счету это все есть. Но вот как только я выхожу в сферу, в которую я не шарю, а это, в принципе, все сферы, кроме музыки, несмотря на то, что я, типа, там, в столице, в большой, по габаритам, по крайней мере, страны живу, я понимаю, что это мне ничего не дает. То есть сломался ноутбук, я такой сижу, значит, в городе, где мастеров, ну, с этим связанных, наверное, тысяча, и я вообще не знаю, что делать. Я могу, конечно, найти килотонну видео, кто мне подскажет, где там чушь, где не чушь, никто мне не поможет. Труба там потекла. Я вообще-то-то, ну, у меня есть руки, чтобы нужные предметы приложить там, да, я мог бы сам починить, но я хрезе, я все равно найду два видео, где один мужик делает так, другой так, и поскольку у меня нет никакой базы в этой сфере, я все равно закончусь тем, что, типа, дяденька, приходи, помогай. И так вот вообще в чем угодно, знаешь, если особенно здоровье, да, вот сейчас для всех актуально, все такие сразу, давай там интересоваться, а что настоящие ученые, настоящие врачи, что они там, прививаются, не прививаются. То есть вся эта информация вроде как да, вроде как нет. То есть мне, вот в музыке, грубо говоря, наверное, да, действительно, я могу в каких-то разумных пределах, потому что общая система координат есть, найти любую информацию, если мне прям надо будет. И разберусь там из лидийской хроматической концепции, с какими-то вещами, ну, к счастью, мне они не нужны сейчас никак. А вот как только попадаешь туда, где ты не шаришь, то я бы согласился на какого-нибудь дяденьку, пусть он будет не самый лучший сантехник в мире, но я просто буду знать, что он норм сантехник, и вот пусть теперь он все вопросы будет мои дома мне помогать решать, я всегда могу к нему прийти и сказать, вот, дяденька, эти говорят, что нужно медиатор там при сантехнических работах так погружать, а эти вот так вот. А вот давай я буду чисто за тобой следовать. И у меня вообще, ну, педагогов было много, но всегда по два дня, как так получилось. Или даже вот тот же Рощин, да, который был в видео, я не помню, чтобы он, ну, сейчас уже какой-то информацией, которую он со мной поделился бы, которая вот для меня что-то изменила, но что-то такое вот он мне дал, что у меня всегда с собой какой-то карманный Рощин в голове, и я с ним, то есть он прямо присутствует в моем мире, и таких вот людей, в том числе педагогов или просто людей, которые какой-то давали мне глубокий фидбэк, их много, и вот это в интернете получить почему-то достаточно сложно, да, то есть даже если взять какого-нибудь блогера там западного, которого, ну, раньше я много смотрел, почему-то, вот смотрю-смотрю я, допустим, какого-нибудь Адама Нилли, да, пресловутого, там, получается, что я получал от него информацию, получается, получала, эх, там, не знаю, сколько часов, ну, 10 часов, и почему-то у меня не появляется в голове вот принт, а что бы мне сейчас Адам Нилли сказал, а вот Костя Рощин, с которым, вот, наверное, я часов в 10-то и общался, почему-то он у меня в голове присутствует, и какие-то там продюсеры, с которыми я работал, другие коллеги, живые люди, почему-то, я не знаю, это мозг так устроен, когда я лично с ними контактировал, они потом у меня всегда с собой, я там сижу, тричилу пишу, и я такой в голове, так, где там у меня мой игрушечный Рощин, что скажешь? Ну, все понятно, я с тобой не согласен, ладно, а где вот этот чувак? Я не знаю, что это, и возможно ли это действительно чисто в информационном одностороннем пространстве, может ли говорящая голова, какой-то вот, прости господи, блогер, вот эту штуку заполнить? Я, как всегда достаточно пространный, простите, я домашнее задание не сделал, дяденьки, вот, а можно вам я задам приземленный вопрос? А может быть, и не приземленный, а у вас планы есть вообще на вашу музыкальную жизнь? Какие-то ближние, дальние, мечты, если угодно? Вот вы куда-то идете, или хотели бы иметь эти планы вот на эту тему вообще? У самурая нет пути. Вернее, нет цели, есть путь. Путь. Прости, Сергей. Еще, про конкретную отметку говорить не буду, ну, есть, 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 есть какой-то, есть какой-то внутренний пунктик такой, вот, но чтобы это было планом, а не мечтой, об этом, об этом, об этом нужно не говорить, ну, лучше, лучше, лучше не говорить. А в целом, цель такая, добиться того состояния, когда я могу заниматься тем, чем хочу, и не жалеть о том, что это занимает у меня какое-то количество времени. Ну, то есть, стать профессионалом настолько, чтобы иметь возможность за день работы, условно, освободить себе две недели работы и заниматься творчеством, чем, ну, тем, что будет для меня актуально на тот момент, когда я научусь. Но это, грубо говоря, сводится к тому, сколько ты за этот день можешь заработать, или... Ну, ну, да, 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 то есть, чтобы было какое-то техническое мерило прогресса, вот, то есть, допустим, можно, можно замерять, замерять, допустим, по времени, сколько у тебя уходит на конкретную работу, по себестоимости часа твоего труда, ну, не обязательно в деньгах, просто вот по силам, по своему КПД и по результату. Это что? Это материал для концерта в сельском ДК, и потом, это уже песня, можно посмотреть на радио, а это вот на конкурс можно там отправить куда-нибудь уже, вот, и постепенно такими шагами скорее не идешь куда-то дальше, а просто имеешь возможность оглянуться и посмотреть, ага, тогда я умел делать то-то, то-то, сейчас чуть больше, не знаю, к чему это приведет, но пока движемся правильно, или пока движемся правильно, но слишком медленно, так, где у меня пробелы, там-то, 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 ковыряешься. А какие-то конкретные мысли у тебя есть? Вот, предположим, ты в каком-то обозримом будущем достигаешь состояния, что ты, ну, треть месяца ты работаешь, обеспечиваешь таким образом себе весь оставшийся месяц и задел какой-то дальше, треть месяца ты отдыхаешь, и вот, наконец-таки, я займусь вот этим, вот это, это есть, или потом разберешься? Оно же, оно же меняется каждый раз. Сейчас, сейчас вот делаем мюзикл на студии, ну, как, это не то, что-то, 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 что-то на время, это то, ради чего, в том числе, делалась студия, вот, сейчас, сейчас, сейчас в планах дописать его, найти, найти команду, поставить, реализовать, чтобы делать дальше уже то же самое, но, допустим, более, более глобально. Если это прикольно. Если, ну, велика вероятность, что через 2-3 года скажу, ой, нет, все, все, нафиг, мне это надо. Ну, при любом исходе этот, этот, этот опыт, он будет, он будет крутой. Ну, вот, как-то так. Я боюсь даже в своих планах говорить по поводу музыки. Я не вижу, если честно, конца и края, вот, всему тому, что происходит сейчас. Опять-таки, у меня, мне кажется, сейчас перебор даже с музыкой, и я вот все пытаюсь как-то все это расчистить. Вот. Ну, то есть у меня сейчас вся деятельность моя связана с музыкой, вот, и, ну, половина это работа, половина это, собственно, коллективы музыкальные, в которых я принимаю участие. И самое обидное, что из-за всего этого мне очень-очень мало времени удается выкроить для самого себя, ну, то есть для музыки своей. И вот хотелось бы, чтобы на нее хватало времени, вот, и в идеале, в идеале, чтобы у всех, у всех моих этих коллективов было все суперздорово, вот, и еще, чтобы и мое сольное творчество тоже как-то там витало рядышком. То есть вот такая цель у меня, то есть пока что это дерево вот так вот разрастается, все, а куда оно вырастет, я пока что не знаю. Ну, то есть, да, это какие-то такие, ну, более-менее обозримые вещи, там, произойдут, не произойдут, это о том, что у тебя сейчас есть, чтобы оно стало лучше и хорошо. То есть ты не ставишь себе какие-то, знаешь, там, как умные дядьки лучше, там закинуть цель такую, что ох, я там стою в Мэдисон Сквергарден, ну, ты понял. Какая-то архи-цель, ты зачем-то таким не движешься. Или, или, честно говоря, там есть кое-что. Да, ну, есть такая мечта маленькая, да, допустим, это давно уже у меня в голове есть такая картинка, не знаю, где я ее увидел, вот, это то, что я стою на фестивале, да, и передо мной там тысячи, нещетные тысячи человек, и все поют одну и ту же песню, вот, которая сейчас звучит на сцене, на которой я стою, вот, и ради вот этой вот картинки я, мне кажется, и живу, чтобы вот и однажды ее увидеть вживую. Как-то так, а все остальное, оно как-то вот к этому, может быть, когда-нибудь приду, вот, может быть, нет, не знаю. Понятно. Серег, а ты как-то себя, чего-то рисуешь? У меня очень похоже. С Пашей, да, я только хотел использовать папку дела. Есть такая, есть такой локальный мем у нас среди, среди моих друзей папка дела. Как там папка дела пожелать? Вот она почему-то всегда наполнена, я не знаю, что с этим делать. Там постоянно много, и иногда становится вот больше, и не получается ее как-то расчистить. И, наверное, вот в этом и заключается мое желание, чтобы она там, чтобы всегда там что-то было. Вот. Потому что я люблю что-то новое делать, мне очень нравится. Я вот, например, никогда оркестра не программировал, а вот в конце 2020-го немножко этим позанимался, мне так понравилось, и хочется еще. Вот, когда такие какие-то неожиданные появляются новые как бы вот картинки того же самого занятия музыкой. Ведь музыка, она же бескрайняя. В ней есть и биточки, есть и оркестр, есть и концерты, есть и стримы. И вот мне нравится, когда это все живет, когда вот это синусоида, о которой мы говорили. А, синусоида между я гений и я унылое говно? Или? Нет, 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 нет. А, у нас такая была синусоида. Такая тоже была синусоида. Нет, нет, просто вот когда тебя мотыляет туда-сюда, мне это очень нравится. Сначала меня это как-то выводило из равновесия, когда вот я понял, что, блин, да, занятие музыкой, это вот когда тебя мотыляет. Но потом я к этому привык, и мне даже стало нравиться. Поэтому сейчас я вот хочу, чтобы по большему мотыляло, чтобы было интересно. Какие-нибудь поездки, может быть, когда-нибудь нам откроют границы. Эх. А папка дела, то есть ты хочешь, она у тебя трещит по швам, дел больше, чем возможностей, и вот этот, резюмируя просто, понять тебя правильно, и пусть лучше будет так, чем пустая папка, где все дела сделаны, и ты сидишь, кукуешь, да? да, да. То есть ты прям принимаешь, да, то, что вот, ну, пришел к тому, что и пусть меня мотыляет, класс, хочу, чтобы мотыляло больше. Да, да. То есть для тебя это какая-то арка, которую ты прошел от того, что это тебя смущало, к тому, что теперь тебе это даже, не то, что ты свыкся, а тебе еще и нравится. Да, да, я помню очень хорошо вот эти моменты, когда на каком-нибудь фестивале тебя будет, Серега, пора выступать, и ты такой, блин, ну вы что, с ума сошли, а потом уже как бы вот, да нормально, да надо выступать, но я же музыкант, назвался Груздем, полезай в кузов, вот, а потом как-то уже от этого и кайфуешь. Вех, ты вот сейчас сказал про вставай, да надо выступать, блин, как, как сейчас перед глазами, да, да, мне грустно, мне грустно, очень грустно, да, 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 да писец, вообще капец, у меня у вас есть какие-нибудь, а, извини, Серега, говори, я потом, ну я просто вспомнил, что у меня вот за 2020 год, но обычно у меня концертов, я такой, мы по кабакам иногда играем, иногда и какие-то, ну, типа, собственные концерты, но все равно их накапливается там несколько десятков, наверное, за год, ну уж точно, а в 2020 у меня, по-моему, было два выступления, я просто об этом вспомнил, и это так чудовищно, чудовищно мало, вот. А ты, ну, я видел твой твич, но на тот момент в основном я там видел что-то старое сильно, ты сейчас занимаешься этим как-нибудь или не особо? Нет, к сожалению, сейчас не занимаюсь, у меня была попытка вернуться на твич в прошлом году, но по личным обстоятельствам, которые я бы сейчас, наверное, не очень хотел, они довольно грустные, в общем, я опять вывалился из постоянных стримов, и сейчас пока что нету каких-то внутренних резервов именно на это. То есть, это для тебя энергоемкое что-то? Энергоемкое, бесспорно, три часа пять песни, блин, это довольно, а еще и при этом между песнями плотное общение идет, то есть, даже если сравнивать с концертом, стрим, наверное, после стрима я, майка была более потная, чем после выступления. Да, а с чем ты это связываешь для себя? С тем, что нет живого какого-то энергетического отклика у людей вот прям здесь, или почему? По идее, ты сидишь дома в комфорте, там, на диванчике, там, что-то себе играешь, поешь, ну, в камеру говоришь, почему это сложно? Даже не знаю, надо подумать. Ну, наверное, самый простой ответ это просто по времени дольше, но не только в этом дело. Ну, то есть, концерт, ну, сколько, ну, два отделения, там, да, полтора часа, ну, два часа со всеми туда-сюда сходить, а стрим, это часа три, причем, перерыв, ну, буквально там, я обычно делал минут на пять, там, пойти себе водички налить. Странное дело, но на стримах в какой-то момент я почувствовал вот этот интерактив через чатик, он может быть, через него реально можно получать фидбэк очень хороший, не хуже, чем на концертах. Ну, и, собственно, ты когда начинаешь потеть на концерте, простите за подробности, когда фидбэк начинает приходить, то есть, если ты играешь в зал, который, не знаю, там, гремит вилками и не слушает, то, ну, у меня никакого не происходит от этого катарсиса. А когда ты играешь, я помню, самый, наверное, потный, ну, раз уж я начал с этим сравнение. Нормально, нормально, все так и есть. Концертик, это мы возвращались с Грушинского фестиваля и заехали, прям по дороге позвонили из какого-то детдома с некими сложными детьми, то есть, вот, что-то такое, типа, детский лагерь, в котором постоянно проживает некое количество детей, подростков. Заезжайте, типа, к нам, вы же там едете, мы ехали машиной, там, человек 5-6 музыкантов было, приезжайте, мини-концертик нам сыграйте. Блин, вот это был фидбэк, это просто пиндык. Я еще вышел, я люблю очень петь песни из мультиков, из советских, что-то такое я там зарядил, оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем. Просто такое полетело в обратку. Видно, что у ребят, во-первых, редко подобное происходит, а еще вот этот Smells Like Teen Spirit, да, то, о чем меня просто снесло после одной песни. Я вот три минуты я отпел и чувствую, что я уже весь мокрый, все, выносите. Короче, очень важно вот эту энергию обратно получать. И на стримах в какой-то момент я начал ее реально получать вот просто от текста. Даже когда, я не знаю, там пою песню, читаю в это время, ну, открыв глаза, там успеваю захватывать какие-то фразы. Ну, то есть люди же как-то реагируют на то, что ты делаешь. И вот если ты, как-то когда, когда получается правильно ухватить какие-то вот эти фразы во время исполнения, это очень может, энергообмен происходит в этот момент. Но ты вообще хотел бы в перспективе снова этим заниматься или как-то подохладил к этой теме по итогу? Мне очень нравилось. Мне очень нравилось. наверное, хотел бы, но я понимаю, что, во-первых, это куча времени. Это вот, чтобы это, скажем так, работало, да, в рыночном смысле, да, чтобы это приносило какой-то доход. Ведь все же мы понимаем, да, что если ты кучу времени, чем ты занимаешься, на что-то надо жить. Вот. Нужно это делать прямо на постоянке. И, в общем, ну, в данный момент у меня просто вот на это нет сил. Это превращается в работу в определенный момент. Ну, просто такую рутинную и, может быть, приятную, с одной стороны, да, это как в кабаке играть. Вроде ты же играешь, как бы, да, на гитаре. Все такое. Вот. Ну, не совсем то, конечно, потому что там фидбэк разный в кабаке и на стриме. Вот. Ты на стриме играешь вроде как для людей, которые тебя именно хотят послужить, а в кабаке ты играешь на людей, которым на тебя вообще плевать. Зачастую. О чем я хотел сказать-то? Уже забыл. Кстати, знаете, вот я еще хотел у всех спросить, как, кто относится именно к кабакам, то есть, как средство для для добывания денег. Да, ну же, для пропитания, короче, как бы. Ты уточни, что именно под кабаком ты подразумеваешь? То есть, это игра в кавербендах, это игра в, ну, то есть, возможно, просто сольно, да, как-то что-то вот где-то выступать. Короче, любое выступление не с авторской музыкой, правильно я понимаю? Да, 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 вот, то есть, меня лично, вот, это немножко корежит зачастую. Вот. Тебе приходится этим заниматься? У тебя есть какой-то ощутимый опыт в этом деле? Да, да, в общем-то, я много играл с кавербендом, вот, с нашим Тимянским есть у нас коллектив, я туда раньше, как сессионный гитарист приходил, а теперь уже на постоянной основе. И вроде все здорово, вот, но, то есть, как-то это выгораешь внутри, короче, из-за того, что ты вроде как играешь. Трудно, трудно играть то, что тебе не нравится. Это физически трудно, морально трудно, это огромный труд лично для меня. Возможно, по-другому как-то можно к этому относиться, но мне прям тяжело. я стараюсь, допустим, я один где-то играю, ну, сольно, да, какие-то темы под гитару, то я стараюсь выбирать то, что хотя бы мне более-менее нравится, вот, а если играть что-то вот на трех аккордах, грубо говоря, мне прям физически трудно, вот как вы с этим справляетесь все, если у вас был такой опыт. Ну, у Саши-то у тебя был точно. У меня четыре аккорда. А я, кстати, не знаю. Что ты не знаешь? Может быть, был ли у тебя такой опыт? Тебе нечего рассказать на эту тему? Нет, у меня и много есть, что на эту тему рассказать, но я могу и подождать. Окей, ладно, давай расскажу. Слушай, ну, у меня много на этот счет мыслей и какие-то достаточно много витков я прошел на этом поприще, то есть, как бы так не слишком долго рассказать. То есть, изначально я, когда понял, что музыкой занимаюсь, ну, серьезно, сложно сказать, вдохновенно, скажем так, что хочу прям музыкой, заниматься. У меня были планы совершенно субкультурные, вот там, арт-рок 70-х, там, Yes, King Crimson, Gentle Giant, вот, умной музыкой, значит, спасти мир и людей от бездуховности и глупости. Ну, короче, ладно. В какой-то момент я понял, что ничего не происходит, моя арт-рок группа, не получается у нас ничего, ну, тогда не хватало экспертизы, чтобы понять даже, почему. Ну, в общем, ответ оказался прост, мы просто не умели играть, писали музыку сложную в Guitar Pro. В Guitar Pro она звучала достаточно неплохо. Вот, в общем, как-то я стагнировал и согласился со второго раза с интервалами в год пойти в кавера, ну, в достаточно профессиональную группу, и я решил, что вот все, пацаны, сорян, вы вот все там, выйдите и учитесь на лингвистов, а я сворачиваю, я пойду, значит, продамся дьяволу для того, чтобы стать профессионалом, чтобы потом наша музыка в 15-16-х зазвучала нормально. Вот, и сначала я прям шел как на каторгу, типа, играть попсу Галимую, ретро-FM и бест-FM, и, ну, сначала, какой-то, были разные периоды, я увлекся, собственно, тем, что, конечно, я ощутил разницу, когда ты играешь с пацанами, со своими, и когда ты играешь с людьми, которые играют хорошо, и потом я начал снимать эту музыку, и сквозь отвращение я начал замечать, что музыка-то во многом неплохая, ну, плюс сценический опыт в больших количествах по туристам я начал петь, короче говоря, я почерпнул, ну, килотонну пользы, которой пользуюсь до сих пор, из именно взаимодействия с мейнстримовой популярной музыкой, которую я не любил, свою я продолжал там всегда писать, вот, но, конечно, через несколько лет, когда все виды эйфории прошли основную, как бы основные сливки пользы от работы, ну, типа в профессиональной сфере я получил, то мне начало становиться обрыгнувшим совершенно это все, я помню момент, когда я стою на сцене, на баррикадной есть какая-то ипподром, и там у него есть что-то типа концертного зала, там достаточно много мероприятий, вот очередная свадьба, и вот третий сет, самый пьяный, самый бестолковый, мы с пацанами играем, значит, вывел ракью в нашей вот это, русский фанк, аранжировки, ну, короче, отвратительно это на самом деле все, и какие-то два абсолютно ужратых пенса, дедушка и бабушка, под этот вывел ракью танцуют, не попадая, не знаю, ни во что, и это не имеет значения, и мы такие все уставшие, и вот в этот момент меня прям ударила мысль, что все, короче, хорошо, надо что-то делать со своей жизнью, я не должен больше этим заниматься, вот, и впоследствии я постепенно перекочевал в студию, и с коверами завязал, и открестился от этого, типа, все-все-все, там больше никогда, вот, но потом, как так получилось, что у меня друг мой попросил затеев в кавер-группу просто поработать с ним включальщиком, как тогда называлось, то есть они работали под минуса, и я стоял тоже с гитарой на сцене, надо было минусайте на ноутбуке включать, но я, конечно, играл поверх них, там, все нормально, вот, и постепенно, ну, там они подразвились, и мы начали снова играть живьем, и я как-то был уже повзрослее, и я взглянул немножечко по-другому на это все дело, во-первых, конечно, это был коллектив, в котором мне было комфортнее чисто человечески, то есть это не был какой-то там начальник, который говорит, что делать, здесь я работал как бы на своего дружбана, который адекватный, и я видел смысл следовать его каким-то просьбам, там, даже если они в формате каких-то приказов, и в целом я как-то на тот момент совсем уже ушел от того, что только арт-рок спасает мир, и я словил какую-то штуку, как раз я тогда начал на басу играть, что, ну, «Летящая походка» это песня, которая, ну, капец, хуже только дискотека 80-х итальянская, это вот музыка, которую до сих пор я испытываю просто ненависть, просто не могу не перетанцевал в этой дискотеке 80-х, ну, не суть, играем мы «Летящую походку», и я просто ухожу в бочку малой и себя, Славка очень хороший барабанщик там был, к счастью, и я понял, что мне, в принципе, для того, чтобы ощущать вот эту пульсацию и слушать, как Славка по хэту играет просто, вот, я теку, когда слушаю, как он в хэт стучит, даже в галимом, вот, диско бите, тут просто шикарно, и вот я в этом живу, поближе к нему подхожу, и там летящая походка или что-то такое, к счастью, я не пел, вот, петь, как бы, ну, бог дальше уже уберёг, я надеюсь, что, наверное, мне не придётся больше петь в каверах, но с этим сложнее, потому что тут как-то ты всё-таки, ну, не можешь быть отстранённым чуваком, который просто произносит буквы на ноты, да, то есть, тут всё-таки по-честному надо как-то проживать, а тут я совершенно искренне удовольствия получаю, играя летящую походку, потому что меня качает, мне грувит, а ребята поют там, счастливы, вот, ну, скажем так, это можно сказать, что психика просто моя подстроилась и нашла какие-то риторические пути, да, чтобы воспринять действительность, да, вот как можно сравнить с тем, как Серёга говорил, что его отмотыляние музыкантской жизни сначала корёжило, а потом, а теперь он доволен и даже давайте ещё меня мотыляйте, может быть, просто с психика здорового человека находит смысл в том, что в действительности вокруг него, да, то есть, может ему жить в антиутопии, Орловской, и, наверное, начать в итоге тащиться от этого, чтобы с ума не сойти, не знаю, ну, я вот сейчас играю, ну, совсем попсовую музыку, да, у Иры Дубцовой, и, ну, я её уважаю как артиста в её жанре, да, то есть, у меня поэтому тоже как-то не возникает отвращения к материалу, вот, плюс тут, конечно, другая тема, что в этом формате уже нет ресторанов, где люди жуют, и им пофигу, что ты там играешь, да, то есть, на неё приходят, её слушают, и, соответственно, всем, конечно, пофигу, что я там играю на басу, но я понимаю, что вот прямо здесь это людям прям нужно, то, что я делаю, и вообще себя, в принципе, комфортно ощущаю, но был эпизод в декабре, или, короче, в прошлом году, где-то год назад, один из менеджеров компании Yamaha, он играет свою такую музню, акустика, кахон, такой, ну, гранж лайтовенький на английском, и вот он в кабаке играл, и прислал мне, у него был концерт, он прислал мне несколько песен, я их послушал, у меня была басуха с собой, я с ним, значит, поиграл этот гранж. В общем-то, с точки зрения теории музыки, это ничуть не изысканнее, чем песни Иры Дубцовой, то есть, это те же самые шесть аккордов, ну, с другими ступенями, да, там, сверху, и, и, конечно, я их пожужжал, и я вспомнил, что, не-не-не, играть, как бы, рачешничек-то, это другие эмоции, я бы, в общем, поиграл, опять же, но тут возникает вот та же дилемма, что Сереге со стримами, что я, ну, если меня позовут в какую-то группу хорошую, то я, ну, понимаю, что я не играю на том уровне, чтобы прям, ну, с чистой совестью прям выйти и фигачить, да, то есть, мне придется время посвящать, вот в том, что моя жизнь сейчас уже вроде как папка дела трещит по швам, и теперь мне нужно еще поддерживать себя в исполнительской форме, чтобы играть какой-то серьезный музон, и я, скорее всего, не впишусь, потому что, ну, блин, это клево, это здорово, но, видимо, в какой-то соседней жизни я сильно ушел от вопроса про кабак, ну, в общем, никаких не вижу проблем с кабаком, однако, думаю, что хорошо бы мне и Уэру Дубцовой перестать играть со временем, вот, все-таки, ну, своя музня, ну, своя музня, это, конечно, более сложный вопрос, потому что я бы не сказал, что мне хочется выступать со своей музней много, хотя она мне нравится больше всей музыки на свете, вот, честно, стыдно признаться, но мои песни для меня самые лучшие просто, потому что... Все мы такие, странно было бы, сего наоборот. Ну, я занял много эфир, сорян, но у меня просто привычка, меня нужно дергивать, а вы же интеллигентные все люди, которые не верят в то, что музыкант должен быть подонком, так что... Не, ты просто классно умеешь разговаривать, да, я не смею перебивать. Блин, ну, я к кабакам нормально тоже отношусь, мне кажется, это такой опыт, который вот хорошо бы вообще каждому, кто решил посвятить свою жизнь музыке, хотя бы немножечко стоит, пару раз хотя бы. безусловно, это опыт, безусловно, да, то есть надо хотя бы знать, что это такое. Другое дело, что многие музыканты вот этим и живут постоянно, то есть никакого творчества, да, и только, грубо говоря, вот исполнение чужой музыки, там, я буду такими, можно я скажу, что, допустим, исполнение чужой музыки второсортное, там, да, если уж там прям так вот сказать. Конечно же, не вся она такая, то есть половина там того, что я, допустим, играю в ковербэнде, мне, в принципе, и нравится, тоже заходит. И мне нравится с пацанами играть в ковербэнде, то есть они классные пацаны, и от этого тоже кайф ловишь, то есть от того, что просто пришел, потусовался, вот, еще типа денег получил потом. Это тоже весь свой кайф, но вот именно сам процесс, то есть, да, вот этот вот, когда надо абстрагироваться от того, что песня, это типа, не очень, вот, это вот надо уметь, уметь вот погружаться в бочку и малый, да, это надо уметь, ну, то есть я стараюсь этому тоже научиться, всему же учишься только, когда делаешь это, вот, поэтому чем больше, да, возможно, что людям, которые играют только в кабаках и больше ничем не занимаются, возможно, они просто это тоже научились делать. Вот, потому что я не верю, что музыкант может, допустим, играть только в Ленинград и не хотеть делать что-то прекрасное в свободное время, вот, возможно, я просто всех под одну гребенку вот так вот делаю, да, ну, просто мне кажется, что... к тебе при желании можно придраться сильно, конечно, к поиску какой-то границы, вот, например, вижу в комментарии, оркестры тоже чужую музыку играют, то есть оркестровые музыканты, они же каверщики, и даже лучшие концерты... Ну, уровень-то музыки, да, то есть, мне кажется, несравнимый, да, у оркестра и у кавербэнда, ну, смотря какого, опять-таки, кавербэнда, но если говорить, ну, обобщенно, да, конечно, нет, допустим, быть сессионным музыкантом у какой-нибудь там великой группы, да, ты тоже чужую музыку играешь, но какую, вот. Да ты можешь быть членом великой группы, но не ты эту музыку в ней пишешь, да, и ты, в общем, постоянный сессионник, да, то есть, где... Я член великой группы, послышу. Вот, и это мне, в общем, на самом деле, это меня не страшит, быть членом великой группы, если такое когда-нибудь случится, я буду счастлив, в общем-то. Хотя, возможно, я сейчас так говорю, а потом... А как мы определим, великая ли твоя группа? Количество просмотров. Все верно. Никак иначе. Все верно. Серега Фрафонов, а ты, кстати, с этой темой какой-то контакт имел, вот, во времена ДК хотя бы какие-нибудь? Да, да. Я три года отработал в кабаках, ну, играл, играл и в... На гитаре или на клавишах? В кафе-ресторанах, на гитаре. На гитаре чуть-чуть пел. Вот, работали с напарником, он только поет, я только играю, ну, это все под минусовки. Вот, причем, нельзя назвать, бывает, это, 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 это бэйбэками или какой-то организованной подготовкой. Просто есть песни, которые, ну, часто, часто, часто спрашивают. Ну, взяли, взяли, разучили. и все. Ну, как мы не на конкретные ивенты выезжали, а закрепленные за заведением, люди приходят, платят купюру, ставим песню или играем их. Вот. И спустя три года работы бросил это, потому что надоело, ну, больше, больше нервы. Вот. Ну, как бы, чувствую, чувствую, что вокруг, вокруг пьяные люди, и какая тут музыка, какое тут творчество. Бывали, 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 бывали наоборот. На каждом, на каждом, на каждом, третьем банкете свадьбы, условно, находился какой-нибудь мужичок, которому единственному было не пофиг на соляки, и когда все там что-то, 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 своими делами подходил к нашей точке и и сматывался в гриф, и так. Да, да, да. Это классический чувак, такой должен быть на мероприятии, да. Делал вот так еще. Да, 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 да. По-разному, кто-то, кто-то пытался уличить в том, в том, что, типа, играю под плюс, глядывался в пальцы. Особо отчаянные бывало, хотели проверить это на практике, схватившись за гриф, потом мы отгораживались, отдельная зона дебликантов была. Опыт хороший, классный. Тогда, когда каждый вечер с инструментом, как бы, работа не каждый вечер была, но график такой, что там шесть дней в неделю приходишь, вечер сидишь. Приходят посетители, все, ну вот, начинаешь работать. И хорошая школа в плане того, что делать нечего, у тебя в руках инструмент, все, вот тебе практика, занимайся. Ну и спустя три года бросил, переехал в Москву, вот, ну и за студийной деятельностью не было такой, такой, такой необходимости гитаре, больше, больше сводил. И такого же уровня техники, какой был в кабаке, добился только спустя лет пять. Не сказать, что я там супергитарист, это как бы по тем меркам мне казалось, что да, круто все. Ну вот, из плюсов вот это и умение прокачалось быстро, быстро адаптироваться, когда вокалист запускает свою минусовку и он забыл предупредить мне, что он ее транспонировал, ему высоко было петь. А у меня там аппликатура завязана на открытых стогонах. И мне, а уже все, постоянно выступление нужно придумывать, как выкручиваться. Ну понятно, в итоге ты съехал как бы в студийную деятельность, понятно. А вот если представить вот эти обстоятельства, про которые до этого мы говорили, что ты за один день в месяц там зарабатываешь сколько надо, делаешь там что-то, что нравится, вот в освободившееся время. Ты бы хотел на сцене поиграть что-нибудь? Что-нибудь? Или вообще нет уже к этому, не тянет, нет потребности? Хотел бы, но тут это же желание должно набрать техническую массу, чтобы перебороть нежелание заниматься. Не выдерживайся с тем, что умеешь сейчас, сейчас, в данный момент не занимайся. Как бы сейчас достаточно умеете играть на гитаре до той степени, чтобы в аранжировке казалось, что это все сыграно в один дубль. Ну, условно. Это та же западня, в которой я нахожусь, да. Чем лучше ты научаешься у дубля нарезать и склеивать, тем хуже ты играешь по итогу, да. Да-да-да. И чем хуже ты изучаешь грипп на фанно, тем чаще ты трансмонируешь все в ля-минор до-мажор, и тем хуже прокачивается твой слух. Да. Вот я, к счастью, не нашел пути. А, я хрень какую скатил сказать. Серег, чего там у тебя? Да, честно говоря, тоже хрень. Я просто столько смешных моментов вспомнил из кабаков и... Ну, расскажи, расскажи. Ну, однажды мы убегали из кабака от опасного пассажира, который стрелял нам вслед. Ого! Была такая история. Ну, наверное, он стрелял в воздух, но выстрелы были точно. Это был какой-то причем... Это был кабак, в котором не было, по-моему, никого, кроме этого опасного пассажира. Такой под Швейцарию заделанный, очень дорогой, там очень дорого. Просто было страшно смотреть на цены в меню. В общем, один посетитель мог отбить наш концерт в этом кабаке совершенно спокойно. Так чем вы прогневили-то его? Ну, он просто был пьян, он был весел, он хотел, чтобы мы поехали с ним в баню. Вот. При этом у него было некое ощущение власти от того, что он сын там некого, не знаю, капитана, не знаю, МВД. В общем, я не помню, но я помню, что про него так шептали. Эй, ребята, вы с ним осторожны, это сын того, вот. И, в общем, в какой-то момент мы уже стоим, уже все, оделись там, кофры закрыты, и он, значит, тоже оделся, и с барменом там что-то обсуждает, как он сейчас с нами поедет в баню. И в какой-то момент, когда он отвернулся просто на секунду, Вовка Кожейкин тот же самый, про который я говорил, Серега, бежим. И мы такие в дверь, и побежали. И метров через 30 слышим, куда? Звуки. Это была жесть. Ну и просто, это, конечно, не очень смешная история, но на самом деле вспоминать смешно об этом. Это всегда так. У меня тоже есть парочка историй классных, типа, про эту жну, я же из Тюмени, там уже в комментариях поугарали, что вот, интересно послушать про Тюмень, как его тут живется. Ну так вот. У тебя, Сережа, кстати, на стене висит Бузуки, я вижу. Вот. У тебя хора, да? Конечно. Это единственные Бузуки, по-моему, которые в России можно купить. Ну, ну да. Ну так вот, короче, был год, кажется, 11, и мы, ко мне приехала тоже Бузуки, вот, и мы пошли, значит, с моим товарищем отмечать это дело в пивнушку рядом с домом. Вот. И сидим мы там, короче, радостные такие, все здорово, и заходит компашка такая, которая, и подходит к нам, главное, и стволом вот так вот нас перед лицом, типа, че, пацаны, как дела у вас? Типа, мы такие, да нормально, и там вот женщина за баром такие, а ну пошли от них, типа, уходите, и они такие, мы вас, типа, все равно достанем, мы такие сидим, ну что делать, блин, вот. И в итоге мы вышли из этой бивнушки, короче, сели в ближайшую таксу, и говорим мужику, гони, и он такой, что-то затупил, а куда? Мы такие, да похуй, куда, типа, вот. В итоге эти чуваки нас нагнали и пытались, короче, из тачки достать, там, эти двери вот так вот выламывали, Айдар сидит, ну, товарищ мой, вызывает копов, ну, то есть вообще трэш полный происходит, приезжают копы, там, честно, сколько там минут мы там держим оборону из этой тачки, в общем, держим. Как в хайдячих местах, да? Этими же пацанами потом ехали в Бобики, и они такие нам всю дорогу, да вам все, вам капец, короче, вам, это, вы уже трупы, вот. И потом ничего, их, короче, оправдали, сказали, что, ну, то есть, их как-то отмазали, вот, а мы там всю ночь стели протокол составляли. Ну, это из грустного, из веселого. Мы как-то выступали в Самаре, и последняя песня у нас была, мы играли в Харатсе, то есть, в Харатсе мы играли, но это было не с кавер-группой, это было с группой Гелиад. Мы играем средневековую музыку, и на средневековых инструментах мы исполняли «Люби меня, люби». Вот представьте себе, как это может быть, и обычно всем нравится, все классно, вот. Но в тот момент, там, в общем, маленькое такое помещение было, кто-то пьяный толкнул кого-то другого пьяного, этот пьяный упал нам на сцену, которая была один метр квадратный, примерно, то есть, мы там все вот так стоим, наша артистка его толкает обратно в толпу, тот куда-то падает, начинается драка, типа, вот такая вот куча людей, дерущихся, продвигается куда-то, и все это подлюби меня, люби. Вы не остановились, молодцы. Конечно, нет, конечно, нет, вот, но ты, типа, такой, вот эта вот Самара нам запомнилась вот так, как Самара-городок. Самара. Давайте еще одну веселую, коротенькую историю. Стоим мы как-то играем в каком-то кабаке, не помню в каком, не помню, что там происходило, но я стоял с гитарой, сзади меня сидел барабанщик, была очень маленькая сцена, мы очень плотно стояли друг к другу, барабанщик играл не на установке, а на такой, кстати, по-моему, блин, Ямаха такой, ну, представляете, да, такой резиновая такая штуковина. На этом канале так Ямаху ругать нельзя, слышишь? Ну, нет, я не ругаю, это прекрасная штука, просто, по-моему, он ее называл блин, перкуссионный блин, но не помню, не важно. Короче, она состоит вот из такой штуковины, на которой, значит, некие места, куда стучать, там, рабочий, хэт, и из педали. И вот мы стоим, играем, я, конечно же, я всегда немножечко, вот знаете, вот как вот в этом танце на конкурсе, я чуть-чуть отключаюсь от мира, когда играю, и не понимаю, что вокруг происходит. И тут, в середине песни, я чувствую, что кто-то или что-то тычет в меня в спину. Я поворачиваюсь, а этот барабанщик, он смеется, он очень, как бы, радостный, и такой, показывает мне, пытается, как бы, играя палочками, одной палочкой тыкает в меня и показывает, чтобы я вниз посмотрел, я смотрю вниз, а у него вот эта педаль, по которой он играет, отъезжает от него вперед, очень далеко, и он уже, как бы, не достает по ней, говорит, пожалуйста, подсоби, такой, ну, как бы, показывает там, припри ее ногой. И вот я вторую половину песни припер ногой эту педаль, и мы так смешно доиграли вместе, да, с барабанщиком. Мы как-то работали на корпоративе компании «Зеленый попугай». Знаете, семечки такие. Это самый трэшовый корпорат. Вот, ну, я все время работал в каких-то дорогих достаточно коверах, поэтому достаточно мало было прям совсем трэшовых, но вот это была прям жесть, то есть, там, по-моему, не было изначально вообще никакого сценария ведущего, то есть, просто, видимо, начальство им сняло кабак и ковер-группу. Вот, начало все неплохо. Там вот был такой парень, блин, он даже рядом со мной он казался хлыщом, то есть, я не знаю, он, наверное, килограмм сорок весит, вот, и он как-то, вот, ну, короче, это что-то сайлент-хильное, да, было, когда он танцевал, он под любую песню он танцевал как-то так, он постоянно просил сыграть это от заката до рассвета. И вот он, типа, и когда, мы два раза в итоге, ну, один раз играли, он ее запомнил, потом все просил, просил, и вот он, я прям вижу змею, как вы это делаете? Ну, короче, кончилось все плохо, они ушатались совсем в слюне, весь этот зеленый попугай, когда мы оттуда эвакуировались, там, на этом, на бильярдном столе что-то странное происходило между дамой джентльменом, вот, а на улице, в общем, этот человек-змея, он что-то начал активно от нас хотеть, я потом что-то ушел по телефону говорить, я слышал, что там какая-то бычка, короче, он, что-то ему показалось, что он басист, Максим, вообще душевнейший, круглый человечек, что-то ему сказал, и что-то он от нас отошел, потом, он что-то ему в голове прислышался, конец фразы, ну, знаешь, какая-то белочка, и он вдруг побежал, короче, на Макса, вот, а Макс просто отошел в сторону, поставил руку, тот ударился в его руку и упал, и лежит, короче, на льду, вот, и был момент, когда, ну, мы подозреваем, что он просто совсем маленький, то есть он, можно представить, что он ударился об руку Макса и умер, вот, и, ну, ничего нормального, он дышал, вот, мы ретировались, вот, ну, похоже было, помню, на корпоративе водки «Русский стандарт», вот, в каком-то более дорогом заведении, там, в общем, тетеньки танцующие в этих фонтанах, ну, хз, это, как-то раз у нас была драка под богемную рапсодию, вот, на свадьбе, да, в общем, «Скоромуж, скоромуж», я прям представляю, очень люблю. Но с богемной рапсодией, на самом деле, все самое смешное было, учитывая то, как оно у нас получалось, вот эта средняя часть, акапельная, ну, полуакапельная, там такие иногда аккорды выходили, вот, в принципе, у нас из-за того, что менялся состав, все время разные партии приходилось петь, вот эту, «О-о-о-о-о», ты поешь то первую, то третью, и катастрофичная история, вот, но это то, в чем смешно участвовать, нежели смешно рассказывать, вот. Так, а сколько мы уже с вами обнародуемся? 2018? 20 часов. Вот, у вас у кого-нибудь были какие-то ожидания, представления, о которых мы не коснулись? Что хотелось бы сказать-то вообще? Там, вот это вот, «Бабушка? Алло?» Нет такого? Сейчас, 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 сейчас в голове такая, это, сейчас, сейчас, секунду, секунду, нет, у меня что-то село, надо выглядеть. Я очень хотел, единственное, что сделать, я очень хотел сделать вот так. Давай, давай, давай. Я с тобой на ты, ты со мной на я, середина моя, позолоченная. Вершин хроник. Ну все, полностью не буду делать. Нам больше нужен танец, твой танец. Я все, думаю, кавер на тебя сделать, короче. Вот, ты риверком, я смогу, пользуешься на сайленте, да? Да-да-да-да-да, простите. Что-то там такое было у тебя, помню. Ох, чего там только не было. Я больше всего горжусь. Знаешь, чем? Там вот этот момент, песни моей ударная, от ударов твоих волна. И между этим моментом, у меня такой слайд на гитаре, в левом канале идет сверху вниз, а в правом канале сверху вниз. А-а-а, да-да-да-да. Короче, наоборот. Есть такое, ага. Я сделал это тоже, как бы вот, как-то немножко бессознательно, но получилось так клево, что я подумал, да, надо все время так делать. Слушай, а я его не заметил, ты представляешь? Я не заметил, должен сознаться. А он так и работает, так и работает такая штука. Ну, это, видимо, в нем был какой-то 25-й кадр, да? Сейчас, я хочу его... Погоди, погоди. Что нужно вбить-то? Хочу, я даже... Хочу в СТ. Ну-ка, ну-ка. Это в куплете, да? Пой. Я с тобой на «ты», ты со мной на «я», середина моя позолоченная. Сейчас, куплет, куплет, да? Сейчас. Снимай ударная, от ударов твоих... А, вот и про это. Я начал представлять себе слайд, слайд, который вот этим делают. бутылочным горлышком, да. Как у вас впечатление, кстати, давайте уже напоследок можно... Ну, ладно, давай про конкурс. Конечно, давайте. Как вообще? Вы с каким выводом остались или какой-то мыслью, какой-то эмоцией после этого всего? Я очень порадовался. Мне все понравилось. Не знаю, просто радость. Радость. Классно, классно. Я понимал, что первое место навряд ли я займу и, собственно, туда особо не стремился. Но мне хотелось, чтобы этот мой танец, да, был как-то увиден. И он был увиден. Мне кажется, все, что я хотел сказать, я все сказал своей работой. Нет, все успешно. Меня до сих пор проклинают иногда, что ты не победил. Так что все работает. Ну, были какие-то негативные эмоции в процессе, наверное? Среди всей вот этой катавасии. Ты же послеживал, я так, ну, помню, за этими терками в комментариях вот эта вся история. Мне единственное, ну, я писал о том, что мне казалось, что первое и второе место займу я, ну, второе там или первое, и как же зовут? Зюбенко. Зюбенко, да. Мне показалось, что у него настолько теплая и классная работа, что вот обязательно мы с ним будем победителями и будем делить приз на двоих. Вот. Но почему-то он вообще не попал в финал. И мне было от этого как-то грустно. Мне показалось, что у него очень такая самобытная работа. Мне, ну, это моё субъективное, но мне нравится в музыке чувствовать создателя этой музыки. То есть были такие работы, когда вот они настолько холодные и выверенные, что ли, что сквозь эту выверенность я не могу пожать руку композитору или аранжировщику. Я понимаю, что ты говоришь, да. Вот. У Зибенко была прям вот такая рука такая «Здорово! Вот он я!» И мне так хотелось, да, чтобы в общем, он был хотя бы в финале, но почему-то вот не дошёл в финале. А так нет. Ну, я немножко общался в комментариях, никакой, по-моему, не было особо негатива никакого. Ну, там люди, был момент, что кто-то написал, что не голосует за работы с гитарами. В общем, довольно странно. Ну, с гитарами там было непонятное условие. Ну, да, тебе так не досталось, как Паше, потому что у Паши это был свой звукач. Понимаешь? О, да. О, да. Звукач Михалёва этот вот. Да, капец. Не, ну, звук, звук, это, конечно, важно, но до звука есть тоже очень много важного. Вот это вся. Ну, безусловно, безусловно. Безусловно. Только у звукач просто помог мне, чтобы, знаешь, запотевшее стекло вот так протереть, чтобы можно было рассмотреть как бы улицу. Вот. Если бы не было звукача, то стекло было бы грязное у меня. Типа. Серёга Фарафонов победил, потому что у него тоже звукач есть. Да. В зеркале, там у него есть звукач. Очень удобно, когда ездит звукач в зеркале. И профессионалов вообще нельзя допускать к этим конкурсам. И вообще у вас у всех есть наушники, куда вы лезете. И торренты у вас есть. Люди хотели нормально творчеством заняться. Пришли, значит, взрослые дядьки-профессионалы и растолкали школоту. Ну, ну, ещё и играючи. Ещё играючи. Один плюнул всем в лицо чёрным экраном без видео вообще, другой плюнул в лицо танцем своим, третий плюнул в лицо тем, что у него видеограф там свой есть, который ему красивую машинку сделал. Ну, короче, вот вы. Обижается, обижается. Я ставил на рендер до конца срока. То есть уже было тупо не до видео. Хотел сделать скринкаст экрана, но тогда ещё не знал ни про ОБС, ни про все эти технологии. Всё, как есть, так есть. А нам, кстати, в итоге технически возможен твой разбор твоей работы? Конечно. Он в процессе, он будет. Все, кто ждут, знаете, он будет. Просто разные обстоятельства вмешиваются. Что-то технически откладывает, что-то из-за идей, которая появляется. Это трудно, да. Ну, в общем, мы ждём. Мы ждём. Я свой разбор не делаю, пока ты не сделаешь. Серёг, я тоже хочу сделать разбор. О, когда? Когда? пацаны, все всё разберём. Давайте. Папка дела пополнилась. Папка дела. Ты, кстати, как... Делай папки, срочные дела. Я после всех переписок так и не понял, как ты относишься к идее, чтобы я слегка перепел, и мы с тобой это делаем? Или... А, да, отлично. А, это вопрос... Слушай, я у Сергея Фёдорова спрашивал, а у тебя есть мысль о том, как лучше было бы перепеть то, что у тебя? Ну, вот если бы ты, грубо говоря, продюсировал. Сейчас, сейчас, сейчас я к тебе, Серёг Фарафонов, обращаюсь. Так, мысли, мысли нет пока. Вот как, как, как почувствуешь? Ну, здесь, если уж делать, делать заново, то делать уже, может, может, метр. у меня была цель не разломать то, что ты, то, что ты задумал изначально. А, сейчас, погоди, короче, мы говорим вообще про разные вещи. Я говорил с Серёгой Фёдоровым про эту, как эта песня-то называется? Ну, мелодрам-машина, да. Вот. А с Серёгой Фарафоновым мы говорим о том, что я вам сейчас, кстати, включу. Он мне тут это, сделал сюрприз. Ой, я, кажется, светанул своим рабочим столом. Я не знаю, как это прекратить делать сейчас. Но мы ничего не видим. Но вы-то не видите, а человечество видит. Где же этот файл? Вот он, кажется. Ща, вот этот, смотрите. Да. Ты намекала, но слишком тонко, чего-то что-то за душой держала, ни разу даже жало не показала, и вдруг убежала. Но кто же ёлку нарядит теперь мне? Кто нарисует мне сердечко в пене? Кто будет пахнуть духами вкусно? И с кем потянул свой английский гуси? Где ты? 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 В общем, да, Серёга сжалился надо мной, что я аранжировщик без аранжировок. Сделал мне нормально, чтобы гитарки жужжали. Надо будет это дело тоже перепеть. Вот, короче, в общем, это можно на самом деле... Я вот не знаю, Паш, что ты думаешь, в твою мелодрам-машину есть смысл чуть пободрее спеть? Или нет? Мне кажется, там всё и так звучит ок. Ты привыкаешь ко всему, что звучит. О, да, я привык. В моей, кстати, тоже кажется, что всё ок. Ну, давай ты мне дай шанс, тут тебе решать, но я бы попробовал чуть-чуть посветлее просто, чуть полегче спеть, потому что я там как бы это, ну, как мне кажется. Но тут вы же продюсеры этих произведений. И Серёге Фарафонову кидим на сведение. Отличная история. Не-не, сводит здесь только Звукач Михалёва всё. А, знаешь, Саш, вот о чём можно перепеть, я думаю, вот пре-бридж, там, где я с тобой на... То, что ты замедлил или ускорил, что там... Ускорил, получается. Ну, то, что вот ближе к бриджу, получается. Ну, да-да-да, то, что ты вначале повторил. Вот это бы перепеть, потому что там, ну, бэки такие, короче, стюненные с этого же дубля, вот, и вообще, ну, то есть, вот, туда бы. Вообще, блин, если бы вы знали, какая тяжкая штука, вот когда я записывал этот вокал, и когда ты думаешь, блин, а как петь, чтобы это зазвучало, ну, худо-бедно зазвучало и тех, кто там на дисторшинах жужжит, и у тех, кто будет там на фортепиано агогику разливать. И капец, ты, ну, куча было дублей, именно не потому, что это тяжело спеть, а потому, что ты не понимаешь. А начинаешь петь как-то типа никак, и получается, собственно, никак, и думаешь, ну, блин, а как же хейтеры? Они же скажут, что ты бездушный. Ну, короче, блин, не проводите конкурс. Вот, на самом деле... Ладно, не будем. Потом я понял под конец, ну, если бы я знал, конечно, сколько, насколько это разрастется история, я бы спел бы несколько раз и сделал бы вокалы. Ну, какой-нибудь прям совсем нежный, вот такой средний и прям пободрее, там, с расщепчиками, со всеми делами, чтобы люди могли себе сами выбирать. Ну, это уже в следующей, видимо, жизни. У меня бы даже был сценарий, я готовил видео, типа, для тех, кто перехватит у меня эстафету и будет делать похожие конкурсы. Вот, я накидал примерный план этого сценария и понял, что этот сценарий называется «Почему вам не надо делать конкурс?» То есть, там, перечисление всех мест, где можно облажаться и где будут сложные места, это просто оно бесконечное. Я понял, что, не, лучше пусть как получится. После этого видео никто делать конкурсы точно не станет. Да. Но ты-то не будешь больше конкурсов делать или будешь? Не, все. Вот в таком формате нет. Нет, я думаю, может быть, что-то лайтовое, без каких-то призов, без инфы вот этой всей истории. Ну, где гарантированно будет меньше народу и где не будет вот этой заявки, что тут все... То есть, конкурс в режиме, что так, ребята, делаем вот это, и что мне понравится, тому там пятера. Все. И будут, соответственно, участвовать там в этом 40 человек и это, ну, и что-то маленькое там, типа... Вот у меня сегодня выродилась мысль, я услышал в Инстаграм и листал, я недавно зашел в поиск Инстаграма, и он же предлагает тебе то, что ты смотришь, да, и понял, что у меня там одни тёлки. Вот, и я такой, так-так-так, хорош. Я, значит, их везде протыкал, не интересует, не интересует, не интересует, и начал кликать на гитаристов, на гитаристов. Вот, и на следующий день я захожу в поиск Инстаграма, у меня прям как у музыканта там всё. И я, на самом деле, подписался на кучу прикольных чуваков, и один одно соло нащупал, и прямо оно меня так вдохновило, и я хочу сделать, ну, типа, конкурс, не конкурс, не знаю, движ на, типа, соло-диалог. То есть взять фрагментик, там, знаю, так-то в 16, может, 32, и сыграть такое скудное соло с длинными паузами. И, типа, конкурс на ответочку. Ну, то есть, чтобы вторые фразы или параллельные фразы какие-то, и, может быть, там, на гитаре, на чём угодно, на дудке. Вот такая у меня мысль родилась, но, наверное, лучше не надо этого делать. Да, участников всё равно будет дохренище. Чем проще конкурс, тем более. Нет, так дело не в количестве участников, а в том, что, когда заявлено, что всё будет офигеть серьёзно, будет офигеть объективно, и всё, как это, чего-то такого ожидают, и кто же получит приз, то ты становишься в этом, ну, в заперти. Потому что просто послушать, да хоть 400, хоть 500 песен, это-то несложно. Сложно их переслушивать раз за разом, и что-то там искать какую-то суть, там, на что-то такое. Вот это сложно. Сколько суммарно у тебя ушло времени? Можешь примерно средняя рефлексика вывести по часам, которые ушли тупо на то, что ты вот сидишь, слушаешь и вдумчиво анализируешь? Блин, это так долго длилось, что я даже приблизительно не могу сказать. Сколько отслушивания, где-то месяц было, да, получается? Ну, не знаю, минимум я часа... Ну, нет, были дни какие-то, когда я не слушал вообще, а были дни, когда я слушал часов по 12, ну, в совокупности. Фиг знает, там, понимаешь, ещё из-за того, что видео параллельные, и какие-то вот эти мысли... Много времени уходит на то, что ты это перевариваешь как-то. Потому что, ну, когда я пытался просто слушать, ты ловишься на мысли, да, что прошла песня, а ты её не заметил. Ты ушёл в свои мысли, ну, потому что этот текст просто выключает твой мозг. Вот, поэтому нужно вовлекаться, нужно какие-то заставлять себя эмоции испытывать. Сидишь, подбираешь там какие-то эти аккорды. То есть, по идее, это не так много времени, но учитывая то, что нужно, ну, внимание своё держать, это что-то... Это катастрофическое количество времени. Ну, короче, я уже теперь рад, что это было. Вот, я, типа, там не умер и стал сильнее. Вот, ну, хз, это какое-то странное утопическое мероприятие. Не так надо конкурсы проводить. Это должно быть что-то, ну, более реальное. Ну, в общем... Не было необходимости вслушиваться в текст, понять, как он обыграл. Что, хоть текст-текст один тот же, потому что у меня проблема, когда анализирую какой-то материал. Ну, вот, ну, допустим, человек хочет сделать аранжировку. И я в процессе ознакомления просто понимаю, что я не знаю, про что песня. Мне нужно два-три раза переслушать, потому что невольно мозг цепляется за какие-то идеи сразу. Вот тут, именно по парке, по музыке, по гармонии. А ты не просишь заказчиков там, типа, ну, вот расскажи, о чём песня, вот это что такое, какие-то такие вещи? Литературно не просишь помощи у них? Если появляются идеи... Я как бы сам со стихами очень глух в этом плане. То есть, как музыканту это даже больше помогает. Если я заставляю себя послушать сделанную на какую-то стадию работу ушами простого слушателя, мне приходится переключаться, не шаривающего в музыке. А со своим просто... Я просто не шариваю в тексте, я представляю, что вот я обычный чувак, который вот воспринимает материал такой, как его сделали. Ну, и я имею в виду про поэзию, про высокий смысл. Ну, вот сердцем немножко другая история была, появилась и появилась альтернативная картинка, альтернативный сюжет, история. Ну, об этом в разборе видео будет. Ого-го-го. Ну, в комментариях просили, я так понял, честно, не только, куда ты кликал мышкой, какой вешал плагин, а писали про муки творчества, как приходили идеи вообще, спрашивали в личку потом, ребят. Вот, решил разбор сделать более комплексно, что ли. Вот так что все будет. Вот меня на это не хватило, кстати, потому что там вот рассказывать о каждом принятом решении, я сам не понимаю зачастую, как я принял такое или иное решение, потому что это могло быть просто каким-то спонтанным таким вот щелчком в голове или просто это. Ну, я просто не знаю, как это все объяснить, поэтому мне кажется, это очень трудная работа, Сергей. Респект. Я, кстати, прости, еще все еще не записал тот видос, который ты меня просил. А я записал. Молодец. У меня просто телефон почему-то тупит и говорит, что у меня есть место, хотя у меня там... Че, что за мутки какие-то, а че я меня не позволю? Вот так вот. Это потом. Это потом. Есть отдельный круг информированных людей. До некоторого времени я предпочитал бы, чтобы только этот круг остался информированным. Понятно, заговор, значит, да? Ну, вы давайте. Да, да. По перевороту, подтверждению власти. Нет, на самом деле, по мотивации идей, то, что в итоге получилось, относительно целостное. По многим некоторым... Некоторые говорят вообще, что все равно осталась отдельная, или прочно, отдельная орхестровка. Это же не все было результатом того, что я сел такой, да, я вот чувствую, что оно вот прям вот так будет в месту. Дело как делается, потом уже, когда смотришь так со стороны, а в принципе, да, подходит. Я уже не могу быть уверен, по какой причине я ставил что-то на каком-то внутреннем импульсе, и он по совпадению оказался хорош, или это вот так работает чутье, но со стороны может показаться, что работа очень детально проработанная, а мне просто привезло. Вот тыква на кнопочке, оно как-то так сложилось. Знаешь, я тоже замечаю в последние, ну, наверное, годы, можно сказать, все больше нарастает вот эта штука, что я, когда что-то пишу или аранжирую, и постфактум, я уже не могу разделить, на самом деле сказать, что вот здесь меня идея осенила, а здесь я вычислил. То есть как будто бы чем дольше этим занимаешься, тем больше вот эти там, пусть это будут два полушария, да, срастаются в какой-то один процесс, и я одновременно, и, да, обращаясь к красному Сереге, да, с подсознанием имею дело, и одновременно идут вычисления, которые, ну, просто автоматом уже мой мозг делает, я что-то рассчитываю, что-то замечаю, какие-то там по теории моменты, и мне в каком-то смысле пофигу на это. Просто я это регистрирую, да, каким-то задним умом, и в конце, ну, по итогу сложно сказать, где я вычислил холоднокровно, а где меня осенило, оно все какое-то одно, очень любопытная штука, и мне просто пипец как нравится это ощущать. То есть у меня какое-то из-за этого снова, оно бы не сказать, что тухло, но прямо сейчас расцветает желание опять что-то делать, потому что хочется испытывать вот это странное единение полушарий, да, когда два яичка соединяются в одно архи-яичко. Ну, ладно. Паша, к доске. Спасибо, а я хотел наоборот спросить, спросить, хотел совета. Вот, допустим, делаете вы аранжировку, да, ребята, и я всегда почему-то отвлекаюсь на какие-то отдельные моменты и хочу проработать какой-то маленький один такт, вот. Вот, и забываю о том, что там еще целая песня вообще-то впереди, а я вот сдерживаюсь на этом потом такте и хочу сделать его идеальным. Как бы получше-то это сделать? Может быть, всю песню сначала сделать, а потом уже отвлекаться на эти маленькие такты? Или все-таки вот что сердце требует сейчас сделать, то и делать? Ну, не то чтобы как надо сделать, а что, как у вас происходит, короче, это все. Я стараюсь сразу собрать полностью все по форме от начала до конца, а потом уже всякие приколы винтить внутри. Ну, я очень много тоже, как это, съел собак, собаку съел. Давай про собак не надо тут при мне. Хорошо, ладно. На проектах-долгостроях, которые долго строились вот из-за этих мелочей, из-за того, что вот песня еще не собрана, то есть еще непонятно, чем закончится дело, да, вот она где-то до середины собрана, и ты сидишь и прорабатываешь какие-то мелочи. Если бы оно было собрано вот от интро до аутро, то, ну, я так считаю, то проблем бы с долгостройами не было. Поэтому я сейчас работаю так. Я сначала собираю от начала до конца полностью, а потом уже всякие мелочи. Тем более, что этих мелочей, честно говоря, в итоге оказывается не так много для того, чтобы все заработало. Но, в общем-то, когда вот у тебя есть картинка песни, ну, форма так называемая, в общем, оказывается, что не очень-то много надо крутить по мелочи. Потому что песни уже, кажется, закончены, когда форма есть, и кажется, что, в принципе, и так норм, и лучший враг хорошего. Может быть, да, да. Ну, вот ты говоришь, мелочи меньше работают. Но ведь если бы их не было, то вдруг бы работало меньше. Это потому что эти мелочи часто недооценены. То, что нравятся работы, которые слушаешь, вроде три инструмента звучат, и все полноценно. И думаешь, как он так сделал, продюсер? Слушаешься, а там хэтик своим отдельно подложен. Здесь синкопа тихо. То есть без фокусировки на каких-то конкретных элементах эти элементы не заметны. Это как ревер считается, что его должно быть столько, что его заметны, когда ты его убираешь. То же самое с мелочами, с фишками. То есть если делать на них ставку и ими пытаться вытащить, конечно, да, без основы не получится. Но я что-то так влез, ты куда-то ввел другую мысль, извини. Не-не, все правильно, все правильно. То есть, в принципе, разговор о мелочах в аранжировке, давайте так скажем. То есть на каком этапе они прорабатываются вот у вас лично, у всех? Я сперва могу, ну, без разницы в каком порядке делать. Главное мне сначала представить, что должно получиться в итоге. Не в плане саунда конкретного, а что-то такое общее. Мне, возможно, даже сложно это будет заковать в какие-то термины. Какие критерии важны, ну, именно в финале. Наверное, темп, характер, настроение, сюжетная развязка. И по ходу раз в несколько минут или несколько часов оцениваю, то та стадия, на которой я сейчас укладывается в рамки идеи. Если да, продолжаю. Если нет, взвешиваю, менять ли то, что уже сделал, или подогнать идею. Ну, вдруг будет прикольно, но не то, что хотел. Такое тоже бывает. И это, конечно, моя беда частая. Закапываюсь на мелочах, ковыряюсь над парой тактов, и уже проходят какие-то творческие силы. А у тебя очень вкусненький есть такт, но один. В моменты, когда получалось именно так вот заставить себя сделать песню по форме все до конца, а потом уже ее насыщать, это более рабочий способ. Но появляется опасность, что мне по ходу работы будет казаться, что уже тут все есть, уже все не надо, ничего не надо. Вот, 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 я тоже, да. И в итоге песня относительно проигрывает, ну, относительно той, какой она могла бы быть, если бы хватило сил и подробно работать. Это КПД сохранить на всю песню. Вот это дилемма, я считаю, такая достаточно. Ну, Александра, а ты можешь что-нибудь сказать, пожалуйста? Я же такой, типа, ведущий стал. Спасибо, спасибо. Ну, я же тебя к доске вызвал, а ты взял и начал с нее руководить. Да. Слушай, ну, у меня, конечно, свои эти ассоциации возникают с тем, что ты описывал. Я тоже, конечно, ковырятель. Ой, я люблю перфекционистически там вылизывать один такт. И это мне всегда, с одной стороны, мешало. Особенно, когда это для меня было все-таки в большей степени профессии, потому что ты из-за этого работаешь медленно. И я во многом и научился на этом попыщик, когда было уже поздно, когда я начал видео монтировать на YouTube. Потому что я попал в среду какую-то, ну, новую для себя, где, в принципе, точно такие же законы красоты, формы и драматургии работают. И у меня появилась возможность это как-то перепережить без своих музыканских задротств. И в целом я, конечно, вижу больше, наверное, какой-то пользы в том, чтобы иметь полную картину, быстренько сделать, ну, быстренько-небыстренько, сделать общую форму, а потом заниматься, типа, украшениями. Но чисто за собой я заметил, что... Как бы это сформулировать? Самое главное для меня в работе, чтобы я продолжал работать. И это тонкая хрень, как себя заставить это делать. И иногда для этого мне нужно взять вступление. То есть я, как правило, очень много времени трачу на вступление к аранжировкам. Иногда, когда аранжировки еще нет, я даже не знаю, какая она будет. Но я уже делаю так вот, чтобы начало, когда я play, я нажимаю, а я буду play нажимать много раз, пока я работаю, чтобы вот эта штука прям нравилась мне пипец. И, возможно, оно стоит того, чтобы повылизывать прям. И какие-то вот места там перед припевчиком посреди куплетик, какие-то штуки, я, в принципе, позволяю себе вот так развлекаться. Окей, посиди полчаса, позаморачивайся над этим райзером, или автоматизируй какую-то хренотень, просто чтобы кайфовать. Но когда я ловлю себя на том, что я ушел в задрота, который уже занимается микромастерингом, аранжировки которой еще нет, тогда я стараюсь себе по рукам бить, потому что вот это уже... Блин, короче говоря, по ощущениям, когда ты работаешь над тем, над чем надо, есть какой-то, блин, вдох-выдох, огонек, хочется еще, еще хочу, еще хочу. Это может быть в работе, когда ты берешь там гитару и от начала до конца играешь всю песню, уже даже просто в аккомпанементе обрисовывая оранж. Да, вот, например, оранж, который Серега Фарафонов сделал на Вераю, на мою, он в принципе исходит из гитарной партии, да, то есть я примерно его играю на одной гитаре, вот, и поэтому мне нравится это делать. И вот независимо от того, ковыряюсь я над мелочью или над большой макрокартиной, если вот пруха идет, значит, я чем-то нужным занялся. А иногда я ловлю себя на том, что я уже просто, ну там, что-то полирую, либо у меня нет идеи, как песню развивать глобально. А я такой, нет, мне умные дяди сказали, что сначала макро, потом микро, потом все мы будем некро, да. То есть как-то в итоге, ну, для меня вообще, чем больше я живу, тем больше я понимаю, что главное в этой жизни научиться пользоваться вот этим парнем, ну, мне этим парнем. То есть как эта штука работает-то, блин, как ее заставить функционировать, чтобы она хотела что-то делать. Она так много всего может, вот как, чтобы она с дивана встала там или перестала быть на вот этом витке синусоида, где я пунылое говно, да. То есть, ну, мне кажется, что тебе вот, ну, я из своей колокольни, мне кажется, тебе бы помогло вот за этим следить. Когда ты понимаешь, что ты заковырялся и зря, ну, нахрен. А вот если ты ковыряешься, и тебе прям нравится, уу, ты сейчас, нет, не 2% подниму, а 2,5%, и ты прям вот, ну, радуешься, да, и нажимаешь на плыв, вот оно, совершенно другое звучание, 2,5%, я же говорил там, Юлечка, да, я, извини, я забыл, как жену зовут? Настя зовут. Настя, да, Настенька, смотри, совсем другая песня, да, вот, мне кажется, это хороший показатель. Вот, я опять свое вот это задвинул, ну, профессия такая, простите. Клево, круто, круто, спасибо, я услышал, много хороших советов. Да, 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 очень интересно и здраво, да. Я вспомнил, мне однажды дали совет, чтобы не заморачиваться, ну, он был про сведение, но в целом, вот, про эти мелкие фишечки тоже может пригодиться. Вот, если ты закопался, знаете, вот, я не знаю, как у вас, но у меня очень много версий проектов, очень много версий о трендерингах, значит, обычно в папочке лежит, и вот, когда ты закопался, и когда ты, вот, не понимаешь, что происходит уже, вот, достаточно послушать последнюю версию и какую-нибудь из первых, и понять, что разница там настолько неощутимая, и что в целом все хорошо уже. Да, самое грустное, когда ты слушаешь какую-то из первых и понимаешь, что было лучше. Да! Когда, тот момент, когда ты ставишь, ставишь друзьям проект, ну, это, ну, это мем, мем, потому что, и они говорят, что чуть-чуть подсвести, и будет, и будет классно все, а ты уже все, все отмастерил. У меня так с сердцем было, когда в процессе-процессе не все успел реализовать, но осталось в виде, в папке дела. В папке дела. Новый термин, Серега. Кажется, заразил нас папкой дела. Вот, и думаю, потом, когда буду досводить, учту, а стал досводить, стал делать, и понял, что оно все не так уж и работает, как я представляю себе в голове, и, то есть, от этих правок, ну, как, да, оно исправляется, а конкретно звук начинает делать то, чего я от него ожидал в голове, но ценой больших потерь в других местах. Это вообще коварная хрень, конечно, вот эти улучшения в печальный момент. Серега там папку дела достал, походу. Блин, а я думал, это, ну, как бы в компе папка. Да, это в компе папка. Это аналоговая папка. Это аналоговая, да. Я решил попетросянить немножко. Эх, а я тут, ну, ну, ладно, все равно смешно было. На самом деле, удобно иметь такую папку действительно настоящую. Ну, то есть, короче, грубо говоря, это называется ежедневник. Типа, да, твои дела на день. Вот. По-моему, успешные люди так и делают. В общем, руками записывают. Я ненавижу успешных людей. Типа, прописал, прописал, да, 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 ну, ну, ты понял. Типа, если бы написал эту штуку, то она там повлияет на тебя и на все твое окружение. Это работает в эту сторону? То есть, чтобы быть успешным, надо записывать или просто... Да-да-да, типа, надо писать и ты, короче, каждый день, типа, будешь помнить о том, к чему ты стремишься. Ну, короче, мечту свою пишешь, да. Да не, просто берешь вот такую папку огромную и пишешь там на каждой строчке по пять раз «Я богат, я богат, я знаменит». Вот это. И притягиваешь. Не, я вот завязал, я точно помню момент, когда я просто закрыл для себя тему этих успешных методик жизни, когда я читал там статью какого-то мужика, который там, ну, что-то, миллионер в 20 лет, ну, что-то такое. И там в начале было, что утром, значит, я чищу зубы, стоя на одной ноге. Ну, в общем, он, типа, каждую секунду своей жизни якобы расходует не просто эффективно, а втройне эффективно. Просто вот никогда у него не бездействуют ни руки, ни ноги. Все время чем-то полезным. И я просто, просто закрылся. И ты в жопу тебе. Это... Я никогда таким не буду и мне вообще нормально. Я, кстати, открыл для себя этот секрет этого, как пробуждаться. Когда мне тяжело вставать, когда там, типа, два часа поспала, да, я залезаю в комменты, нахожу что-нибудь хейтерское, и у меня сразу, ну, в интернете кто-то не прав, вот это вот чувство, и сразу спать не хочется. Вот. Сразу прям я очень бодр. Ну, либо если какой-то вопрос интересный, который у меня вызывает какую-то искру эмоции, и процесс запускает, все, как только мозг начинает фурычить, все, спать не хочу. Пока дети не скажут, папа, давай салочки, вот это вот все. Это можно сделать, сделать прикольный, прикольный стартап. Написать код для будильника, который голосом Алисы будет тебе по утрам вместо будильника, если понимаешь, что важное дело, надо полевому проснуться, читать-читать хейтеров. Вот смотрите, у нас есть человек, который в чате уже прям со злым смайликом. Расскажите аранжировочные приемы. Что, жалко, что ли? Вот скажите мне, дяденьки. Спасывайте, про какие, как бы, аранжировочные приемы, ну, их же много, и 90% из них вы знаете. Ну, в смысле, все они одинаковые на всех курсах Ютуба, на всех теории музыки у пацанских. Если есть конкретный запрос, как вот вы сделали то-то, это можно, а так, техник на... Да, вот это главная беда, вот это вот, как делать, типа, трек клево. Да, как скачать мастеринг. Скачать мастеринг. В общем, Федя Лосевский, ты не обижайся на нас, но просто так не получается это. Ну да, это очень сложно, то есть я даже не могу вспомнить, какая фишка у меня была, ну, то есть вся песня, получается, как одна большая фишка, вот, ну, как-то вот так вот. Надо, чтобы в песне все хорошо развивалось, а не плохо. Звучало надо, чтобы все хорошо, а не плохо. Надо, чтобы было событие, вот, в самый раз, чтобы, ну, интересно, но не слишком сложно. Вот. Низких частот надо, чтобы было, вот, в самый раз, но не слишком много. С высокими, прям, точно такой акси, и с серединой, кстати, точно так же. Вот, ставишь трек кому-нибудь, и он слушает, ему нравится. Что-что? Надо, ну, ставишь трек кому-нибудь, он слушает, и вот ему нравится этот трек. Если нравится, значит, все правильно сделал, да. Ну, я сам, я сам, когда прикидывал, чему, чему, чему я научился у, у, у остальных, какие фишки, фишки техники, ну, переслушиваю финалистов, я понимал, что нету чего-то такого, что я вот, взял бы, взял бы на вооружение, предварительно раскусив, как это сделано. То есть, в самой аранжировке уже в готовой работе есть ответ на том, как, ну, что, что, что нужно сделать. Если вопрос технический, как, 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 как нарулить фирменный звук, да, тут, тут может быть, может быть не очевидно. В принципе, вся аранжировка, она же в решениях, и они заметны уже в итоге. Ну, да, да, они на виду уже, как бы их можно услышать, в общем-то. 8 бит или summer time, там бы... Да-да-да-да-да. Понимаете, о чём я? Ага. Ну, вот, видимо, это для... Ну, я вспоминаю свои мытарства, там, с ремонтом ноутбука или с сантехникой. Когда ты шаришь, да, ты можешь послушать аранжировку даже, ну, в стиле, который тебе непонятен, со звуками, которые ты не знаешь, откуда берутся, но всё равно тебе всё понятно, почему она работает так, как она работает, потому что, ну, плюс-минус законы универсальны, а вот, ну, когда для тебя вот это, это просто... человек слышит музыку, как вот поток чего-то происходящего, ошарашивающего. Я уже не помню, конечно, как это происходит. Кого это? Да-да-да-да-да. Я помню, вот этот вот мой магнитофон, где ты включаешь лимбиски, ты... Оно! А потом нажимаешь кнопку 3D-бас и вообще огонь становится... На музыкальном центре, да? Да-да-да-да-да. Да-да-да. Если брать что-то, что-то предметное, что может пригодиться на практике по саунд-дизайну, можем сейчас... Ну, могу один трюк, который я хотел в разборе разобрать, ну, и потратить. Саша, у тебя сейчас есть доступ к риперу? Доступ к риперу есть, да? Можем пару минут уделить тому, что я буду говорить, что делать, а ты будешь делать. Ничего себе! Надо посмотреть. Давай, а сейчас... А в пустом проекте или что делать, что открыть? В пустом, в пустом. В пустом проекте ты мне прямо сейчас скажешь, как фермищу сделать? Нет, нет, не фермищу, как трюк, который можно... сам по себе он будет... Он мало ценностей имеет, как приемки, которые можно потом где-нибудь вражу заставить. Он у меня в сердце, этот звук есть, переискнув. Вот перед первым куплетом, такой слайд, возьми любой перкуссионный звук, короткий, абсолютно любой, желательно с каким-нибудь средним. Сейчас фокус будет. Так, погоди. Блин, Zoom отказывается... А, Zoom хочет... Покажет вам мой экран, только если я его закончу. Так. в принципе, тема интереснее. Так, ты даже не глядя, короче, мне скажешь. Так, я сейчас просто пока открывал программу, я тупил. Что нужно делать, значит, вот у меня пустой проект Рипера. А что вбивать в консоли, типа, неуязвимость там, невидимость вот это? Нет, берешь, берешь, любой, любой сэмпл, закидываешь, из чего он состоит, неважно, но можно, можно, можно хоть, хоть шум, хоть, хоть перкуссионный удар какой-нибудь. Ага. Сейчас. давай мышь, где бы мне взять-то что-нибудь такое? Любой том, сэмпл тома, допустим. Я брал, я брал из бонга, по-моему. Ну, это, ну, это значение не имеет вообще. Сейчас. А, ты, 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 экран не можешь показать, да? Да, экран я показать не могу, потому что для этого нужно зум перекрасить. Хорошо, хорошо, тем, я, я смотрю на стриме, все ок. Да. Оу, пойдет такой том? Я, я, я что-то не вижу. А, все, все, вижу, ура, показывает. Я, я его не слышу, но думаю, пойдет. А почему ты его не слышишь? Ладно, сейчас я его запишу. Так, нам нужен один, да? Один, один, да. Это, это, это чисто, чисто материал, с которым будем работать. Тон, его высота не имеет значения. Отлично, давай мы возьмем. Его. Блин, такие приятные ощущения. Класс. Да что ты не работаешь-то? А, вот. Так, значит, он, мне нужно в аудио его выпустить, да? Не обязательно. Главное, вешать на него после этого обработку. Окей, вешаю на него, что вешать? Лазер какой-нибудь. Повесил. Вот. Желательно, чтобы можно было точное количество герц, герц задавать. Можно точно задавать. Ну, берем любую, допустим, давай, 220 возьмем. И очень тонкой, очень тонкой полосой задираю его вверх. 220 очень тонкой полосой. А, наоборот, очень тонкой. Прям максимально тонкой? Максимально тонкой, чтобы прям появилась нота. Ага. Хотя, ну, это, это уже, это уже, это уже на слух. О, да, он у тебя прям вообще тоненький. Ну, давай я как-нибудь полегче чуть-чуть сделаю. Угу. Угу. И автоматизируй чистоту полосы, чтобы, чтобы можно было выше-ниже делать. Сейчас, секунду. Так, только нужно вернуть это теперь на 220, да? Сейчас. 220, да. И чего, как автоматизировать? Так, чтобы в момент начала удара было 220, а спустя там четверть, 110, допустим. 110. Четверть у нас здесь. Так, есть. Может, 8, может, половина, 8, это походу будет. И, а, может, может, сделать ее плавной, нелинейной, а генсиональной. Вот так или вот так? У-U-U-U-U-U. Нет, второй вариант, да? А? Нет, вот не так, как сейчас, наоборот. Я просто не знаю, ты с какой задержкой смотришь? А, Вот, горб вверх, чтобы. А, горб вверх. Окей, горб вверх. Да, тут уделка, Ладно. И вешаем на это поверх дисторшн. Сюда дисторшн, да? Прям дисторшн, дисторшн, да? И получаем синий экран смерти. Очень качественно. Так, какой-то у меня тут дисторшн. Я им никогда не пользовался, но повесил. Ладно. Можно послушать, что пока звучит? Пока ничего не звучит. Нужно драйва, видимо, больше. Сейчас. А, наверное, нам нужно сделать fold. Так, отчет. А, ну-то я, потому что идиот, я вешаю это все на миди-канал. Простите, друзья. Сейчас я все исправлю. Сейчас все исправлю. О, хорошо. Хорошо. Ты слышишь что-то, да? Да, но пока удар. Нужно поднять частоту настолько, чтобы дисторшн снимала как основную гармонику. И как бы, чтобы звук стал из шумового тональным. Так, давай мы до дисторшн на это послушаем. А, до дисторшн на это, возможно, не так. Погоди, я что-то не пойму, что я куда повесил. А, тут у меня куча сатураторов. Простите. Нам нужно больше. Слушай, у этого эквалайзера только 9 децибел в плюс. В этом, видимо, проблема. Фабфильтр какой-нибудь, допустим. Не, фабфильтра у меня нет. Сейчас у меня есть какой-то такой. Давай мы на нем сделаем. Я им никогда не пользовался. Так точно. Конкретные цифры герц не имеют значения. Главное потом просто скопировать гармоники на октаву, на две выше и тупо скопировать туда же. О, вот. Здесь можно прибавить 30 децибел. Это уже веселее. Так, сейчас. Нужно повторить этот. Только вот сюда это нужно попасть. До дисторшна. Автоматизировать частоту. Все сложно, да? Это не частота. Это частота, но она... Так, это что сейчас? Ну, 111 пойдет? Что-что? 111 пойдет, да? Да. Так, а почему тишина? У меня почему-то тишина звучит. Да, вот примерно такой должен получиться в итоге. Какой? Как ты сказал. Ага. Может, я просто себя запишу так сейчас? Почему тишина-то? У меня где-то что-то отвалилось, что ли? А, используйте... Шутил про синий экран. Так, клик у меня есть. А! Мозга у меня нет. Клик у меня есть, мозга нет. Сейчас. Я удалил просто сам сэмплер. Ну, ничего страшного, со мной такое бывает, друзья. Мы все в нетерпении уже, если что. Ну, ладно. Задрал планку, теперь все, если окажется... Во! Снова появился звук, это успех. Так, у нас... Мне нравится. Можно... Можно более... Более смело... Дисторшина навесить. Дисторшина пободрее навесить, да? Так, а здесь у нас драйва больше, значит, нам нужно, видимо, хардклип, да? Это какой-то... А, байес. Похоже? Пока пропало, не слышно ничего. Во! Во! Наверное, да, пока еще средняя стадия. Нужно теперь такие же гармоники сделать на октаву выше. Может быть, на две октавы. Может быть, на октаву и квинту. А, то есть, на эквалайзере снова автоматизировать еще другую полосу, да? Да. Соотношение расстояния, гармоник, тут можно самому. Главное, чтобы они желательно были или кратны друг другу, или кратны двум-трем. Вот. Главное, чтобы они синхронно были заавтоматизированы. Ой, я не могу почему-то поднять. Что происходит? В моментах говорят, что пишем трек для Моргенштерна. Не знаю, почему. Я не могу. Кстати, если взять саунд треков Моргенштерна, сам-то по себе он безлик и не виноват, и не ну, как не хороший, не плох. Звук какой есть. Контекст же решает. И звуком Моргенштерна можно сделать что-то около баховское. Я что-то в шоке. У меня это добротность не... Она не хочет. А если дважды кликнуть на циферки и вбить клавишу? Нет, не хочет. Ладно, давай тогда я вторую полосу сделаю другим эквалайзером. А, ты можешь прям тупо скопировать эквалайзер, а его автоматизацию сдвинуть, сместить. Точно. Точно. Гениально. Сейчас мы... Только я столько прибавил, что её теперь не видно, ты представляешь? Ага. Я не могу схватить эту полосу. Возьми другой полосой и... Они строили свою башню всё выше и выше. О, ладно. У этого работает, по крайней мере. Только я не могу удалить то. Видишь, такое... Пацаны, я не умею пользоваться, короче, рипером вообще. Сейчас. Может быть, здесь всё заработает. А это сложно. Когда тобой управляют, у тебя как бы какая-то часть мозга отключается. Нет, реально. Вот что это такое? Почему он возвращается обратно? Прекрати. Нет, нет. Я тебя победю. А если его тянуть вправо? Я так часто обжигаюсь на крутилках. Непонятно, как вокруг центра они или по вертикали. Нет, вот на соседнем эквалайзере это работает. Что за бред? Там, потому что, наверное, автоматизация прикреплена, нет? Да, по идее... К треку доскопировано. По идее, нет. Сейчас мы какой-нибудь другой эквалайзер повесим, более послушный. то я тут уже, короче, устроил. У кого есть хирургичные такие полосы здесь? Короче, давай на нове сделаю. Пофигу. У нее же есть узкие полосы, совсем узкие, да? 12. 12. Это достаточно узко. Так, нам надо 440. Обрать автогейн. Автоматизнуть. с 440 до... Здесь теперь до 220, правильно? Да. И в такое же, такого направления, правильно? Так, и тоже до дисторшн. Ага, только нужно больше, наверное, гейна. Ага, и еще раз, да? И еще одну полосу. Надо слушать. Может быть, может быть, достаточно самую первую поднять на 2-ка выше. Чтобы было 34880. Давай я нарисую тогда 880 еще. Плагослышно. Ну, не сказать, что много еще всего меняется. Может быть, дисторшн виловатый? А, да, если в цепь повесить, повесить несколько дисторшн, мы суммировались. Да, давай просто скопируем. О, хорошо. Так. Суть фишки в том, чтобы дисторшн выдавил все остальные гармоники и оставил только вот эти основные. А если срезать все, что слева и справа? Это, наверное, будет не так для него работать, да? Можно срезать, но тогда в том месте, где эквавайзер проходит по этим местам, ему нечего будет вытягивать. Так, ты слышишь, что получается? С большой задержкой. Сейчас. Да, получается не то, что я планировал. В моем представлении дисторшн должен быть более жесткий, а может быть сам звук сделать покороче. Репер... Покажите этот момент в аранжировке непосредственно. Репер не выдержал этого. А можно пустить сердце, вариант. А ты меня не демонтизируешь за это? Я подумаю. Демонтизирует это слово демон. так, как там оно называется-то? Конкурс мы сделаем. Так, в каком месте это? Перед первым куплетом. И первым куплетом не снимай ударная Вот эта штуковина, да? Да, да, да. Это сделано таким способом. И дальше по куплету еще в качестве пергуссионного инструмента фили. Вот, выпустить дальше. Не снимай ударная от ударов твоих волнах Водоворотных падая Слышу со дна Вот этот у-у-у-у Да? Да, да. Прикол. я думаю, что у меня был слишком том с большим количеством рума и всей вот этой истории. Нужно было сэмпл почище брать. Ну, мне там сэмпл очень-очень короткий был. Чисто дисторшен не знаю почему, но они его растянули так на пару секунд. Вы там что-то про Моргенштейна говорили, пока меня не было? Пока мой мозг был порабощен. Слушайте, знаете что? Я просто совсем ничего не слышал про этого Моргенштейна. Точнее, про него я слышал много, что это ужасно, что это катастрофа, что мы все умрем из-за того, что это популярно. И недавно я что-то в Spotify послушал куски треков, треков там десяти, наверное. И, честно говоря, по-моему, это охуительно. Ну, понятно, что я это не буду слушать, но как бы, ну, понятно, что это трэш сам по себе, но мне очень понравилось, как это сделано. Именно в... Отписка, отписка, отписка. Да, именно в контексте того, в рамках того, чем это является, какого-то массового хренотения, не знаю, мне очень понравились какие-то идеи по продакшену и по вот этому вот низменному сонгрейтингу, не знаю, по-моему, это очень хорошо, ну, очень хорошее плохо. Вот, то есть... Как явление это хорошо, я считаю, то есть... Ну, явление, может быть... Ну, в смысле, что... Не то, что это... Как сказать-то, блин? Ну, это типа творчество, в котором демонстративно нет творчества, как бы, типа того. Вот. И этим, наверное, он и берет вот такая фишка у него. Ну, я, наверное, маловато слушал, но, короче говоря, я жал на play, я думал, что я сейчас услышу что-то абсолютное, что-то, в чем нет ничего. А там, может быть, на контрасте этого мне понравилось, да, потому что я готовился вообще к днищу. А там как раз-таки есть чего. Как бы... Ну, вот, учитывая, если представить, что ты находишься вот в этом мире, где все вот так, то в рамках него, мне кажется, там есть все, что должно быть в музоне. Форма, такое, так сказать, содержание, ритмика, ну, гармония. Понятно, что там достаточно скудно, и вот этот, сама вот эта вот дрищ манера. Не знаю, короче, мне показалось, мне стало совершенно понятно, почему это популярно, и не такой вывод, что все просто тупые и слушают говно. Мы все умрем, и где же Pink Floyd? То есть, ну, я, конечно, с большей вероятностью Pink Floyd буду слушать, но что-то как-то... Короче, я как-то не согласился с интеллигенцией, что это прям плохо-плохо и ничто. Вы уж простите меня. Вот. Ну, а я, честно говоря, вот если... Такое же редко со мной бывает, но... Если мне надо будет, типа, посидеть музыку, послушать, то я с большим любопытством полезу, послушаю пару треков Моргенштерна, чем очередной перелитый из пустого в порожнее рок, где я услышу те же самые квинты в тех же самых последовательностях с текстами про вот это вот... Ну, либо про тинейджерскую тоску, либо про кровавые реки пламенных огней. Ну, вот это... Ну, фиг знает. Я, может быть, совсем уже деформировался. Вот. Но что-то мне кажется, что в этом направлении хоть какая-то жизнь есть, что ли. Вот. Вы уж простите меня. Отписка... Накажите меня над отпиской, да. Ну, короче, хрен знает. Мне показалось, что это живое творчество вполне себе. Ну, и есть определенная ирония в том, что ты... Люди прутся с песней, где над людьми же надругаются. Why not? Ну, это не только Моргенштерн делал, в общем-то. На друге лоса, над людьми. В принципе, какой-нибудь Тиль Лендеман тоже о пороках человека. Ну, вот видишь, Назым вот в чате пишет, что наоборот, что Моргенштерн плох не музыка, а как явление. А я думаю, что такие явления это следствие. Моргенштерн сам не творит среду, в которой он процветает. Ну, это, конечно, вечный разговор спроса или предложения, но однозначно я бы не обвинял спрос в предложении или предложение в спросе. Оно как-то таким образом развивается, и, честно говоря, это как, знаете, это древняя молитва, там, дай мне, господи, ну, сил сделать то, что я могу, и как там было-то. Ну, в общем, понять то, что ты знал. Явится в исполнении кого-то другого, потому что среда как бы созрела для такого музона и для такого, ну, так сказать, искусства. Поэтому здесь, мне кажется, самое последнее дело это просто ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ой, как плохо-плохо-плохо-плохо-плохо. Ой, как плохо. А вот раньше было хорошо-хорошо-хорошо. Ну, хрен знает. Предложите тупой молодёжи что-нибудь вот настолько же съедобное, но только чтобы оно несло возвышенные ценности там, и что нужно как его, маму любить и через дорогу в бабушку переводить. Ну да ладно. Мне кажется, во все времена были такие Моргенштерны, которые потом ну оказались неплохими такими чуваками, ну, в плане музыки. Я помню, что это как-то у Нили тоже было и была советская статья про Битлз в момент их только появления, про то, насколько это ужасно. Группа Жуки. Да, насколько это ужасная вообще музыка. Насколько низменные продвигаются там ценности и насколько это хуже, чем нормальный джаз, который короче, нормальная музыка. Понятно, что вряд ли Моргенштерна ждет судьба Битлз, но в целом когда я себя ловлю на том, что у меня брюзга какая-то просыпается, что раньше было лучше, а теперь вот какое говно в музыке происходит, я себя сразу это типа ау! Вечно взрослых слышат дети, что измельчало все на свете, люди дожди и все, что не возьмешь. Ну да ладно. Да просто все новое, ну вот, мне кажется, так часто происходит в музыке, особенно новый жанр появился, он отрицает все, что было до него. Моргенштерн отрицает гармонию, задолбали ваши квартоквинтовые круги, вот у нас бочка, вот у нас бас, больше нам ничего не надо. Это означает, что цикл в какой-то момент закончится, все задолбаются слушать Моргенштерна и скажут, блин. Все такие, о, смотрите, АМДМ, ЖЦ, между прочим. И потом раз, раз, раз. Да. Смотри, по той логике это такой вот протест, такое обновление сферы, что вот все слушают так, а мы вот наперекор пойдем иначе. Мне кажется, это естественным образом, эволюционным просто, все жанры во все стороны движутся равномерно. И то, что подхватывается народом, то оказывается более популярным. Может быть, по той же причине, по которым понравилось народу, по той же причине не было гармонии. Но вряд ли это был осмысленный план. А мы возьмем, мы это вот облегчим нагрузку на мозг, просто, 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 чтобы была нота. Человеки просто делали бит на одной ноте, их вштыривало. Они не вздумывались, почему их вштыривает. Абсолютно точно. Все на бессознательном уровне. Я рассказывал пару раз на каких-то стримах штуку. Мне рассказывал ее Андрей Гризли, попсовый один артист. И он на какой-то солянке съемочной, телевизионной, пересекся с какими-то дуэтом, каким-то вот таких, то ли кальянных рэперов. Я на тот момент не знал имен, поэтому не запомнил. Ну, короче, какие-то популярные у молодняка чуваки, которые делают какие-то, ну, с точки зрения искусства, типа одноклеточный музон. И он спросил их, как они его делают. И они рассказали, что они вообще не умеют аранжировать. Ничего они в продакшн не шарят. Они нанимают чувака, который просто знает, где какой синт лежит, как кнопки нажимать. И просто сидят рядом с ним, как обычные потребители, потому что они же профне деформированы. И они ему говорят, а сделай нам вот, ну, типа бочечку, да? Во-во, вот это, оставляй. Там, какой-то момент, когда он хочет сделать вполне себе само собой разумеющиеся какие-то вещи, которые должны быть. Они говорят, не-не-не, вот это говно не надо. У нас уже, типа, все нормально. То есть, и таким образом они типа попадают в вкусы народа, потому что они есть народ. Они ни хрена не умеют, они просто руководят чуваком и говорят ему, в какой момент да, в какой момент нет. Мне кажется, это, блин, охрененная штука. Очень пафосно прозвучало. Типа, они есть народ. Утром мажу бутерброд, сразу мысли, как народ. Пацаны, там донатов понаприходило, мы их распилим потом. Там, мне кажется, штукарек набрался. Ничтяк. Нормально. Если бы было больше историй, или давайте в следующий раз собираемся и делаем пороги. Как только пять косарей накапывает, кто-то рассказывает историю из кабака, ну что-то такое. А до этого молчим. Низи. Если бы так все время было, я бы уже миллионером был. Вот-вот-вот, да. Это нужно заранее планировать или вот сейчас можно так, допустим? Не-нет, надо заранее публику подогреть. Либо, не, знаешь, можно, короче, так, кто-то за бабки рассказывает истории, кто-то там анекдоты, а кто-то продакшн-фишки, допустим, да? Типа, скриншин. Типа, вот, набралось пять косарей, ну давай показываем там, как дисторшеном сделать поющий том. Вот эту вот штуку. Я, кстати, все чаще себя ловлю на том, что когда я не могу сделать нужный звук, его нужно спеть похоже, а потом, ну там что-то подхимичить, потому что, блин, синтезаторы так сложно. Не говорим. Это только первые несколько лет. Да, только первые. Я, это, да, нет, на самом деле я дико люблю синтетическую всю эту байду, но как-то из-за того, что жизнь не заставила научиться. Остались навыки на таком базовом уровне. Я в какой-то момент дошел до того, что я могу открыть в синте какой-то пресет, который похож на то, что мне надо, и там методом чего-то, примерно зная слова, дорулить его до чего-то нужного. Вот, а вообще, мне кажется, если бы меня кто-то заставил освоить синтез пободрее, то я вообще бы другие оранжи начал пилить, потому что мне эти гитары просто, просто вот тут уже эти гитары при всей к ним любви Есть такое. У нас с Шоумаровым было просто раньше еще когда, до того, как даже в попсе вместо гитарного соло появился рэп, и вот мы друг другу ставим, кто какой оранж делает, и когда после второго припева началось гитарное соло, такое типа, ну что, Олеж, ничего не смог придумать, что-то хуй знает, решил тему на электрухе сыграть. То есть, гитарное соло как от безысходности. Хотя, ну ничего не, хотя это тоже, ну, чисто, совершенно локально про-деформированную историю, ничего же плохого нет в гитарном соло, но у нас, типа, в нашем кругу, если ты делаешь гитарное соло после второго припева, значит, у тебя не было идей, вот, значит, ты торопился. Или модуляцию в конце сделан на припеве, да? Ой, модуляция — это геморрой. Не, если у тебя все на синтах, модуляция нормальна. Сейчас уже гитарки транспонируются получше, а тогда модуляция — это все чесы переигрывать, а они там квадрупл-треком сыграны. Не, не, не. Ну, я имею в виду не техническую сторону, а именно вот как форма, да, что в конце вот припевки обязательно потом еще на полтонечку выше. Сейчас, мне кажется, что-то модуляции особо не делают в попсе, насколько я... Или я не дослушиваю до них. Не знаю. По-моему, сам припевку... Поэтому и не делай, потому что это уже устаревшая такая тема. Ну да, модуляция звучит как что-то олдскульное. Я всегда это воспринимаю как типа вот я не знал, что сделать, и вот еще один припевок, он звучит как будто бы по-новому, хотя то же самое, и делать в итоге ничего не надо. Мы в церкви гимна играли, там, ну, сидит любительская команда, там нет возможности что-то сделать аранжировкой, а куплетов по пять штук, и вот ты каждый куплет на полтона выше. Хотя бы на эту секунду у тебя есть какой-то прилив, типа да, да, стало лучше. Что-то новое, да, да, да. Вопрос такой ко всем бывает у вас, что вот какие-то предрассудки по типу того, что модуляция — это когда больше ничего не придумал. Какие-то такие установки заранее делают какое-то решение неиспользуемым. И то есть вы избегаете модуляции не потому, что это моветон, наоборот, вернее, не потому, что она здесь неуместна, потому что это моветон, и типа подумаешь, что ничего не придумал, и даже не тратишь в итоге мозги на то, чтобы продумать, как лучше решение сделать. Ну, мне кажется, да, наверное, сложно от этого полностью абстрагироваться. Я помню, что в 2018 году, когда был первый конкурс, я делал свою песню, ну, по итогу, я впервые в жизни воспользовался субдоминантой в миноре, ну, после тоники. То есть вот после ми минора сыграть ля минор, я сделал это впервые в жизни, и я прям почувствовал, что, кажется, я готов. Кажется, я готов. И когда эта идея мне в голову пришла, то есть раньше она всегда отметалась без какого-то презрения, просто, ну, просто априори я знал, что я так сделать не могу. Ну, не могу я после... Стоять себя на вот это. Пусть этим занимаются там кто... Ну, после ми минора до мажор, ну, еще может быть, ну, ля минор мне вообще никак. И вот я, когда это сделал, я почувствовал такое освобождение. Спасибо. С тех пор иногда пользуюсь, вот. Нет, модуляции, конечно, вот пишут, да, офигенная тема, безусловно. Но когда это сделано, как бы, вкусно, вот. Если это сделано, вот, я вот что, не могу принять, наверное, и не смогу, это модуляция в конце песни, в конце вот припев, и еще один припев, и на полтону выше. Вот это прям... Лет через 15 примешь. Вырастешь, поймешь. И вот, ну, возвращаясь к вопросу, вот, допустим, если после интро модуляцию сразу же на тон сделать вверх, это прикольно, вот, или там, ну, как у Scorpions, да, например, Send Me an Angel, песня, там же все время на тон выше, на тон выше, а потом раз и обратно, а потом опять на тон выше. Кстати, вот это возвращение обратно, мне кажется, звучит как вынужденная какая-то мера, ну, потому что... Да, ну, понятное дело, вот модуляция вверх очень клево, припев прям, ууу, вот такой вот классный. Да, да, в том-то и дело, да, вот, вот если бы там не было, допустим, третьего припева, нам уже было женщину взять на третий куплет, чтобы она спела просто еще выше. Да, да, а потом ребенка, вот. Ой, отдельный пришел донат Сереге Федорову на две чашки чая. Давайте мы, мы, его тоже поделим, потом как-то некрасиво как-то, да, давайте. Да, вы, дяденьки, это, вы, если утомились, вы не стесняйтесь, потому что я-то закаленный, вот, я недавно патронский стрим шесть часов вел, вот, и даже, и даже пережил. Ну, там, конечно, когда это типа узкий круг, ощущения другие, то есть, и нет вот этого напряжения, что нужно постоянно-постоянно какую-то движуху там, как бы сидишь, душевно в носу ковыряешь. Не знаю, вот ты, Серега, ощущал на стримах, в зависимости от того, сколько людей, какую-то разную степень напряжения и уютности? Да, да, но у меня были такие стримы, на которые приходили одни и те же люди, собственно, они были всегда уютные, то есть, там была небольшая динамика там по увеличению количества зрителей, но в сумме все равно некий костяк, приходили одни и те же люди, и это было всегда довольно уютно, и на Твиче там есть своя тема с этими с рейдами, то есть, иногда к тебе может завалиться неожиданно там какая-нибудь большая шобла, там, 500 человек от другого стримера, и вот такие моменты были, ну, как-то сразу нарушалось все, в общем, была странная история, связанная с тем, что в маленькой компании было сидеть уютнее, чем когда там неожиданно куча народа пришла, вот. Да-да-да, кстати, я согласен, я тут тоже недавно парочку стримов попробовал провести, это интересный опыт, вот, я только ВКонтакте это, правда, делал, потому что я слишком тупой, чтобы это сделать на разные площадки, вот, но тем не менее, все равно, вот, когда под конец стрима оставалось там 10-15 человек, вот, сидишь уже как бы типа в таком маленьком, уютном кругу людей и играешь уже песни, которые точно нравятся, ну, типа всем, вот, и прям телом всем ощущаешь, что всем кайфово, ну, это классно, да, вот, это, хотя казалось бы, играть до 10 человек, да, вот на концерте я попробовал поиграть для 10 человек и отдаваться на полную, это трудно, вот, на стриме по-другому все, мы помню, как-то приехали в Тверь, кажется, выступать, да, вот, опять же, с Гелиадом, приехали в Тверь, это был единственный город, где у нас пришло 11 человек, что ли, или 12, вот, и было максимально тяжело, прям, нам надо было танцевать всю дорогу и так далее, а бывает, бывает такое, что приходят там 15 человек и они отрываются так, что, как будто там толпа целая, тоже от народа зависит и от ситуации, вот, но, как правило, на концерте играть с маленьким количеством человек труднее, чем стрим с маленьким количеством человек, ну, эмоционально, мне вот так. Серега Фарафонов, у меня, кстати, вопрос был к тебе, интересно, ты тут больше всех занят продакшеном на заказ, насколько, я-то сейчас достаточно долго уже вне этой сферы, раньше была такая проблема, ну, когда ты работаешь с заказчиком, у которого нет к тебе какого-то большого доверия, там, у вас опыт общения, там, и он, грубо говоря, готов принять, что бы ты ни сделал и знает, что ты не халтурщик, а вот какие-то новые люди, которые сами не особо в теме разбираются, и была такая штука, что правки будут, типа, капризы будут в любом случае, и самое худшее, это если ты сделаешь уже действительно все хорошо и завершено, и начнутся капризы, и тебе придется что-то портить, ну, то есть тебе придется добавлять то, чего не надо, и была, к сожалению, реально рабочая схема, что ты отдаешь человеку демку, в которой есть очевидные бреши какие-то, вот, чтобы даже он понял, он говорит, там, айпэда нет, айпэда реально нет, или там, я не знаю, вот здесь баса нет, ну, то есть, чтобы он ощутил себя чуваком, который, типа, шарит, он тебе делает эти замечания, ты их выполняешь, хотя это было и тебе самому понятно, и все, и все счастливы, он ощутил, что не дал себя обмануть, да, и аналогичная проблема была с минимализмом, то есть, человек платит, ну, какие-то ощутимые деньги за аранжировку, а ты ему берешь и сделал из четырех инструментов, ну, клево прям играет, а он слушает и думает, что-то как-то небогато, я, типа, сорокет плачу, типа, по десять тысяч за инструмент, что ли, что-то какая-то хрень, да, и поэтому надо еще там и скрипок, и пэдов, и шейкеров, слева один, справа другой, то есть, ты пытаешься создать ощущение, что дорого и богато, ты с этим сталкиваешься, я у тебя на сайте послушал демки, они в основном достаточно минималистичные, ну, сдержанные в этом плане, то есть, ты сталкивался с этой проблемой вообще? По-разному, ну, не помню, чтобы были прям такие, такие капризные клиенты, но у меня и нет, нету, нету такого потока, прям, прям, обычно это те, ну, почти, почти все, все клиенты постоянные, вот, меня скорее нужно, самого раньше было оттягивать от желания, понапихивать кучу, кучу инструментов, вот, когда я пытался что-то, что пока что нехорошо звучит, починить тем, что я добавлю чего-то еще, что это будет хорошо, спасу, мне надо было убрать что-то там, ворот, и все будет, вот так. Громкий лид вставляешь, чтобы он отвлек внимание, да, на этот момент? А? Громкий лид вставляешь там, где плохо звучит, и он отвлекает просто? Да нет, ну, в целом, в целом если клиент, клиент хочет, хочет самоутвердиться, быть покоен, ну, это, это, это часто, часто, часто заметно, обычно по общению, просто, человек хочет получить качественный продукт, и ему действительно нравится, чтобы оно звучало вот так, вот так, как Демки. Тут, 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 один вопрос. Если, если он хочет показать, показать, кто здесь, кто здесь платит деньги, и типа, что его, его, его не провести, то это как, знаете, знаете, как, как на площадке, когда вокалист просит сделать погромче в монитор, ты руку, руку над пультом поводишь, выжишь, так, во, все, отлично. То есть, проблема не в том, что он хочет что-то, 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 что-то плохое, а в том, что он хочет что-то, с чем ты, с чем ты не согласен. Просто пытаюсь, ну, взглянуть с его позиции, понять, какие элементы нужно переделать, переделывая их так, чтобы, 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 чтобы устраивало меня. Чаще всего это получается, получается сделать, 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 в компромиссе, вот, ну, а, как бы, есть, есть, есть такой древний совет, если вам кажется, что клиент мудак, то вам не кажется, не работайте с мудаками, вот, ну, и как-то, как-то везет в этом, в этом плане, а если по общению с человеком вначале понимают, что могут быть какие-то непонимания потом, просто более, более подробно уже, уже, уже переходишь на техническое сравнение, что, окей, давайте послушаем референсы, поймем, что вот здесь классно, 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 такой элемент, и главное поймать до начала работы заказчика на том, ну, как поймать, выявить те моменты, когда заказчик думает, что вот в этом референсе звучит хорошо, потому что там вот такой-то элемент нужен, допустим, если, если, если прокачивает, какой, 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 какой низ, хочу бас, бас, как отсюда, прокачивать может, может, может тупо, тупо из-за, из-за, из-за ударки, или наоборот, чем, 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 чем аккуратнее, бас, бас, тем больше, тем больше дыхания, там, допустим, пространство для дыхания, в нижней, в нижней части спектра, вот, и если, если заранее, заранее все, все это, все это обговорить, то как бы по ходу, чаще бывает такое, что клиент говорит, это не то, что я хотел, но мне нравится, давай оставляем, вот. Это хорошо, когда есть техническое задание, хоть какое-то, то есть представление у заказчика о том, что он хочет. Бывает такое, что человек говорит, да я вообще не знаю, что, что будет и как это будет, просто сделай как-нибудь, хорошо, вот, тогда это нужно зафиксировать в виде договоренности, тут должно быть доверие со стороны клиента тебе, что ты в итоге не скажешь, что мы же договаривались, что как сделаю, так сделаю, вот я сделаю две ноты, вот первая, вот вторая, все, я художник, я так вижу, давай бабки. Не нравится, но я Моргенштейну продам, да? Ну, не охота все-таки, как бы, чтобы было плохо, правда. Да. А ты вообще вот по итогу, Серег, насколько оцениваешь важность дипломатических каких-то навыков и психологических, да, умения правильно пообщаться? Большая. даже это не столько именно располагает тебе клиента, как вот в отношениях заказчик-исполнитель, сколько развязывает тебе в руки, развязывает руки, чтобы делать то, что ты хочешь, то, как ты слышишь, и при этом, чтобы все были довольны. некоторые, причем, я многому учусь у клиентов, которые не музыканты, не настолько погружены, когда понимаю, что они смотрят на песню с той стороны, которую я давно, как я сам думал, миновал, а на самом деле я не дорос. То есть я вместо ощущений, мыслей, сюжетов вижу ноты, модуляции, параллелизмы и все такое. Так что если клиент-клиент недоволен и он может быть прав, вот эту, эту, эту сторону я разберу, переделаю, это может вродить новую проблему. Ага, хорошо, как мне сделать оранж так, чтобы и в прорубь не лезть, и в аэропорт. Вот, ну, тут уже лезешь в загажник. Семинаешь подобные случаи, как, ну, больше на опыте каких-то микрорешений. Потому что вряд ли бывает такое, что клиент говорит, вот тут хорошо, но мне не нравится, поэтому давай переделываем все. Обычно без конкретного ТЗ результат ХЗ. Что не нравится, переделаю, если не согласен, абсурдим. Но обычно находим. О, а можно профессиональный вопрос. Вот. Ну, короче, как поставить, как перебороть себя психологически, чтобы поставить ценник выше? Вот. то есть с каких ценников, допустим, ты начинал, Сергей? Я же понимаю, что ты давно знаешь. Первый. Именно в студии или вообще? Ну, вообще, да. Ну, в студии на работе, то есть ты, ну, ладно, пускай это аранжировки будут. Просто вот на примере. Первый я сделал за 300 рублей. Это был бит рэперский. И мне за них чувак не заплатил. За 300 рублей, которых ты еще и не увидел, фантомные. Первая работа, которую я уже с таким с продакшном делал, это делал за 3000 рублей в 2010 году. Песня «Зима» Маши Хватян. Может, может быть, может, в сети есть. Была мелодия «Гармония». Переговор по вокалу, с которым были знакомы, она свою ученицу и ее маму готовила к тому, чтобы отправить на детскую лидеру. И не на отбор, для этого нужна аранжировка. Это был первый такой проект, за который я переживал. Потом, когда переехал в Москву, строился в студию, тут студия решала. Час работы стоил 500 рублей, шесть лет работал, потихоньку вырос ценник. Там было разделение, что 1500 рублей это час работы с аранжировщиком, 1200 рублей час работы со звукорежиссером. А, и ты переодевался, Усы аранжировщика или шляпа звукача, да? Так вот? Нет, ну, типа, приходит человек с материалом. Я прикидываю, ага, тут вот за два часа набросаем там барабасики, барабас запишем, час записать вокал, свести немножко, ну, примерно будет стоить столько-то. Я говорю о такой конвейерной работе, которую делают в режиме реального времени, когда приходит человек, и вы с ним и аранжируете, и сводите, и продюсируете вместе вот эти. Вот. И это разделение мне не нравилось, потому что я понимаю, что если заказчик заинтересован в экономии, в моментах, в которых он не разбирается, думаю, что лучше час поранжируем и два позаписываем, чем два часа поранжируем, а час позаписываем. Поэтому когда сделали свою студию, решили одну цену сделать. Ну, проблема не в том, что клиент в итоге платит меньше, а в том, что страдает материал. Вот. Сейчас цена сделали сперва по 3 тысячи на все, 2 500. Да, это отсеивает некоторых клиентов, но и освобождает время, чтобы его же потратить на бесплатную фиксированную доработку этого же материала, то есть, чтобы не дрифицировать конкретные часы в проекте. А сделать продукт такой, неважно, сколько ты за него получишь, но потом ты с ним сможешь более смело говорить, а вот мой час стоит не 2 500, а 3, потом 5, потом как Дэйв Писанда 10 тысяч долларов совершил в час. 10 тысяч долларов в час? Ого. Ну, а у тебя бывала вот именно какая-то проблема, что ты не знаешь, как цену поднять, какой такой, или для тебя это не было никогда сложностью? Для меня это всегда сложность, это скорее тут Саня, брат, вместе сделали автор стишка про среди этих шнуров и узелков, и он подталкивал поднять цены, у него больший опыт организационный такой, и оказалось не зря. Цель как бы, как говорилось раньше, ослаблить максимальное время, то есть если я делаю работу условно и беру 30 тысяч за час, то или я офигел, или это кому-то нужно. Или я офигел, или я офигенный, да? Ну да, вот, последний, последний, последний год вот с этим, с этим, с этим карантином обломал, вот у всех все, все, все стало похуже, вот, может быть, было больше. Паша, а у тебя какая-то на этот счет заморочка, расскажи, сложность в чем? В уверенности в том, что я стою столько, или людей жалко, неловко там, в чем сложность? Вот ты ощущаешь, что надо поднять цену, почему бы не поднять, вот и без каких-то сложностей, почему вопрос ты об этом вообще задаешь? Ну, все так, то есть не уверен в своих силах, то есть, ну, допустим, вот фигово я свожу, да, вот, и поэтому приходится делать цену меньше, вот, чтобы потом, ну, чтобы как бы оправдать то, что сведение не очень, вот, типа мое, что может ее потом на сведение другому кому-то отдать, вот тебе мультитрек, типа, если хочешь, чтобы было лучше, вот. Я вот не знаю, где грань-то, вот, на которой я бы встал туда и такой, ну, теперь-то я нормально свожу, вот, я могу брать денег больше, вот, это и в преподавании так же, то есть, сколько я могу брать денег за урок, там. И как, сколько ты можешь твой урок стоить, если ты сводишь плохо? Слушай, ну, на самом деле это как бы шутка, но это как бы не шутка, если ты ставишь цену за оранж, то, ну, который будет сводиться где-то на стороне, то ты здесь при чем? А ты клипы не умеешь снимать, людям клип придется снимать еще отдельно. Ты не хочешь скидку за это сделать? Песня-то не готова. Да-да-да. Продукт не готов. Да, ты не выпускаешь на стриминговые сервисы, наверное, обложку там не делаешь. Ну, то есть, нет же такого, что ты отдаешь работу хреново, типа, сведенную и говоришь, вот, типа, топчик, готово. То есть, как бы ты взял деньги за сведение, но сведение сделал плохо. Вот, если ты заранее объявляешь, типа, ну, вот если вы прям серьезно, то вот вам нужен там на микс-инженер какой-то, который это все соберет, я ему там все качественно отдам, материалы, но ты, твоя работа столько стоит, сколько стоит. Мне сантехник спинку тоже не потер. Хотя мне, в принципе, ванна нужна для этого, да, а не для того, чтобы просто трубы были целы. Хотя обещал. Ну да, было бы страшно, если бы он предложил. Конечно. Ну, можно, можно решить так, что, чтобы быть морально спокойным, чистым перед собой, то нам очень повезло с профессией. В том плане, что нам меньше, меньше нужны дипломы, звания все эти, подтвержденные, потому что у нас, у нас, у нас можно сразу, сразу по портфолио понять, шарит чувак, не шарит. Ну, разумеется, если портфолио честное. Вот. И тут, тут ты можешь потенциальному заказчику ставить свои работы, вот, что я делал. Как минимум, такое я могу делать. Я ценю свое время настолько, это, 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 это стоит настолько. Это устраивает? Нет. Пожалуйста. Нет, нет, нет. И здесь, да, тут, 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 тут уже ты играешь, играешь сам с собой. Сыграет ставка, не сыграет. То есть, приемлемые для заказчика это, 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 это деньги или нет. Ну, и после трех, пяти случаев, я думаю, оно, оно, оно как само устаканится. Да. Главное, чтобы, может, можно осторожить, если все что-то соглашаются, странно, для них 100 рублей не такие уж и большие деньги. Нормально работаем, ну, и можно, можно не замечать того, что ты тратишься, расправляешься, не фоня свое время, фоня свои, ну, силы, силы, силы творчества на руке бедро. Ну, да, 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 да. Ну, вот, знаешь, по моим наблюдениям, у меня тоже было много сложностей с ценообразованием, с тем, как вообще вот взять и объявить какому-то человеку, что теперь дороже, что пусть на это есть какие-то объективные причины. Ну, короче, и мне же так сразу людей, жалко, и как-то вот, а вдруг там, а кто, что же ему, он вот от меня уйдет, и что же ему сделают другие? Вот. Или наоборот, ему послушают то, что делал я, и скажут, что о, чувак, до тебя разводили там. Но я просто потом понял, что это реально в моей голове все происходит по большей части. И ты бывает, собираешься там с мыслями месяц-два, чтобы сказать чуваку, с которым ты работаешь по старой цене, она у тебя уже давно другая, и в итоге ты выдавливаешь из себя типа как какой-то камин-аут. Он такой, а, ну понятно, ну, ну ладно, типа чё, хорошо, мне нам нравится с тобой. Вот. А если его так шокирует, что он как бы на говно и зайдёт, ну, видимо, как бы и не так уж это было ценно, типа, хрен его знает. А бывали моменты, ну, совершенно идиотские, когда я такой, ну, теперь, и пока, я думаю, как же произнести три пятьсот, он, а, ну, пятёра, видимо, уже, да, ну ладно. Я такой, да, пятёра. Спасибо. Короче, нет, вообще отношения у, там, у заказчиков, ну, вообще у людей к деньгам очень странные. Некоторые люди с тобой вообще согласны работать, только если ты дорогой. Потому что, опять же, ну, в принципе, по себе могу судить. Вот я не шарю в ремонте ноутбуков, и я, ну, если у меня средства есть, или мне этот ноутбук, ну, реально дорог. Я как бы, ну, песня моя мне дорога, это не просто там, кто у меня, ну, не труба, да, в ванной. Вот. И я так рассчитаю, что, так, есть чувак там за пятёр, есть чувак за десятку, есть чувак за тридцать, есть чувак за пятнадцать. И как-то, ну, блин, ну, тридцать, наверное, много. И это, опять же, игры разума. Если бы я не видел чувака за тридцать, я бы такой, ну, давай за десять. А потом я понимаю, что бывает за тридцать. Я такой, так, ну, потяну ли я пятнашку? Да, я, может, послушаю портфолио их всех. И мне это портфолио будет, ну, там, играет. Вот. то есть, это на самом деле, мир в голове одного человека и мир в голове другого человека. Они там как-то, знаешь, стыкуются, как шаттлы, но разговаривают на очень разном языке. Вот. И я просто, ну, я склонен заморачиваться на этот счёт, но стараюсь себе тоже запрещать, потому что это всё... Я к психологу ходил по этому поводу. Чтобы немного слишком думать за других людей и что подумают они, а станет ли им хорошо, а станет ли им плохо. Вот. Это как был... Какого-то дядьки я слушал, что... Какой... Там речь была про развитие человека, ну, до гомо-сапиенса, и что в какой-то момент человек был существом, у которого есть нерратив, да, история в голове. То есть, это какое-то развитие. Вот. Вот. А мы существа, у которых есть представление о том, какая история в голове другого человека о твоей истории, да. То есть, и вот эта путаная хрень, ну, которая на самом деле, ну, нам нужна для выживания, для социального, но у неё есть какие-то побочные эффекты, вот, ввиду каких-то наших свойств. Ладно, короче, я затыкаюсь. Там был какой-то вопрос. Вопрос был хороший. Во-во-во. Ребят, как думаете, обязан ли автор объяснять публике, близким людям, смыслы, которые вложены были в творчество? Насколько это важно для вас, как для деятелей искусства? Серёга Красный, скажи нам. Ну, в смысле, обязан? Нет, не обязан. Ну, вообще на эту тему необходимо ли, как ты относишься к творчеству, которое не работает без буклетика? Ну, грубо говоря, да? Должно ли оно быть самодостаточно? Либо всё-таки, ну, мы приходим в оперу и нам надо, ну, чтобы понимать, что происходит, надо почитать. Интересно, эти буклетики в опере, они всегда раздавались или был момент, когда нет? Может быть, они их стали раздавать, когда люди перестали вникать в это всё? Когда стали, когда гастрольные туры стали распространяться до государства, где другой язык. Скорее всего, да, кстати, да. Ну, не знаю, нет, иногда, иногда это часть легенды вокруг произведения, не рассказывать о своём произведении, и тогда, ну, нет, не обязан. Есть же вот Бэнкси, например, что он рассказывает про свои картины? Ничего. Понимайте, как хотите. у кого-то на этом строится вся карьера творческая. Плохое слово, карьера, но именно, творчество. Блин, я вам хотел ответить про, сейчас я быстренько просто, слушайте, вот это всё, повышение цены, там, вот это, рыночная экономика, это всё фигня, вот, смотрите, надо тихонечку, и никаких вопросов не будет тогда. А ты что подпираешь этой книгой, скажи? Ничего, я её достал только что с полки, мне на день рождения подарили. В ней хотя бы гербарий есть? Или ещё? Нет, это новая книжка, мне её подарили на день рождения, она прямо свеженькая, в хрустящей страничке. Да. По поводу ненассказанности, мне кажется, блин, это крутая всё-таки штука, когда что-то немаленько непонятно, вот в любом виде искусства, там, кино, компьютерные игры, да, допустим, какой-нибудь Silent Hill 2, если кто знает, то там, допустим, теории строятся по поводу множества развитий событий и персонажей, кто, кем является. Ну, то есть, везде такое есть, и там, над клипами многие рассуждают, у Рамштайн там песня Мутер есть, да, вот, там, как бы, Лендеман играет двух мужиков, один такой, короче, как бы, в клетке сидит, а второй ему подаёт, короче, миску там с водой, ну, типа, вот, и что это значит? И все там такие догадки, короче, строят, и всё это очень интересно, я считаю, что это круто. Вот Art House такая же, да, штука, допустим, Джармуша, какие-нибудь фильмы, вот, ну, вообще, что угодно. Короче, я думаю, что это прикольно, необязательно, необязательно всё это раскрывать, хотя, конечно, здорово там, когда, ну, иногда, вот, когда автор раскрывает идею, ты думаешь, а, вот, и всё, только это было, вот, то есть, куда прикольнее, когда ты сам додумываешь, что там, ну, с другой стороны, у тебя там потом мозг плавится, а действительно ли так, а может быть, всё-таки эдак споришь там со всеми, ну, короче, это создаёт движуху вокруг продукта, скажем так, вот, определённую такую ауру какой-то загадочности, это здорово. Ну, вот смотри, понятно, что какое-то обсасывание ребрышек в любом случае, ну, произведению вряд ли повредит, оно добавляет интереса, я помню, как-то у Гребенщикова была передача «Аэростат», по-моему, где он всякую новую музыку показывал, и в каком-то из них он презентовал свой альбом, и перед каждой песней просто рассказывал историю этой песни, и это единственный альбом, который мне прям понравился полностью, очень сильно, потому что он накачал смыслами и харизмой каждую песню, ну, они заиграли там гораздо большим количеством смыслов образов, чем если бы я просто их услышал. Я, ну, не только в тот момент, короче, часто призадумываюсь о том, то есть, смотри, когда музыка, в данном случае музыка, хорошо работает, а с бэкграундом работает ещё лучше, это понятно, а если музыка не работает, пока тебе автор не объяснит, что на самом деле вот это вот, вот это, а вот это вот здесь, а это аллюзия туда-то, а это вот читай либретто, да, и ты такой, ааа, ну всё, песня-то огонь, я думал, что это говно унылое, а тут оказывается всё со смыслом, вот, и это интересно, потому что как бы непонятно, да, к чему я? Не-не, более-менее понятно, я только не могу представить в музыке, как это, ну, окей, скорее про текст, ну, да-да, именно со звуками, конечно, сложно тут кого-то убедить, что, знаешь, у меня тут слайд вверх и сразу вниз, а он такой, ааа, ну всё, а я-то думал оранж-фуфло, нормально ты, завернул, вот, но вот именно что касается текстов, конечно, вот, но они с музыкой-то сплетаются достаточно хорошо, я вот думаю, если музыка, грубо говоря, если песня без предисловия, без послесловия не работает, можно ли сказать, что это, ну, объективный какой-то провал, то есть она должна что-то в себе нести, что-то в человеке пробуждать, даже если он, там, не читал античную литературу, там, да, не в курсе каких-то, вот, штуковин особенных, вы ловились я на каких-то мыслях на этот счёт? Ну, это примерно как, если бы Алиса в стране чудес не работала без комментариев, с которыми она обычно сейчас выходит, такие есть, Алиса в стране чудес, и, которая занимает, там, одну четверть книги, а три четверти это комментарий к тексту. А эти, эти, эти комментарии сразу, сразу выписывались, или так, вот, исторически сложились, редакторы, не заходит, и надо бы дописать. Справедливо, комментарий, конечно же, писал не автор, то есть, это комментарии, которые потом уже дописали после автора. Не знаю, есть ощущение, что песня должна вот просто работать сразу. И вот вообще, такое слово холодное, работать, но я, к сожалению, не могу его не использовать, всё время так говорю, потому что, ну, сразу понятно, да, о чём речь. Не знаю, но если говорить про текст, ты говори срабатывать, срабатывать, это не так холодно, как будто бы. Срабатывать! Песня сработала! Извини, я перебил. Да нет, всё нормально. Да? Кто говорит? Чё-то мы как-то так споткнулись? А, говори ты. Хорошо. Осталось вспомнить, про что хотел сказать. А, знаете, как есть книжки, которые в разном возрасте по-разному понимаешь и в детстве читаешь, довольствуешься экшеном, сюжетом, старше, перечитываешь, видишь уже более глубокие подтексты и уже понимаешь, как вот автор смог удержать, то есть сделать разноплановый. Это же самое можно к музыке применить. Если у тебя, если ты хочешь, чтобы твоя музыка срабатывала, в общем, в целом на массу, делай то, чтобы она срабатывала. это не мешает тебе вкладывать большие смыслы и от того, как ты сумеешь сумеешь зонгировать текстом, анжроком и чем угодно. Так, уйти какую-то глубокую идею, не развалив какой-то базовый, ну, условно, на музыке есть грув, который на животном уровне посаживает тебя, цикличная бочка бьет 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 грудак, все, классно, кайфуешь. Есть другая грань 15-16-х. Вот, и если, ну, хотя да, не совсем пример наглядный, всякие волосатые гармонии, чтобы расценить красоту которых, нужно отвлекаться от простого кача, от грува. и вот если получится сделать что-то, чтобы оно было и вкусненько, и, может быть, идейно, и при этом не ломало работающий механизм, работающий на тех, кто не заинтересован, погружаться, читать либретто, вот, то все окей. Тут зависит от задачи, какую ты ставишь. Мне кажется, чтобы песня сработала, надо, чтобы все работало. На кого? На кого? Ну, кстати, я вижу комментарий по поводу... Кстати, да, такой случай. Слушаешь Музон, он так себе, а потом узнаешь, что его написал без руки слепой. И, ну, меняется отношение. А где уже не в Музоне? Где уже в истории, в своем отношении к Музону? Многие любят историю, кстати, да. То есть сейчас уже музыка как отдельная такая часть искусства, она не воспринимается без артиста, допустим, полноценной, который исполняет, без истории, которая вокруг этого артиста есть, там, без его биографии, то есть это все накладывает. Ты работаешь над своей историей, Паш, чтобы твоя музыка... Ты уже сейчас задумывайся об этом, чтобы тебе нужна какая-то история, что ты не просто гитарист из Тюмени, который играл... Ну вот у меня уже рука сломана была. Гитарист из Тюмени, это прекрасный зачин, прекрасный. О, кстати, да, вот смотри, у тебя должно быть... Вы же там в комментариях писали, ну я думаю, тебе друзья уже шутили, что у тебя, значит, гитара началась с перелома, правильно? Потом вот, когда тебя отметелили, и у тебя мизинец был сломан, вот, я тебе, как чисто продюсер, говорю, давай дави на эту штуку, давай сфабрикуем еще историю какую-нибудь про перелом. Давай ногу сломаем еще, да, чтобы я на барабанах начал играть. Ну как вариант, ну короче, что-то вот, и все будут знать, что Паша это тот самый, ну переломленный-то, да, вот этот вот чувак с переломом. Да, дело в том, что это, знаешь, так звучит классно, да, типа, что руку сломал, гитара начинает. Я думаю, что даже если бы я ее не сломал, все равно бы мне родители гитару эту купили, вот, но зато как звучит, правда. Вот, вот, я же не говорю врать, надо правильно подать. Кто не врет, никто не врет, да, так все и было. Ты рафинад кладешь в чай? Нет. Нет? Клади и переламывай. По моей ряде, конечно, не скажешь так, но, но тем не менее, нет. Ну, короче, да, ну, недаром ведь музыка интересуется, не просто из-за музыки, потому что музыка, потому что это артист, вот, и за ним следят, там, инстаграм его смотрят, там, его влоги, там, вот это вот все, вот, то есть надо бы, не только в наше время уже мало быть просто чуваком, который пишет хорошую музыку, надо быть еще харизматичной личностью какой-то там, блин, вот это вот все говно делать, которое я не умею. Все это харизматичное говно. Лично меня смущает. Что смущает? Ну, вот то, что недостаточно просто делать хорошую музыку. Мы же сейчас заметили, говорим в основном не о музыке, а вот о том, что называется продвижение, да, вот эта вся легенда артиста, это же напрямую никак не связано с музыкой. Ну, когда как? Если музыка говно, то пускай он там будет очень даже интересный, но... Ну, то есть, Серега, у тебя протест против того, что это, что это вообще влияет на музыку, то, что с музыкой не связано, что тебя коробит? Ну, не то, что протест, просто мне бы хотелось, чтобы... Я такое иногда видел на фестивалях авторской песни, я сам вообще с бардами очень много тусил и продолжаю это делать, собственно. Вот. Часто было такое, что на сцену выходит кто-нибудь, абсолютно вот no name. И люди его не слушают просто поэтому, а при этом он поет офигенную песню. И в такие моменты мне так хотелось, чтобы вот люди воспринимали именно песню, а не человека, который поет песню. Ну, это просто тогда на радио надо, как бы, знаешь, слушать просто песню. А если ты, ну, как ни крути, ты выступаешь на сцене, ты, типа, должен не только еще спеть хорошо и себя как-то показать. Ну, то есть, ну, хотя, наверное, у бардов, я не знаю просто, я никогда не был на бардовских фестивалях. Ну, я примерно представляю. Слушай, да честно, мне кажется, везде одно и то же. Да, мне кажется, это было так вообще всегда, в принципе, и во всем. Нет у людей. Это как встречают по одежке, всегда работало, так же и всегда наличие и отсутствие какой-то репутации, особенно если у тебя нет какой-то вот хотя бы одежки, да, которая бы заставила людей проснуться. То есть, они на фестивале потребляют, потребляют эту информацию, и они ждут уже, когда выйдет no name, на котором они отдохнут, на котором можно внимания не обращать наконец-таки. Интересно, кстати, а в других языках есть такая аналогия этой поговорки про одежку? А то, может быть, это наша такая черта? Ну, у них есть judging by the looks. Ну, это не так красноречиво, как встречать по одежке, но судить по внешности, да? Да. Вот, а если представить, что музыка, это эмоция, закодированная в звук. Кстати, если мы говорим о музыке не как, а наборе нот, соотношений, интервалов, ритмов, то есть какая-то мысль, есть идея, есть, допустим, какие-то переживания у человека жизненные, вот накопилось у него опыта, вот он хочет поделиться с этим. Он кодирует это так, 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 как может. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует картины, кто-то пишет музыку. И, по сути, музыка, это просто канал передачи информации. Мы взяли, взяли какое-то впечатление, закодировали его, передали, человек услышал, раскодировал, мог, может, может, сравнить со своим жизненным опытом, как-то, или вот, кайфанул, или нет. И в этом случае авторитет поющего звезды, он, это просто дополнительный кирпичик в суммарное впечатление, потому что у меня может быть друг, который суммарно, в целом, очень эрудирован, но я менять трубы доверю профессионалу. Пусть он будет такой, какой-то узкомыслящий в одном деле, но он умеет менять трубы. И тут то же самое. Я вижу человека, условно, который поет хорошую песню, которого я не знаю. Вся информация, что у меня есть, это песня. Если песня самодостаточна для того, чтобы я от нее кайфанул, я кайфанул вне зависимости от того, кто ее поет. Если мне помогают больше кайфануть то, что я уже понимаю, что именно этот персонаж поет какой-то. Это может быть образ звезды какой-нибудь любого исполнителя. Просто это усиливает действие. Хотим мы этого или нет? Знаешь, у меня, Серег, возникли, я даже могу сейчас к обоим Серегам так обратиться, сейчас ассоциация с тем, что происходит на конкурсе, когда начинаются эти бесконечные прения, что Михалев бы не Михалев, если бы не Звукач Михалева. А вот если бы не видео, где Федоров танцует, которое всем так весело смотреть, где бы он был, ни в каком бы финале не было бы, да? А если бы не Черный Квадрат, да? Ой, если бы не эти там, ой, просто все сейчас слушают эти синтезаторы, вот это вот говно неживое, да? Поэтому Фарафонов там куда-то вышел. И на вокальном конкурсе, где нужно было вечно споры, да? Кто у кого видео, а кто красивый на видео, да? Ну, конечно, красиво большему количеству людей. То есть постоянно, постоянно есть куча факторов, которые типа не про музыку. И мы хотим, чтобы музыку судили только по музыке, но только помимо того критерия, что выходит именитый Барт или ноунейм, есть еще то, как он одет, как он поет. У него может быть песня-то офигенная или песня у него говно, а поет он очень хорошо. Просто вот есть люди, у которых просто гамму поют, и ты веришь. Думаешь, чувак, в самое сердце, блин, могешь. Я тоже так считаю. Тоже дура мифа диез. Лидийский, да? И получается, что если попытаться каким-то образом от музыки убрать все, что не имеет отношения к музыке, человека полностью убрать, что у нас остается? Бумага, на которой черная икра и слова. Вот она музыка. То есть убрать обстоятельства, убрать личность из музона, из ситуации, где его оценивают какие-то люди. Ну, блин, это все типа несправедливо, но оно не может быть справедливо. То есть всегда куча факторов. Конечно, досадно, когда у тебя нет какой-то внешности или какого-то артистизма, или нет у тебя каких-то данных гитарных, вокальных, чтобы показать, что у тебя на самом деле это здесь самая охрененная песня там на этом фестивале. Ну, блин. Зато потом наработаешь репутацию, будешь выходить, петь гамму, и все будут охать. Вот. Трудись, типа, чувак. Вот. То есть я не вижу просто никакого выхода вот с этими конкурсами, просто я, когда это на тебе ответственность, да, ты не просто сидишь и причитаешь, типа, вот так не должно быть. Ты думаешь, а вот как, ну-ка, а как вот сделать, чтобы убрать звукача Михалева, чтобы запретить танцы в кадре, чтобы запретить профессионалам, с какого-то момента начинаются профессионалы. Если у тебя есть сайт твоей студии, то ты профессионал, тебе нельзя, короче, участвовать в этом конкурсе, тебе и в Фарыме, вот, хотя у него сайта нет, у него только группа ВВК, значит, ему можно, ну, то есть, где вот это вот, типа, суперсправедливости, да? Я на самом деле думал, с Васей, или нет, ну, как бы сам, сам, я думаю, я думаю, я думаю, каждый музыкант знает, знает, знает свои, свои слабые стороны или того, чего он не умеет, и это мешает ему назвать себя профессионалом, вот, поэтому я, я, я по этому поводу, не запаривайся, но вот, когда, когда, когда я смотрю конкурсы, я думаю, участвовать или нет, потому что, как бы, канал про образование, и большинство, и большинство будет новичков, но когда ты видел, сказал, что, ребят, ну, все равно придут профессионалы, если вы с таким отношением, что вы за час сделаете, ну, самым вводным первым, рассчитываете на победу, то нет, все равно, у вас вырвут это, ну, раз будут, ну, ладно, посмотрим, что как там. То есть, это решающие были слова, да? Ну, видишь, как. Решающие, значит, были слова, да? Там же я Пашу на понт взял. Снимай, с меня грудь, что-то. Конкретно взял. Правда, те же, кто в финал вышел, и даже те, кто не дошел, кто не влез, я допускал, что будет меньше участников, вот вообще, ну, и меньше работ, но о том, сколько много хороших работ, стало понятно уже, когда пошли полуфиналы. Ну, сами там вряд ли все услышали, и по ходу работы пробегаешь по чужим работам и оцениваешь их так бегал, что типа так, насколько они лучше моей, хуже моей, где я прогадал, где... А, нет, тут нормально. И должен признаться, Серег, первичное отношение, у меня тоже, я тоже упал себя на эту удочку, думаю, вот, парень пляшет, берет... Ну, я, правда, тогда послушал первые две, там, части формы, допремьева вроде как. Вот. Потом уже фронизировал, понял, что да, она и вне, и вне видео продукта классный, и может быть, тебе даже в какой-то момент в каком-то степени помешало то, что ты сделал, сделал видео с танцем, и уже те люди, которые заведомо так настроены, клеймили аранжировку, ну, работа музыкальная именно. Это как двойная игра, или блеф на блеф, да, то есть то, что у Паши Михалева машинка красиво в видео едет, это ему типа помогло, а с другой стороны кто-то стал сильно против. Ну да. Или кто-то говорит, что вот, он уже известный человек в сообществе, он победил в том конкурсе, ну все теперь. А некоторые из принципов за него теперь и за этого не голосуют. Короче, справедливости в мире нет. Должны появиться тысяча новорожденных людей, у которых нет бэкграунда, нет истории, они должны обмениваться бумажкой, на которой ноты и слова, вот, или там, футпринт этого, вейвформы, тогда будет такая справедливость. Короче, мир жесток. Должна быть опыта слушателей еще, чтобы они не могли сравнить то, что слышат, с тем, чтобы субъективно оценить, нравится, не нравится еще. То есть это должно быть выращенный в вакууме голосователей. И исходник тоже должен быть какой-то, знаешь, такой, как туман. Он как бы есть, его как бы нет. Это сейчас просто песня. Исходник, как туман. Это что-то. Эх. Ладно, однажды всякие нейротехнологии дойдут до этого, что исходником конкурса будет такая флешка, в которой нет песни, текста, ты просто ее себе будешь вставлять в специальный USB 5.0 вход, и она будет показывать твой талант. там 84,2. Вот, а у этого 84,8. Все, сорян, чувак. Исходник показал. Здесь люди, которые только приходят и говорят всем доброго вечера. Привет. Привет, привет. Да, запись останется. Да, запись. Вопрос. Запись останется. Это все, что останется. Потеряю этот чат. и пропустил. Если были какие-то адресованные вопросы мне, то не могли бы их обратить внимание. Я смотрю, вы тут отвечаете, что-то пишете еще. У вас хватает еще оперативки. Да они вообще нас с тобой не слушают. У нас своя жизнь на самом деле в чате. Вот. И все хорошо. Но хоть не в Твиттере. Хотя Твиттер мы не проверяли. Может вы еще и в Твиттере нафигачите. Вообще главный вопрос, мне кажется, к Сереже был в плане арт-живочных фишек. Да, расскажи все секреты, желательно по-быстрому, и чтобы все качало. Как подружить бас с бочкой. Да-да-да. И какие именно настройки на автотюне на мастере делать, чтобы все вообще нормально, трек. Ой. Мне показалось, что я звук комара услышал. Не должно такого быть. Пороснулся, бедняга. Были вопросы, были. Шутки, не шутки. Да, небольшая музыкальная пауза. Да клево, если бы мы могли бы шандарахнуть сейчас. А если сыграть какой-нибудь пост-рок, знаешь, где не важны особо длительности и попадания. Ну, желательно на одном аккорде. Да, да. Мы можем спеть септ-аккорд. Кто какую ноту поет? Только надо очень долго, наверное, это делать, чтобы... Давайте произойдем эксперимент. Сейчас, погоди, давай я какой-нибудь пэдик повешу. Ой, почему-то... Мне так нравится слово пэдик. У кого чего болит, тот о том и говорит. Знаешь? В моем детстве пэдик, это был велосипед. Пойдем кататься на пэдиках. Мы все так говорили. В какой-то момент почему-то это стало значить. У моего батя есть... Это классный звук того, что было тоже. Есть гомофобная песня. Он у меня такой вообще. И где-то там есть строчка и мой любимый цвет. И я больше не люблю. Да что же ты постоянно закрываешь пацанов и появляешься это... Сейчас я... Акустик стрингс какой-нибудь. А даже вот Transparent Worm... О! Какой тебе? Давай Mi Major Mage. Сейчас я громкий, громкий сейчас. А, мы, наверное, глушим друг друга, да, в зуме? Да, нет, вроде бы. Да, да, да. Да, глушим? Это можно как-то настроить. Это можно настроить как-то. Это, наверное, у меня в контуре есть настройка, да? Сейчас, 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 сейчас. Где настройка? Я вижу только... Так же звук надо посмотреть тоже. Security вижу. Не вижу таких настройков. Сейчас, если свернуть... more... О, вот. Muse, Mute. Вот у меня есть галочка, которая позволяет... А, Unmute, это если я вам кому-то выключил звук, вы можете его включить обратно, да? Это, наверное, не то. Автоматически регулировать громкость микрофона. А, и... И из подавления панового шума. Возможно, это оно. А это где? В настройках звука? Да. Но это у вас, у каждого, свои настройки звука. Это просто... Что-то наставить низкое, да, получается? Отключить. Нам же нужно только... Ну, и всем, всем, получается, выключить нужно, и все. А тут нет такого, чтобы выключить. Или есть? Или регулировать громкость микрофона, есть такое. А, регулировать громкость микрофона, все, понял. Может, это оно и есть? Возможно. Так, ну, я убрал. Вот я, допустим, даю статичный сигнал, воруете, что-нибудь сказать, пропадет... Пропало, да. Тогда это как-то не так работает. Advanced. О, посмотрите, тут есть в Advanced сеттингах что-то. Suppress Persistent Background Noise. Сейчас я попробую. Блин, ну это мне кажется, что это, да, это настройка лично нашего, каждого, а настройки беседы? Нет. Она же должна быть не у меня в преференцах, а где-то в преференцах самого разговора. То есть, когда вы начинаете говорить, мой пэдик гаснет, да? Я-то его слышу постоянно. Ну вот смотри, вот у меня висит... Раз, два, три, раз, два, три. О, гаснет, да. Ох уж эти технологии. Чего они такие умные, да? Дают нам спеть септаккорд. Столько всего придумали, самолеты летают, а какую-то простую вещь... Слушайте, там говорят, что в чате, что у всех все слышно. Типа у них не гаснет. Нет, у них не гаснет, потому что они слышат мой звук. Они слышат... Нам как-то играть. А мы можем вслепую, наверное, спеть. А, ну у меня, короче, висит ми, ми, ми просто. Попробуйте вы вместе поиграйте, будете вы друг друга глушить или нет? Да, вы друг друга гасите. Уже поуче иди туда, да? Давайте вы тогда вопрос-ответ. Сейчас, в ряд на звук. Вот так. гитарный батл. Гитарная дружба. Ой, скоро же выйдет, короче, гитарный батл, пацаны, я тут недавно участвовал, прикиньте. В смысле, а он еще не вышел до сих пор? Нет, еще нет. Еще нет, он будет в конце февраля, и это будет, не знаю, мне кажется, мой главный позор всей моей жизни. Что там, плохо получилось? Ну да, скажем так, там много факторов сошлось, так что и я сыграл плохо. Дома на диване гораздо лучше получается, уж поверьте. Так все время. Да. Ну, короче, я гоняю пэдики просто в мемажоре. Короче, я беру аккорд, тут такой, типа, тут все красиво звучит. Так, да, следующий ход. Короче, пацаны, вы играйте, а я послушаю, Ролевки, играем так. Да, давай. Не, смотри, если ты будешь играть аккорды, мы друг в друга не попадем, так что ты лучше просто помимо ажору гоняй что-нибудь. О, ништяк. Субтитры создавал DimaTorzok Серега, тебя слышно намного, намного тише, чем Пашу. Как ты думаешь, ты сможешь этим что-то сделать? Могу, попробую сейчас переключиться на, не знаю, поближе подвинуть. А, да, фангус, фангус. Настой. Такое интересное ощущение, когда ты играешь под какие-то аккорды, ты не знаешь, под какие, знаешь, причем звучать будет не под них. Сейчас лучше стало? Ну, лучше стало, да. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Серег, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я помню как-то меня просили типа А до Тюмени что ли ну по-моему Смоленске это было короче я гостил у тещи с тестем у тещи с тестем Теща с тестем это неплохо И значит их друзья задали мне вопрос а Тюмень это как бы где это часов 10 лететь, наверное, на самолете. Да, я говорю, да. Представления у людей в Тюмени такие, что медведи ходят, там, вышки стоят нефтяные такие, как светофоры на дороге. И медведи на вышках пьют водку, да. И медведи, говорю, на вышках пьют водку. Да, да, да. Все так. Ну, на самом деле тут все прикольно достаточно. Тюмень. Недаром у Тюмени есть такой небольшой лозунг, который называется «Тюмень – лучший город земли». Вот мы все продвигаем эту идею. Так что, что там ваше? Москва, Питер, Тюмень. А какие из крупных городов недалеко от Тюмени? Екатеринбург. А, это вот эти значит края, да? Да, это Урал. То есть, ну, рядом с Уралом получается. Потом, ну, короче, от Тюмени самый ближайший город – это Екатеринбург, это 400 или 500 километров. А, ну, это все равно достаточно много. Потом, да, потом вот другую сторону, это получается Екатеринбург на запад, а на восток ближайший город – это Омск. И там, по-моему, километров что-то типа 500 до Омска. Так что вот так вот. Так, мы с вами уже четыре с половиной часа бахнули, да? Ладно, дяденьки, давайте будем сворачиваться. А то я встал сегодня в 7 утра, я начинаю потихоньку кончаться. Спасибо вам за то, что помогли эксперимент провести по кухонным посиделкам. У тебя таких еще не было на канале? Не, не было. У меня и один на один-то было полтора раза. Вот. Это вообще что-то, что я хотел бы делать, но это, в общем, я не знаю. У вас какие впечатления, честно, по поводу того, как это происходило и как это можно было бы улучшить? Надо поджимывать до следующего раза. Да, это точно. Музыкальный вопрос надо как-то решить. А еще? Учитывая то, что мы вообще не знакомы, но только музыкально, то получилось все прикольно. Улучшить, ну, понятно, можно какой-то минимальный план составлять. Было понятно, что первый час мы делаем вот это, второй делаем это, третий. Угу. У меня возникло ощущение под конец, что напрасно мы отказались от идеи говорить про конкурс, потому что это, в общем-то, единственная тема, которая нас априори объединяет. Может быть, было, имело смысл как-то ограничившись по времени с этого начать, чтобы немножечко, ну, вообще друг к другу принюхаться. Вот. Ну, не знаю, короче. Да, и какой-то план, может быть, да, заранее, какие-то темы. Да ничего, разговаривались, в принципе, потом. Да много классных, блин, моментов было. Мне понравилось. Я даже не устал, я бы еще побазарил. Ну, ты тогда пересмотри. Хорошо, пересмотри. Меня в соседнем чатике очень зовут пить вино, поэтому я... Ну, хорошо, тогда что, спасибо вам, что были, спасибо вам, что есть. Надеюсь, что завтра будете. И это... Всем, кто в чате, тоже спасибо за то, что с нами. Да! Да! Мы... Я читал, честно. Я читал под конец уже. Я тоже. Я тоже. Там писали люди, которые когда-то мейстримы смотрели. И прям ни один человек, многое. Спасибо вам, что пришли. Побуждали тебя. Во! О, кстати, погоди, если ты не будешь отвлекаться, то я могу петь. У меня-то будет нормально. Да. В ротных плода я слышу со дна Мелодрам-машина На вине фары и мосты горя Драман без причина Умный вперёд. Во! Всё на месте. Серёга, на твоём месте чёрный квадрат должен был появиться тогда. Окей, давайте... О, отлично! Узнаю, узнаю! Наконец-то мы убедились, что это ты. Ладно, давайте финиширен... Обнимахи! Вот, до встречи в следующих видео. Может быть, ещё соберёмся. И, кстати, это... Коллапчик там какой-нибудь. Давайте, я вообще не против. Да? Если что, впишетесь, то у меня есть всякие разные мысли, которые тонут в других моих разных мыслях, но мало ли. Вот. Всё. Счастливо. Сейчас я пока нащупаю кнопку end. Она где-то далеко. Всем спасибо. Спасибо всему чату. Спасибо вам, ребята. Пока!